12. Предводители легиона Брат мой, враг мой, посыпь землю солью В базилике Перегрина собрались четверо. Трое прибыли прямиком с арматуры, присоединившись к тому, кто молился в окружении звезд. Над ними медленно плыл флот, который расходился по высокой орбите после окончания битвы. Пустоту осеивали обломки, все еще представлявшие опасность при навигации, и капитаны армады отводили корабли назад, чтобы избежать столкновений с кладбищем останков ультрадесанта. На Ларгаре не было доспеха. Он облачился в красную рясу с капюшоном. Простое одеяние, сотканное из шелка пустынных червей-колхиды, лишенное украшений или орнамента. Нечто подобное носили жрецы родного мира Ларгара до бурных религиозных войн. Накинутый капюшон отбрасывал на его лицо слабую тень. Ангрон, Кхарн и Аргилтал оставались в боевой броне. Все доспехи издавали болезненный треск и шипение поврежденных сервоприводов. Коленное сочленение бронзового гладиаторского облачения примарха искрило, когда он на него опирался. Белую броню Кхарна покрывали серые пятна пыли и грязи, а обильные разводы крови придавали керамиту безмятежно завораживающую пестроту. На доспехе Аргилтала присутствовали такие же отметины, хотя священный багрянец куда лучше скрывал повреждения. Он все время шевелил рукой, сгибая локоть с неприятным скрежетом проводки из пучков волокон, чтобы не дать сочленению застопориться. Тут не было официальности, которая столь часто встречалась в других легионах. Возле черного железного алтаря располагалась золотая табличка с изящно выведенной надписью на колхивском. Здесь все равны перед взглядом богов. Ларгар прохаживался среди книжных полок, поглаживая пальцами корешки тесно стоящих книг в кожаных переплетах. Аргилтал и Кхарн переглянулись. На кисти Ларгара вновь была бледная кожа, ставшая золотистой от рунических татуировок. На плоти не осталось никаких следов плазменных ожогов. «Двадцать шесть миров пали», — обратился носитель слова к брату, сыну и племяннику. «Арматура была одной из последних. Похоже, можно будет насчитать и другие, поскольку наши флотилии задерживаются в арте. Но сейчас до нас начинают доходить цифры, и обстановка такова. «Двадцать шесть миров повергнуто, их население вырезано, и их боль молитвой проникает в Империи». Ангрон бросил взгляд наверх. Его налитым кровью глазам не стало легче от темноты и медленного танца двух кораблей легионов над головой. «А что с Калтом?» «С Калтом двадцать семь», — поправился Ларгар. «Нет, попытки пожирателя миров сконцентрироваться напоминали войну, идущую на всем изуродованном лице. Войну, ведущуюся тиком и спазмами, а также медленным низким рычанием. Нет, я имел в виду шторм. Ты говорил, что на Калте был варп-шторм. Он не разрастается, как ты обещал». Ларгар продолжал на ходу читать надписи на корешках книг. «Песнь еще не достигла пика, однако аналогия явно тебе недоступна. Лучше представь себе, что вся эта бойня памятник, пирамида, она не будет завершена, пока не установят верхний камень. Лишь тогда он укажет на звезды». Ангрон издал раздраженное ворчание. Кхарн вздохнул. «Хорошо, хорошо», — усмехнулся Ларгар. «Так, чтобы понял даже ребенок. Все, что мы тут делаем, отдается в варпе. Однако наши реальности все еще разделены пеленой. Ритуальная просьба высвободит используемую нами энергию и откроет путь, по которому варп хлынет в материальную вселенную». На Калте Эриб и Корфаэрон убили Солнце, что послужило верхним камнем их ритуала. «Когда запылает достаточное количество из пятисот миров, я сотворю собственный верхний камень. Но это должно быть гораздо величественнее, чем медленная смерть Калта». Он скинул исцеленный палец, упреждая еще не успевшие прозвучать вопросы. «Не спрашивайте, что именно, я сам еще не знаю. Вероятнее всего смерть, обладающая монументальным символическим значением». «Предположение вызвало у Ангрона ухмылку. Как буднично ты теперь говоришь о разрушении, гор бы гордился». В ответ Ларгар вежливо улыбнулся. «Что дальше, мой повелитель?» Спросил Аргел. Его двойной голос странно вел себя внутри собора. Низкий и звучный, почти человеческий голос разносился по залу. Урчащее же шипение демона нет. «Мы снова разделим флот. Как только мы заберем свои силы и технику с поверхности арматуры, а остатки населения будут освещены по образу пантеона, то двинемся к следующему миру. Однако нам больше не понадобится эта армада. Благословенная Леди и Трисогеон сами по себе флот. А в Ультрамаре нет планет, которые защищены так, как арматура. Военный мир мертв, и мы можем перемещаться флотилиями меньшего размера. «А дальше», — настаивал Ангрон. «А дальше, брат мой, мы просто все повторим». Пожиратель миров лязгнул зубами, кусая воздух. «С твоими сверхкораблями и двумя нашими легионами мы могли бы просто уничтожить Маккраг». «Верно», — согласился Ларгар. «Но я бы задался вопросом, какой в этом смысл. Тринадцатый набирает рекрутов по всем пятистам мирам. Гибель Маккрага станет бессмысленным символизмом. Есть ведь еще и сам Желеман. Знаешь, он уже движется среди звезд, преследуя нас. Мой хор Астропатов поет о возмездии Калта, которая оседлала ветер варпа». Кхарн, наконец, заговорил. «Уничтожение Маккрага ничего не даст. Это всего лишь один мир из пятисот». «Но это символ», — возразил Аргелтал. «Я согласен с лордом Ангроном. Следующим мы должны уничтожить Маккраг». «Это трата времени», — отозвался Кхарн. «Символ чего? Что такое докажет его гибель? Чего не доказали Калт и Арматура?» «Калт был символом надежды на будущее. Арматура была самым укрепленным оплотом обучения и набора. Мы доказали все, что нужно, и сокрушили все значимые символы. Если требуется уничтожить населенные миры, да будет так. У нас есть тридцать флотов, которые опустошают ультрамар. Так давайте же не будем делать из Маккрага что-то большее, чем далекий шар из унылого камня». Ангрон снова перевел взгляд на Ларгара. В уголке его рта виднелась нитка слюны. «Просто сотвори свое проклятое заклинание», — сказал он брату. «Окутай ультрамар хаосом, который обещал. Расширь шторм, и хватит этого дурацкого колдовства». Ларгар вздохнул. «Ангрон, если ты еще раз произнесешь в моем присутствии слова заклинания или колдовство, я буду вынужден убить тебя за непростительное невежество. Мы занимаемся метафизикой, на которую опирается реальность, самыми основами творения, а не ужимками глупцов, которые достают монетки у детей из-за ушей». Примарх Пожирателей Миров выдернул книгу с ближайшей полки и перелистал страницы, не прочитав ни слова. «Мы занимаемся дурацкой мистикой», — категорически заявил он. Было видно, что Ларгар раздраженно улыбнулся под капюшоном. «Слушай и учись». Он произнес одно единственное слово, чуть громче шепота, но оно сбило Ангрона и остальных с ног ураганным порывом ветра. Три книжных полки взорвались, буквально разлетевшись на куски шквалом расщепленной древесины и измельченного в пыль пергамента. Кхарн сумел прервать скользящее падение, зацепившись кончиками пальцев за щель между двумя мраморными плитами пола. Аргелтал и Ангрон пролетели мимо него. Их скребущие окремовый камень-доспехи рассыпали искры. Ветер из ниоткуда исчез так же внезапно, как и появился. Кхарн первым поднялся на ноги. «Я... я знаю этот язык», — сказал он Ларгару. «Сомневаюсь, Кхарн», — с неожиданной вежливостью отозвался примар. «На нем», — говорил Аргелтал, — произнес Кхарн, — «на арматуре». «А, тогда тебе кое-что известно о его силе». Ларгар подождал, пока брат и его сын не вернутся к ним с другого конца помещения. «Вот что я имею в виду, брат мой. Реальность подчиняется определенным законам. Гравитация, электромагнитная сила, ядерные взаимодействия, причина и следствие. Если я сделаю вдох, мое тело преобразует воздух в жизненную энергию. Если только я не буду слишком слаб или болен для продолжения процесса. Существует миллионы законов, которые ведомы лишь наиболее просвещенным. Магнус знает гораздо больше, чем даже я. Однако я изучил достаточно. Это не колдовство». Он буквально насмехался над словом. «Это манипуляция безграничным потенциалом. Который является источником всех реальностей. Смещение компонентов из вселенской плоти и крови и божественного царства чистого эфира и чувств». Ангрон несколько секунд молчал. На его жестоком лице читалась озадаченность. «Этот шум, который ты издал», — в конце концов сказал он. «Это слово. Что это было? Лучше будет, если я не стану его повторять», — сардонической улыбкой произнес Ларгар. «Я только что уничтожил чрезвычайно ценные книги, и мне не хотелось бы потерять еще больше их». При виде выражения на лице брата улыбка Ларгара стала более искренней. Некоторые слова и звуки сотрясают основы реальности. К примеру, образ и значение ста одного слепца, которые задыхаются и судорожно хватают воздух, пока одновременно тонут, являются именем конкретного мелкого гемонического принца. Если сжать этот шум и его смысл в один звук, то его может оказаться достаточно, чтобы привлечь внимание данной сущности и облегчить ее призы. «Только что произнесенное мной слово такое же. Я вижу в твоих глазах вопрос. И да, я могу обучить тебя этому языку». «Так вот, как вы исцелились», — непроизвольно вырвалась Укхарна. Ларгар кивнул, не откидывая капюшона. «Да, однако боль была неописуема. Будь я смертным в обычном понимании этого слова, меня бы убила сама попытка. Срастить кожу и плоть, мышц, в принципе, несложно, но за все приходится платить». Ларгар забрал он Гронотом и поставил его на одну из уцелевших полок. «Сейчас нас прервут». Громадные двойные двери распахнулись, и все обернулись. Вошедший носил пепельно-черное облачение капелланов 17-го легиона и держал в руке серебристый Крозиус. Шлем покоился на сгибе второй руки, не скрывая сурового и образованного лица. Без шлема воин не смог полностью скрыть удивление, когда увидел, кто стоит рядом с его примархом. «Мой господин», — произнес новоприбывший, низко поклонившись Ларгару. «Эрик!» — поманил его Ларгар. «Страдания солнца Калта и миллионов погибших на поверхности самой планеты разносятся по варпу. Тайная песня возвестила о твоих деяниях». «Я польщен, повелитель!» Эрик почтительно поклонился Ангрону. Харн с Аргелом Талом удостоились взгляда и кивка. Калт превзошел все ожидания. Ларгар едва заметно улыбнулся, обнажив узкий полумесяц белых, словно фарфор зубов. «Превзошел все ожидания? В самом деле? Позволь же спросить, почему в таком случае мелодия варпа не поет об этом результате?» Строгий взгляд Эриба метнулся на прочих, собравшихся у примарха. «Нам нужно поговорить, повелитель!» «Мы и так говорим, Эрик!» Вновь мимолетный взгляд. «Наедине, сир!» «Тема нашего разговора может не предназначаться для непосвященных!» Ларгар улыбнулся со всей покровительностью и терпением, на которые когда-либо было способно живое существо. «Просто говори, первый капеллан!» Это заметили все. Миг, когда Эрик вытянулся и насторожился, ощутив, что что-то идет не так. Ангрон ухмыльнулся при виде дискомфорта воина-жреца. Кхарн и Аргелтал хранили непоколебимое молчание. «Гибельный шторм рожден!» Заявил Эрик. «Да!» Отозвался Ларгар. «Но расскажи мне о великом успехе, который ты упомянул!» «Где твой корабль, Эрик?» «Где длань судьбы?» Ларгар глянул в небо, где флот отдыхал в черноте. «Странно, что я ее не вижу!» Эрик улыбнулся, тонкие губы побелели, сжавшись. «Полагаю, что вместе с Корфаэроном и Инфидус Император. Ну, разумеется. А Корфаэрон, несомненно, победоносно кружит вокруг Калта. Не так ли? Он принес моего брата Желемана в жертву Пантеону, да? Сир! Успокойся, Эрик! Я всего лишь хочу разделить с тобой этот миг триумфа. Итак, Калт Пау, с ультрадесантом покончено, а Желеман мертв. В конце концов, именно таков был ожидаемый результат, о превышении которого ты заявил. В таком случае ты заслужил похвалу. Я опасался, что ты не смог убить моего брата, потерял половину отданного тебе мной флота при контратаке ультрадесантников и бросил десятки тысяч моих сынов и смертных слуг на облученные поверхности Калта, сбежав в мальстрим. Эрик сглотнул и промолчал. Но это означало бы оставить их на смерть, продолжал Ларгар. Без подкреплений, без эвакуации. Все Галворбак, проведшие многие месяцы жизни в постах и молитвах, которые резали собственную плоть, готовясь к возможности вкусить божественной крови, они бы сгибнули, не правда ли? — Ангрон посмеивался, со злобной улыбкой наслаждаясь сценой. — Сир! — начал было Эрик. Ларгар вскинул руку. — Я тебя не виню, Эрик. Не бойся. Ты добился базового успеха, который от тебя требовался. — Мой повелитель! Корфаэрон просит подкрепление. Примарх отвернулся. И шелк капюшона мягко зашуршал. Харну потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что Ларгар смеется. — Подкрепление! — фыркнул он. — Подумать только! — Ультрадесантники преследуют наших выживших. Ларгар снова посмотрел на застывшее лицо сына. — Не сомневаюсь, что так и есть. Так случается, когда убегаешь. Враги пускаются в погоню. Он фантазер, если верит, будто я стану гробить корабли из жизни, чтобы спасти его от участи, которую он так старался заслужить. Когда будешь в следующий раз с ним общаться, передай мои соболезнования и сообщи, что мое бессердечие — расплата за неудачу. Ты свободен, Эрик. — Сир! — в третий раз произнес Эрик, собираясь с духом. — Нам еще многое нужно обсудить. Что с Сигмусом Прайм? Опять это название. Пестро-золотистые глаза Ларгара сузились. Меня не волнует Сигмус Прайм. Это пустая затея. На лице Эрико снова появилась спокойная и уверенная полуулыбка. Мы с магистром войны уверены. Эрик со вздохом прервал Ларгар. Ты не убьешь ангела, не просветишь его легион. Ты думаешь, будто знаешь моего брата лучше, чем я? Первый капеллан не проявил никаких эмоций. Его суровая маска осталась непоколебимой. Повелитель, я ходил путями десяти тысяч в будущее. Я видел такие варианты развития событий, где ангел падет, и такие, где он сражается на нашей стороне. Если мы сумеем спланировать события в соответствии с этими путями... Ларгар покачал головой, и его капюшон пошевелился. Ты не слушаешь, Эрик. Я только и делаю, что слушаю. Я слышу богов так же ясно, как и ты, Аврелиан. Или ты забыл об этом? Он произнес эти слова мягко и даже дружелюбно, но они разнеслись по всей базилике, словно удар молота. Аргел тал напрягся, почувствовав, как губы растягиваются, обнажая удлиняющиеся зубы. Керамид искорежился и заскрипел, когда сквозь поверхность доспеха начали пробиваться ребристые кости с вырезанными на них рунами. Из лопаток взметнулись два громадных крыла летучей мыши, созданной из алой металлоплоти с синими прожилками вен. Кровавый пот начал капать с их на белокаменный пол. Ты! — зарычал он двумя голосами, главным из которых явно было шипение демона. Ты смеешь? Ларгар вздохнул и поднял руку. Нет, Аргел тал. Раум, оба умерьте гнев, прошу вас. Бесшумно сложив крылья, повелитель Галл Ворбак несколько мгновений яростно смотрел на Эриба. Напряжение спало после очередного неприятного смешка Ангрона. «Как прикажете, сир?» — наконец ответил Аргел тал. Его голоса пребывали в неустойчивом равновесии. Изменение обратилось в пять, все с тем же сопротивлением холодного металла, форма которого менялась против его воли. «Я не стану спорить с тобой, Эрик. Мне известно, что ты, Корфаэрон, и ваш старый друг, Калла Стефон, цепляетесь за веру, будто были просвещены первыми, а потому обладаете уникальным правом вертеть самой судьбой. Однако я дам тебе последний совет. Тебе решать, послушать его или нет. Ты не просветишь сангвиния». Ларгар сделал пас в воздухе перед собой. Там замерцал образ увенчанного ореолом воина, облаченного в доспех цвета яркой крови и окруженного величественными, первозданно белыми крыльями. Взгляни на него, что ты видишь? Ангела! Ангела! Во вселенной, где по утверждению императора нет богов. В империуме, где величайшие и мудрейшие представители нашей цивилизации избавились от пут религии. Сангвини является бы нечто славное и сверхъестественное, которое не должно существовать. Моему брату известно об этом. Он это чувствует. Он слишком умен, слишком эмоционален, чтобы оно прошло мимо него. Ларгар опустил голову. Тень капюшона накрывала его лицо до самого подбородка. Император, при всех его многочисленных изъянах, хорошо знает своих сыновей. Гор был избран стать магистром войны, поскольку он лучший из нас. В горе все пребывает в гармонии, однако при этом каждая грань доведена до совершенства. Сангвини такой же. Он затмевает своими добродетелями остальных из нас, ибо кто может сравниться с ним изяществом, милосердием, пониманием людей. И все же наш брат неуравновешен. Неуравновешен в самой сути. Он воплощает собой самое лучшее и худшее из того, что означает быть примархом. Он самый благородный из нас, но и самый напуганный. Великолепное создание, порабощенное неуверенностью в себе. Ларгар снова сделал жест, и сияющий образ Сангвини исчез. О да! Ангел праведен, силен и прекрасен практически во всех отношениях. Однако в его сердце есть злокачественная слабость. Слабость, о которой известно лишь немногим из нас. Сангвини хранит верность отцу из-за безупречной любви и безупречного благородства. И будь это все, его еще можно было бы обратить или убить. Как ты этого хочешь, сын мой. Но ты не задумываешься о том, что он также верен из-за абсолютного страха. Он боится причины, по которой обладает крыльями. Боится того, что они могут олицетворять. Боится, что при его создании что-то пошло ужасно не так. И боится эффекта, который это могло оказать на его генетических сыновей. Ангрон глядел на Ларгара с неприкрытым вниманием. На мгновение позабыв о вызванном гвоздями огне внутри черепа. Эреб хранил твердое молчание. Неуверенность, которая, быть может, привязывает Сангвиния к императору сильнее, чем всех прочих сыновей, состоит в том, что он думает, будто должен доказать больше всего. Ларгар посмотрел на гладкую кожу своих рук, покрытую золотой тушью, и мягко выдохнул. И все же, если сравнивать с прочими из нас, это не так. Владыка несущих слова снова перевел взгляд на Эреба. Из-под капюшона блеснули его глаза. «Послушай меня хотя бы сейчас. Вы с Корфаэроном слишком много вкладываете в дурацкие гамбиты. Я знаю, что Корфаэрон пытался просветить Желемана, а не убить его, как было приказано. Его неудача разнеслась в арпе, как неблагозвучная нота в уже несовершенном произведении. И мне известно, что из-за своей неуклюжей попытки обращения, он лишился возможности нанести смертельный удар. «Ларгар, история повторится. Если ты бросишь все на Сигму Спрайм, то выиграешь не больше, чем Корфаэрон на Калки. Теперь этого уже не изменишь. Однако я ведь предупреждал вас раньше. А теперь иди!» Капеллан стоял в ошеломлении. На его лице читалось сдержанное потрясение. Наконец он низко поклонился и спросил соизволения удалиться. «Ну, разумеется!» – мягко произнес Ларгар. Эреб развернулся, чтобы уйти, но его остановил на смешливый грохот голоса Ангрона. «Ты удачно прибыл, жрец!» – пожиратель миров буквально выплюнул последнее слово. «Как раз вовремя, чтобы пропустить драку! Скажи ко мне, не стал ли ты после всех молитв и мелких предательств больше проповедником, чем воином?» Эреб вышел из помещения, ничего не ответив. Ангрон наблюдал за ним. Металлические зубы повлескивали в злобной улыбке. Когда двери закрылись, Ларгар обернулся к Аргелу Талу, посмотрев тому в глаза. «Сын мой! Истинный сын!» «Отец! Скоро Эреб что-то тебе предложит!» «Я вижу это в его глазах и чувствую в сердце, хотя подробности остаются для меня недоступны. «Откажись! Сколь бы велик ни был соблазн, какое бы искупление не сулило его предложение, ты должен отказаться!» «Я так и сделаю, повелитель!» Ларгар доброжелательно улыбнулся, сияя золотом. «Я знаю! А теперь возвращайтесь к своим делам, друзья мои! Нужно готовиться сжечь этот мир и двигаться к следующему!» Кхарн пробирался через суматоху, творящуюся на мостике завоевателя. Тела убрали, а пятна очистили. Но он еще чуял запах разорванной плоти, пролитой крови и вонь отходов из-за порожненных кишок. Смерть оставалась на борту, невзирая на все усилия системы очистки воздуха. Под потолком болтались и искрили кабели. Целые блоки экранов и консолей превратились в дымящиеся куски металла. Пол и стены были испещрены лазерными ожогами и дырками от пуль, которые перемежались более глубокими воронками от огня болтера. Последних было меньше, поскольку у ультрадесантников был богатый выбор целей. Лотара сидела на своем троне над этим безумием. Кхарну никогда не доводилось видеть ее настолько злой. В том, как она переводила свой гнев в холодное кипение, было что-то почти хищное. Ей не было нужды что-либо говорить. Даже не было нужды хмуриться. Ее настроение становилось очевидно, по льду во взгляде и тому, как она сидела на троне, продолжая наблюдать, наблюдать и наблюдать. Кхарн остановил свое аккуратное продвижение, когда увидел, что возле трона стоит на страже лорки. Он поднялся по ступеням, в первую очередь отдавая дань уважения дредноуту, а не капитану. «Магистр легиона», – произнес он, ощутив странный позыв преклонить колени. «Слишком много времени с несущими слова», – подумалось ему. «Вы с нами!» Капитан пробудила меня. Я слышал про Долваруса и Триариев. Он бросил взгляд на наблюдавшую за ними Лотару. «Многое изменилось с тех времен, когда вы в последний раз ходили среди нас, сэр». Контемптор издал звучный лязг фиксирующихся сервоприводов. Это показалось Кхарну проявлением неудовольствия, хотя он не знал почему. «Я вижу, ты был занят, Кхарн!» Это было вовсе не то добросердечное воссоединение братьев-офицеров, которое ожидал Кхарн. Он посмотрел на Лотару. «Ангрон идет! Он просит вас приготовиться к бомбардировке планеты через 12 часов!» Она подалась вперед на троне, широко раскрыв глаза. «Это шутка! После всего этого вы хотите, чтобы я сделала то, что следовало сделать с самого начала?» Он был не расположен вдаваться в метафизические подробности насчет разноса боли и духовного отражения эмоциональных мучений. Не то чтобы он этого не понимал, однако не был уверен, верит ли. «Приказ Ларгара. Он слишком устал, чтобы улыбаться. Мир истекает кровью, и все оставшиеся в живых забились в норы. Он хочет сжечь их за грех трусости и выжить последние струйки страдания», — подумал он. «Кхарн!» Она глядела на него с беспомощной яростью в глазах. «Что мы тут делаем? Что это за война?» Ему было нечего ответить. Во всяком случае, ничего практического. «Новое», — сказал он. Она не успокоилась. «Безумное! Все пошло не так после Иства на три, после того, как мы примкнули к гору». Харн перевел взгляд с капитана на контемптора, однако промолчал. Левобортовые двери мостика больше не скрежетали по мощным направляющим при открытии, поскольку их сняли со стены и забрали на ремонт. Ангрон вошел в сопровождении следующего за ним запыленного техножреца. Закутанный в рясу адерт держал руки сцепленными в рукавах. Шагая за примархом и почти что шарахаясь от мускулистой громады тела пожирателя миров, «Кхарн!» — рыкнул Ангрон на весь заваленный обломками зал. «Этот в красной рясе тебя искал!» Примарх оставил кланяющегося жреца у разрушенных дверей, а сам двинулся сквозь хаос, в который превратился его мостик. Он коротко лающих хохотнул при виде опустошения. «Как это случилось?» Лотаров стало с трона, глядя на Ангрона с центрального возвышения. Делварус и Триарии совершили несанкционированную высадку, присоединившись к атаке на поверхности. Пока их не было, нас взяли на абордаж. Ангрон подошел к висящей на кабелях Лерали, прикованной к консоли Ауспика. Он положил тяжеловесную руку ей на плечо с мягкостью, в наличие которой у него не поверил бы никто из братьев. «Ты не ранена?» Искалеченная девушка, хирургически встроенная в стол, откинула грязные волосы с лица. «Нет, Сир», — ответила она, совершенно не испугавшись стоящего перед ней полубога. Ангрон неприятно ухмыльнулся и оглядел мостик. «И где сейчас Делварус?» «Я посадила его под арест в каюте». Примарх издал короткий лающий смешок, явно развеселившись. «Мне это нравится». Он начал подниматься на возвышение, оказавшись перед лорки. Контемптор возвышался над примархом. Однако ничто живое или мертвое никогда не заставляло Ангрона казаться меньше. «Лорки из псов войны». «Ангрон из пожирателей миров». «Славно выглядишь, старый воин, но все так же в устаревших цветах, да?» Ангрон постучал костяшками пальцев по горделивому волку в ошейнике на железном теле дредноута. Инстинктивно среагировав на дискомфорт от прикосновения, комби-болтеры-лорки перезарядились с двухголосым металлическим грохотом. «Я должен тебя поблагодарить за защиту моего корабля?» Поинтересовался примарх. «Я мало что сделал. Твоя благодарность должна предназначаться остальным первым дредноутам и 2071 человеку, которые лишились жизни, отбивая нападение». Ангрон поднял кисть с покрытыми коркой с уставами к виску, чувствуя возвращение тупой боли. «М-м-м-м...» «Ты все такой же жалкий ублюдок, лорки!» «Я умер. Теперь уже немного поздно меняться». Дредноут заставил свое железное тело со скрежетом поклониться, на сей раз лотарик, и двинулся вниз по широким ступеням. «Я должен идти. Мне нужен ремонт». Ангрон ощутил, как палуба содрогается от поступи контемптора. Ему остро вспомнилось, каково было сражаться с подобным созданием. Истванская компания оказалась столь поучительным опытом. «Капитан», — произнес он, — «через двенадцать часов наша бомбардировка оставит от арматуры лишь воспоминания. Посыпь землю солью, лотара». Она откинулась на троне, со стуком пристроив ноги на одном из подлокотников, и посмотрела на него. «Как пожелаете». Часть вторая. Но Церия, родной мир. Спустя три дня после осады арматуры. Тринадцать. Кости. Аргилтал всегда посещал ее гробницу в одиночестве. Его шаги эхом разносились по сводчатому залу, отражаясь от готических стен с каменными ребрами. Выполненные в натуральную величину изваяния, прославленных павших наблюдали, как он проходит мимо. Железные лица вглядывались в освещенные свечами полумрак. Он знал их всех по именам. Некоторые были его друзьями и братьями, погибшими случайно, или же принесшими себя в жертву. Он прошел мимо одного из таких памятников, возведенного в память Аксафини из Галворба, капеллане Ордена Зазубренного Солнца. Воин-жрец стоял, опираясь ногой на треснувший на грудник статуи гвардейца-ворона и воздев Крозиус к небу. Голова капеллана была опущена. Он не смотрел на убитого им легионера, отвернувшись с некоторой задумчивостью. Искусно воссозданный в темном металле Ксафин выглядел почти что сожалеющим, что не переставало веселить Аргилатала всякий раз, когда он это видел. При жизни брат обладал множеством особенностей, но склонность, к сожалению, не входила в их число. Среди носящих алые цвета легиона еще не было более фантастического создания. Ксафин получил удовольствие даже на истовань, рассматривая его как испытание веры. Он насладился этим испытанием и прошел его по собственным строгим меркам. Под именем располагалась табличка с неровной колхидской клинописью. Он вступал в местах, где боги встречаются со смертными. Проходя мимо, Аргилтал протянул руку и мягко коснулся костяшками нагрудника мертвого брата. Он еще несколько раз повторял это движение, минуя статую Галворбак, погибших на истованье. Первых Галворбак – воинов с демонами в сердце, изуродовавших собственные души первыми опасными шагами в преисподнюю. Не те оболочки для гемонов с разбавленной кровью, которых он выращивал для ларгаров последние годы. Они были Галворбак по крови и названию, но не по духу. Они не совершали паломничества и обрели силу, не понимая, чего она стоит. Дойдя до гробницы, он присел перед резным изображением. Многие из прочих статуй были выполнены из позеленевшей от патины меди или же блестящего кованого железа, но ее изобразили в чистом мраморе. Глаза были скрыты повязкой, которую она редко надевала, приспособившись к жизни без зрения, предпочитая просто держать глаза закрытыми. Никаких вычурных или пылких пост, в которых стояли сотни павших несущих слова, увековеченных в громадном зале. Напротив, она оставалась хрупкой, изящной и белоснежной во мраке, протягивая руку, чтобы успокоить всякого, кто искал перед ней покоя. «Керена Валантион», — сообщала табличка, — «исповедник слова приняла мученическую смерть от рук личных стражей императора за прегрешение, состоявшее в видении истины. Даже находясь на пьедестале, она была ниже стоящего, полный рост аргела тала. Кончики пальцев прошлись по мраморным волосам, и керамид мягко погладил камень. В прикосновении не было любви или тоски. Если уж на то пошло, оно было извиняющимся. Как всегда, когда навещал ее, он вынул меч, оборвавший ее жизнь, меч, который теперь стал его собственным. И так же, как и всегда, он ощутил горячий прилив желания просто переломить оружие об колено и бросить. Он устоял, поскольку боль от обладания клинком сама по себе была уроком. В расположенном глубоко в недрах Фиделитас Лекс, зале памяти, который непочтительные рабы именовали залом заднего ума, когда рядом не было несущих слов, которые могли бы услышать, находились кости почти тысячи героев легиона. Лишь одна статуя стояла над оскверненной каменной гробницей, принадлежавшей единственной смертной, которую похоронили среди 900 легионеров. Ее кости унесли, культисты, фанатики, можно называть как угодно. Они пробрались в зал, забрали кости и провозгласили ее святой пантеона, первой мученицей, как они говорили. Ее священное имя шепотом повторялось среди огромного смертного населения флота несущих слова, поскольку ей принадлежала сомнительная честь участи первого человека, которого подручные императора убили за вознесение молитв к пантеону. Как будто все было так просто. Он поднялся на ноги, не отводя взгляда от изваяния убитой девушки. Аргел Тал никогда бы не забыл ее последних слов. Он часто о них думал. Не о том незамысловатом письме, которое он обнаружил только через три дня после ее гибели, а о самых последних словах, сорвавшихся с ее окровавленных губ. Что они с тобой сделали? Она произнесла их с улыбкой, со слабой улыбкой девушки, знающей, что умирает. Ее руки оторвались от лицевого щитка шлема, оставив кровавые пятна там, где она прикасалась к демонической маске, в которую превратилось его лицо. Что они с тобой сделали? Кого она имела в виду? Богов? Примархов с их отчаянной гражданской войной? Его собственных братьев? Что они с тобой сделали? Мысли о Керене расшевелили зверя внутри. Раун, вторая душа в его теле, пробудился рывком, будто животное. Охота! Существо говорило, трепещущим змеиным шепотом, поглаживая словами разум Аргела Тала. Нет, я в ее гробнице. Мы целыми днями охотились на арматуре. Твой голод никогда не утихает. Раун вел себя, скорее раздраженно, чем насмешливо. Ты так сентиментален, брат. Разбуди меня, когда снова польется кровь. Он ощутил, как сущность сворачивается в клубок, снова уменьшаясь в размерах. Однако, несмотря на свои слова, демон не спал. Раун намеревался безмолвно лежать, наблюдая глазами Аргела Тала. Так продолжалось еще несколько минут. Когда Аргел Тал услышал шаги, Раун вновь развернулся, неожиданно придя в раздражение. Кто-то идет. Несущий слово почувствовал, как демон тянется за пределы черепа, Словно принюхивающаяся гончая. А-а-а, это обманщик. Здравствуй, Эрик, не оборачиваясь, произнес Аргел Тал. Мальчик мой, раздался голос позади. Рад тебя видеть. Он лжет. Я знаю. Он боится, что ты отвергнешь его, как сделал отец Ларгар. Я знаю, Раун, я знаю. Эрик стал рядом с ним, присоединившись к гению возле статуи девушки-мученицы. Что произошло на арматуре? Голос первого капеллана был сдержан, каким-то образом сочетая холодность с отсутствием враждебности. Пожиратели миров сообщают об ужасных потерях, и я слышал, что многие из них требуют крови нашего легиона. Что пошло не так? Аргел Тал помассировал утомленные глаза большими пальцами. А что постоянно не так с пожирателями миров? Они пошли вперед слишком далеко и слишком быстро. Ультрадесант и силы арматурской гвардии, которые пытались обойти нас с фланга, вместо этого хлынули в брешь между двумя нашими легионами, воспользовавшись возможностью разделять и властвовать. Пожиратели миров угодили в сотню ловушек, пока мы были заняты медленным продвижением, сражаясь с армией другой половины города. К моменту, когда мы пробились, скажем так, возобладал нрав двенадцатого легиона. Рапорт Кхарна скверно характеризует наш легион. Разумеется, ведь мы не смогли поддержать союзников. А мой рапорт будет скверно характеризовать пожирателей миров, поскольку те ударили вперед без нас. Вряд ли мы станем хвалить друг друга за идеальное проведение крестового похода. Аргел Тал, наконец, повернулся к Эребу. На смуглом лице играла легкая улыбка. Что произошло на Калке, учитель? Как вы потерпели столь катастрофическую неудачу? Эреб повернулся к статуе Капитана Несущих Слово, который пал на Истване 5. Мы породили Варп Шторм, который отделит Ультрамар от остального Империума. Это деяние имеет такой эфирный масштаб, что для начала ритуала пришлось умертвить Солнце. Где здесь неудачи? Демон внутри тела Аргела Тала пополз по кровеносной системе, обжигая вены. Он знает, что не справился. От него исходит стыд, как будто пар от теплой кожи на морозе. «Желеман жив», — ответил Эребу Аргел Тал, — «сколько тысяч ты бросил на Калке, и ваш флот раздолблен». Можно простить лорду Аврелиану, что он видит обе стороны медали. Эреб обошел вокруг статуи Кирена, сохраняя свое вечное спокойствие. «Почти что в каждом варианте будущего ты умираешь на Терри». В ответ Аргел Тал только ухмыльнулся. «Я знаю. В последний день не будет более славного места». Эреб приподнял тонкую бровь. «Ты принимаешь эту судьбу?» Примарх видел ее в волнах варпа. Он утверждает, что это всего лишь один из возможных итогов. «Но то же самое говорит Ираум. Мне суждено умереть в тени громадных крыльев». «Это правда, брат. Мы умрем в тени громадных крыльев». «Знаю. Я тебе верю». Аргел Тал указал на статую. «Зачем ты пришел? Чтобы увидеть исповедника». «Чтобы увидеть тебя, мальчик мой». На Эребе была монашеская ряса, а не боевой доспех. Красный шелк не спадал длинным царственным потоком, словно кардинальское облачение из многих эпох ложной веры древней Терры. «Хватит этого, мальчик мой, учитель. Те дни прошли». «Ты в броне», — заметил Эреб. «Даже здесь». Повелитель Галворба кивнул. «Я больше не могу ее снять. Она стала частью меня, словно шкура или чешуя». Он скорее почувствовал, чем увидел, что Эреб улыбается. «Восхитительно», — произнес капеллан. «Это произошло после арматуры. Не знаю, почему». «Мы должны его убить», — выдохнул Раум. «Как жаль, что это действительно заманчиво». К поясу Аргела Тала был пристегнут бронзовой цепью огромный том в переплете из кожи. «Тебе следует это прочесть». Аргел Тал отцепил книгу и протянул ее бывшему наставнику. «Книга Ларгара». Эреб не сделал попытки взять ее. Я ее читал. Многие страницы переписаны мною лично. Нет, Аргел Тал не убирал книгу. Это та редакция, которой он поделился с другими примархами. Его почерк, его философия, записанная чернилами, не твоя, не Корфаэрона, не просто то, что диктуют боги. Подлинная книга Ларгара, священный текст, который будет служить легиону, средством толкования в грядущие тысячелетия. Он называет его «Тестаментум веритас». Эреб принял книгу обеими руками, но не стал ее открывать. «Ты так в него веришь. А ты говоришь так, словно ты неб. С каждым разом, когда я встречаюсь с сыновьями императора, я все меньше в них верю. Хоть они и заявляют, что олицетворяют собой воплощение совершенства, но они также и увеличены изъяна человечества. Взгляни на горы. Галактика пылает из-за его амбиций. А не потому, что я устроил так, что его ранили отравленным клинком. Второе просто ускорило первое. А посмотри на Русса. Чистота и дикость волка. Но при этом он присмыкается у ног императора, умоляя, чтобы ему дали вожака». Аргелтал не имел желания спорить о достоинствах и недостатках восемнадцати отцов, особенно в этом святом месте. Он продемонстрировал свое неодобрение молчанием. «Очень хорошо», — уступил Эриф. «Я хотел с тобой поговорить, поскольку мне нужна твоя помощь». Аргелтал не отводил глаз от статуи. «Ну так говори». «Как я уже сказал при Ларгаре, я бродил по десяти тысячам будущих. Во многих из них, если события пойдут по такому пути, мы потерпим поражение на Терри. Гор падет, а верные ему легионы разобьются об имперскую наковальню. Нас не просто изгонят, Аргелтал. Нас целиком вырвут из аналов Империума. Наши имена станут легендой, потом мифом, а затем полностью забудутся». Воин Галворбак слушал, как и демон внутри него. Эриф продолжал говорить, разглядывая своими мудрыми глазами копию Кирены, выполненную из чистого мрамора. «С самого начала мы направляли Ларгара, Мартариона, Фулгрима, Гора и прочих. Группа искушенных и понимающих стояла подли императоров, руководя их поступками и решениями. Кала Стифон в Гвардии Смерти, пусть и без их Библиариума. Созданный Фабием замысел совершенства пленил воображение Фулгрима и захватил детей Императора. Мы сыграли на их гордыне, равно как и на страхах. Но теперь, когда нам следует действовать совместно, Ларгар отделяется». Аргелтал покачал головой. «И ты хочешь, чтобы я вернул его обратно?» «Римарх самостоятелен, Эрик. Он стал сильнее после Иствана. Избавься от своей трусливой потребности контролировать его. И просто гордись, что он стал тем, кем был рожден Стайк». Эрик ощутил замкнутость бывшего ученика и изменил доводы. «Не так грубо», — произнес Капеллан. «Однако мы должны направлять его. Только и всего. Во всех вариантах будущего, где мы проигрываем, Ларгару позволяли манипулировать событиями по собственной прихоти. Вот почему мы должны повергнуть Сангвиния на колени, на Сигму Си Прайм. Во что бы там ни верил наш отец. Мы проиграем войну во многих из тех будущих, где Ангел доберется до Терры». Аргелтал впервые на своей памяти проявил предельную и жесткую искренность по отношению к человеку, который обучал его на протяжении многих лет. «Мне это безразлично. Я не планировщик и доверяю замыслу Ларгара гораздо больше, чем твоему. Но мы должны формировать события в соответствии с...» «Мы же сказали, что нам все равно!» В глазах Аргелтала полыхнуло расплавленное серебро. Это были глаза Раума. «Мы пришли сюда помолиться, обманщик! Ты оскверняешь святость этого места своим змеиным языком!» «Серебро померкло!» «Так тебя называет Раум!» Подтвердил Аргелтал. «Ясно! В таком случае я более тебя не побеспокою, мальчик мой!» Эрик начал уходить, однако в последний момент замешкался. Он рискнул коснуться плеча Аргелтала. Воин и обитающий внутри офицера демон позволили ему это. «Я буду делать то, что должен, чтобы организовать события по своему разумению, поскольку не собираюсь проиграть войну за дух человечества из-за того, что другие слишком слепы, чтобы узреть свет. «Я всего лишь хотел, чтобы ты был на моей стороне, Аргелтал!» Глазные линзы Аргелтала, обладавшие синевой колхидского неба, встретились с глазами бывшего учителя. «Тебя всегда сопровождает смерть. Кто должен умереть на сей раз? Чья гибель направит судьбу по избранному тобой пути? Многим жизням придется оборваться, пока мы не поднимем флаг гора над стенами Теры. Почти все они сражаются на той стороне. «Почти, не все!» Эреб вздохнул, как будто не желая отягощать брата по легиону неприятной истины. «Нет, не все!» Губы Аргелтала скривились. «Кхарн!» «Это был не вопрос!» «Вот зачем ты ко мне пришел!» «Где-то на тропах судьбы Кхарн испортит твои планы!» «И ты хочешь, чтобы он умер!» Эреб не ответил. Молчание само было ответом. Тишину нарушил скрипучий виск протестующего керамита и влажный хруст костей, раздирающих плоть. Узловатые пальцы со множеством суставов удлинились, обнажив длинные черные когти. Лицевой щиток Аргелтала исказился, став собачьей пастью, известной как лицо Раума. А затем перетек в посмертную маску самого несущего слова, напоминающую о погребенных королях-файронах из мифов древнейших империй. Эреб имел репутацию одного из самых сдержанных и спокойных воинов во всех восемнадцати легионах. Ему были известны тайны, которых, как он полагал, не знал больше никто. Он руководил просвещением генетических полубогов. Но даже он попятился от одержимого тела Аргелтала. От покрытых черными прожилками перепончатых крыльев воина исходил темный туман с пряным смрадом разлагающейся плоти. «Аргелтал», — начал Эреб, — «умолкни, твои пророчества яд. Нас тошнит от чужих нашептываний насчет будущего. По крайней мере, ларгар не требует от нас плясать под дудку судьбы. Но я пришел с предостережением. Ты пришел с ложью, интригами и предательством». Аргелтал заревел и взмахнул лапой. Эребу еле удалось парировать Крозиусом, отступив назад и отведя удар в сторону. Когти демонического существа врезались в другую статую несущего слова, снеся ее с пьедестала и разбив о каменный пол. Эреб крепче сжал Крозиус. «Мальчик», — произнес он, — «довольно». «Похоже, будто мы хотим предать Кхарна. Он последний брат из плоти и крови, кому мы верим. Он последний, кто никогда не подведет нас. И последний, кого мы ни разу не подвели. Ксафин мертв. Ты стал змеей. Аквелон убит. Остался только Кхарн. С нами он удержит оба легиона вместе. С нами он не даст примархам убить друг друга». Существо, ранее бывшее Аргелом Талом, шагнуло вперед. «Убирайся от нас. Мы голодны. А нет вина слаще, чем кровь легионов. И нет пищи вкуснее, чем соленая плоть легионов». Эреб сделал еще один шаг назад. Однако на его лице не было страха, только благоговение. «Ты стал живым памятником божественному величию Пантеона. Как же далеко ты продвинулся с того дня, когда я забрал тебя из семьи. Мы стали истиной. Мы велели тебе уходить. Теперь уходи». Эреб не стал снова поднимать Крозиус. Он просто вытянул руку, чтобы демон не приближался. «Я не собираюсь просить тебя пролить кровь к Харна. Я знаю, что ты никогда это не сделаешь. Вы слишком долго были братьями, совместно пройдя множество приведений к согласию. Я пришел не за этим». Аргелтал стоял на месте. Бронированные плечи поднимались и опускались в так тяжелому нечеловеческому дыханию. «Мы слушаем. Кхарн падет до конца войны. Я видел это много раз. Аргелтал, ты будешь сражаться рядом с ним. Ты единственный, кто может сохранить ему жизнь». Чудовищное создание издало ворчание, сплюнув на пол сгусток слюны и хора. «Харна невозможно убить. Это говорит братская преданность». Эрик рискнул закрепить Крозиус за спиной, делая это медленно, чтобы не вызвать гнев существа. «Я говорю правду, сын мой». Серебристая посмертная маска исказилась. Колеблющаяся ртуть изобразила страдальческое выражение. «Мы больше не твой сын». «Нет, прости меня», — сработала старая привычка. Эрик вновь поднял руку. «Я расскажу тебе, как спасти брата. Разве я когда-либо обходился с тобой несправедливо? Откуда эта злоба?» Ее причина была внутри и вовне. Демон в сердце, который наполнял кровеносную систему злобой. Ярость от того, как Корфаэрон и Эрик ведут себя с примархом. Раздражение от того, как они оба насмешливы и многозначительно улыбаются, заявляя, будто знают все и обо всем. Аргел Тау подавил ярость, с трудом загнав ее внутрь. Раум болезненно царапал кости, желая убивать, убивать, убивать. Но в этом не было ничего нового. Демон ненавидел первого капеллана на каком-то инстинктивном, неземном уровне. Он всегда испытывал Кэриву отвращение, как ночные существа не выносят солнце. — Это зло Бараума, — произнес Аргел Тау, хотя она принадлежала и ему самому. — Говори, что хотел. Ты в силах спасти Кхарна. Видение сложно истолковать, ведь будущее — это не дорога, а паутина. Каждое решение расходится на миллион других вероятностей. Но вот что я могу сказать точно. Кхарн умрет на восходе, на планете с серыми небесами. Во всех будущих, что я видел, он умирает, когда небо озряется рассветом. И умирает с клинком в спине. Чей это клинок? Кто-то, кто его ненавидит. Я чувствую лишь эмоции убийцы, но не его лицо. Аргел Тау успокоился, мягко забрав у Раума контроль над их общим телом. Это был ментальный эквивалент разминки мышц. После долгого сна. Уже заскучавший демон, не ощущавший никакой добычи, с которой можно было бы поиграть, уступил, издав лишь брюзгливое бормотание. Это то предложение, о котором тебя предупреждал твой отец-божок? Похоже на то. Все, что он дает, имеет цену. Тебе следовало позволить мне убить его. Аргел Тау улыбнулся. Возможно. Что тебя забавляет? Спросил Эрик. Я слышу твой тихий смех. Последнее время меня все забавляет. Я учту твое предостережение, учитель. Благодарю. Ты все еще зовешь меня учителем. Те дни явно так же давно прошли. Дурная привычка, в точности как у тебя. Жжение в венах начало стихать, и Аргел Тал отвернулся от изваяния Кирены. Он поднял с пола свой меч, не зная точно, когда тот выскользнул из руки. Скорее всего, во время изменения. Позволь рассказать тебе о Калте, сказал Эрик. Послушай меня и сам реши, потерпел ли я неудачу. Аргел Тал молча выслушал всю историю Эриба. Внезапное нападение на верфи. Дождь из обломков пылающих кораблей, падающий на мир внизу. Отравление солнца Калта. Рождение калейдоскопического гибельного шторма. Раковой опухоли, которая только и ждет, чтобы разлиться по здоровому пространству. Аргел Тал дождался окончания, хотя на самом деле почти не слушал после первой половины. В его сознании пылала важная возможность, которую он даже не осмелился назвать надеждой. Наконец Эриб остановился, завершив свое объяснение. Так потерпели ли мы неудачу? Спросил он. Судя по уверенности в голосе, он полагал, что исполнил все идеально. «Таргадон!» Отозвался Аргел Тал. «Ты воспользовался его плотью в ходе ритуала. Призвал душу мертвеца». Эриб кивнул. Первым об этом обряде узнал Кор Фейрон в ходе молитв. «Мы...» «Неважно, каким образом. В глазных линзах Аргела Тала появилось внутреннее сияние. Ты его вернул». Капеллан кивнул. «Похоже было, что обладая безграничным терпением, он знал, к чему все идет». «Это так. Он лжет, Аргел Тал. Лжет нам обоим». «Нет, не сейчас. Думаешь, дух смертного может вернуться из моря душ, не получив шрамов?» «Раун! Важно, что они вообще могут возвращаться». Аргел Тал оставил без внимания протестующее рычание зверя внутри. Он указал на статую клинком, который сразил саму девушку. «Верни ее!» Эриб медленно вдохнул, избегая смотреть в глаза. «Ради тебя, сын мой, я это сделаю». Киди было не стыдно за свои слезы, когда она впервые увидела Остов Сергалы, изломанного и все еще дымящегося от повреждений Пса Войны. Вынимали из эвакуационного саркофага при помощи потолочных кранов. Одна рука отсутствовала. Китан не мог стоять на искалеченных ногах. Каждый метр его брони изъела ржавчина. Голова Сергалы безвольно болталась на шее, которая была слишком повреждена, чтобы удержать вес кабины. Нет, на это было непросто смотреть. Теперь все стало лучше, но не сильно. По крайней мере, машина стояла. Угольную королеву поддерживали по бокам массивные опоры, что позволяло ей стоять, невзирая на раны. Это было частью верований культа машины. Воинственную душу Титана восстанавливали в равной мере технологическими работами и достойным обращением. Так что он стоял в окружении сородичей. Один из 90 уцелевших псов войны. В темной раскраске угольных волков. И все же машина была далека, очень далека от целостного состояния. Над ее суставами трудились восемь техножрецов, которым помогали бригады сгрудившихся позади сервиторов. По металлической коже сергалы ползали люди, киборги и лоботомированные рабы, а также некоторое количество сервочерепов, обследовавших те механизмы, которые им было велено обследовать в текущий момент. Тот был рядом. Его новую руку еще не покрыли синтетической кожей, и ниже локтя торчали голые железные кости. Конечность не слишком хорошо приживалась. Вдоль бицепса тянулись воспаленные красные прожилки. Возможно, первые признаки инфекции. Он непрерывно проверял ее, сжимая новообретенные пальцы в кулак каждые несколько секунд. Судя по гримасам, было все еще больно. К ним приблизился один из жрецов красных рясок, лицо которого было полностью скрыто капюшоном. Тонкие второстепенные руки прижались к плечам, когда он подошел вплотную. Модерати бли, модерати кол. В монотонном вокс-голосе не было эмоций. Он легко мог принадлежать любому из знакомых им техножрецов. «Девятый?» – спросила Кида. В ответ тот откинул капюшон, продемонстрировав обритую голову. Узловатые импланты на висках и визор на глазах. «Подтверждаю, это я, девятый. Как идет ремонт?» – поинтересовался тот. Горловой динамик девятого издал жужжание. «Он идет так, как вы видите. Не происходит никакого визуального искажения». Кида улыбнулась впервые с того момента, когда проклятый разбойник сбил их своим удачным выстрелом. Модерати Колл имеет в виду, когда Сергалов будет снова готова выступить. «Девятый» повернул, замененный визором глаза к Тоту. «В таком случае, почему он просто не выразил свой вопрос при помощи точных слов?» Новая рука Тота напряглась. Он сжал кулак. «Просто ответь ей, девятый. У меня и так болит голова». «Очень хорошо. LADX CD MAPS Quintessence модификация Nikare 112-002A-2-98VSTK-K будет готова выступить в следующей операции, если исходить из того, что во всех флотских слухах нет неточностей. Прогноз высадки через 27 дней дает нашим техникам значительное время для завершения ремонта». Тот глянул на Титана. Над суставами плясали искры от режущих и сварочных инструментов в однозадачных руках сервиторов. «Месяц?» «Это Сергала», — произнес девятый. «Разумеется, ей присвоили высший приоритет. Над ней работает лично Архимагас Венератус». Словно услышав зов, смотритель механикума плыл в поле зрения. Из круглого генератора, вживленного у него между лопаток, выступали тонкие многосуставчатые конечности. Он не нуждался в поддержке мостиков или платформ. Тонкие, насекомоподобные ноги примагничивались к броне Сергалы, позволяя как угодно карабкаться по Титану. Они щелкали и лязгали, пока ввел Херидар, спускался по левому боку Пса Войны. Даже оказавшись на палубе, он подошел к маленькой группе, не пользуясь собственными ногами, и предоставив транспортировку изможденного тела паучьим лапам. Из темноты под капюшоном глядели три зеленые линзы, ни одна из которых не соответствовала обычным размерам и точному расположению человеческих глаз. Мадерати Бли и Мадерати Кол. Архимагас отозвались оба, поклонившись. Девятый буквально распростерся Ниц. Это привлекло внимание Архимагаса, который зашелестел капюшоном и застрекотал глазными линзами. Эролоскизиан Филимаралди. Девятый носитель имени. Девятый встал. Мой господин. За работу. Сию минуту, мой господин. Девятый поклонился и, бросив последний взгляд на товарищей по экипажу, направился обратно к месту работы над сочленениями искореженных ногтей на ногах Сергалы. Они услышали, как он бормочет и перенаправляет лазерные резаки своих парящих сервочерепов. Тот неловко наблюдал за уходом товарища. Кида казалась обеспокоенной. Девятый вызвал ваше неудовольствие, Архимагас. Паучьи лапы сбросили давление из многочисленных коленей, заполненных механизмами, и марсианский владыка встал на полметра ниже. Он все еще превосходил ростом любого легионера. Однако не обладал их громадной шириной. Кида почувствовала, как тройные глазные линзы фокусируются на ней, вращаясь из жужжа, и делают пикты для дальнейшей обработки. Из доступного контекста очевидно, что вы подразумеваете Эралос Кизиана Филе Моралди, девятого носителя имени. Вы описываете его отстранение, как предположительное следствие моего неудовольствия. «Возможно, вы полагаете, что я считаю, будто ему требуется немедленно продолжить работу, чтобы выполнить определенную норму усилий и результатов при восстановлении Титана, которого вы называете Сергала». Тот и Кида переглянулись. В его взгляде было осуждение за то, что она все это заварила. В ее извинение за то же самое. «Забудьте о моих словах, Архимагас». «Невозможно! Моя нейроструктура предотвращает стирание записанных данных». Глазные линзы снова сменили фокусировку. «Чтобы дать ответ и, разумеется, успокоить то, что я воспринимаю как ваше опасение, я скажу нет. Девятый не вызвал моего неудовольствия. Он получил распоряжение вернуться к работе, поскольку руководит своей бригадой рабочих более квалифицированно, чем многие другие в ремонтной группе. И его присутствие необходимо для наиболее сложных процедур, которые сейчас проводятся». Архимагас издал из воксов всплеск шума. «Словно кто-то пнул пчелиный улей». «Рискну добавить, что он работает с большим мастерством не только благодаря опыту, но и в силу достаточного эмоционального вклада в саму богомашину. Пользуясь вашей манерой выражаться, ему не все равно». Кида нахмурилась. «Если он работает усерднее, достаточно ли это? Эмоция неизбежно ведет к угрозе интеллекту и, как следствие, к слабости. Однако сейчас неподходящий момент для участия в обмене тонкостями позитивистской философии Марса. Скажите мне, пришли ли вы к окончательному решению, обсудив с принципсом ультима Аудуном Лераком ваш перевод? Необходимо обновить записи, и мы ждем выбора, который должны сделать вы оба». «Что?» «Одновременно спросили Кида и Тотт». «Перевод?» пробормотал Тотт. «Быть этого не может». «Ах!» Техножрец снова приподнялся на насекомоподобных ногах. «Неожиданное происшествие требует моего немедленного внимания в другом месте. Будьте здоровы, Мадерати». Он развернулся и устремился прочь. «Прошу вас, подождите!» Крикнула Кида. Как ни странно, но закутанная фигура действительно остановилась. «Нет никакого неожиданного происшествия, господин. Вы совершенно не умеете лгать». «Я более искушен в дезинформировании на бинарном канте», — согласился Архимагас. «Тем не менее, вы оба должны обсудить данный вопрос с принцип Саммулькима. Я сделал неверное предположение и приношу извинения за допущенные в ходе диалогового взаимодействия ошибки». Тот не слушал его. «Перевод?» «Вот ведь жирный сукин сын». «Где принцип?» спросила Кида. «На борту Сергалы. Я позову его». Она кивнула. «Благодарю, Архимагас Венератус. В вашей благодарности нет необходимости. Моя основная подпрограмма состоит в облегчении взаимодействия между мирядом элементов механикума. Секунду, будьте добры». Тот и Кида ждали, обмениваясь проклятиями. Менее чем через минуту из недр Титана появился Аудун Лерак, который слез по лестнице вниз на палубу и провел масляной рукой по редеющим волосам. «Приветствую вас обоих», произнес Принцепс, отсалютовав. Кида и Тот ответили тем же. По правде говоря, ее поразило, что он работал на борту Сергалы. Лицо покрывали бусинки пота, а рукава были закатаны, открывая вымазанные в грязи руки. «Перевод?» зарычал Тот вышестоящему офицеру. «Давай-ка прямо к делу. Ты вышвыриваешь нас из командного экипажа?» Кида увидела, что Аудун удивленно моргнул и почувствовала, что ее злость слегка уменьшилась. Он не выглядел сварливым или самодовольным, просто пораженным. Принцепс ощетинился, стал ровнее и разгладил складки на форме. «Я не стану вам отвечать, Мадерати Коу. На этот раз станешь. Только так Тот мог не выхватить пистолет и не изрешетить человека сженными дырами. Я отдал семь лет жизни Сергали и шестнадцать Аудакс. Я лучший рулевой легио, а Кида лучший стрелок. Почему ты так поступаешь? Из-за моей руки? Из-за того, что стараешься обгадить все наследие старика и прославиться самому? Хватит!» Аудун прищурил круглые глаза, добавив в интонацию как можно больше холодной угрозы. Киде это показалось неожиданно эффективным. «Если вы хотели отказаться от чести», – тихо произнес Принцепс, – «вам достаточно было просто об этом сказать». Кида внезапно почувствовала слабость. Что-то было не так. «Честь?» – буквально выплюнул Тот. «Ты пьян?» Аудун опустил рукава и застегнул их на запястье. «Ну хорошо. Я предложу звание другим офицерам». Он покачал головой, словно конфликт его не просто нервировал, но и вызывал некоторое отвращение. «Это было необходимо, хватило бы обычного отказа». Продолжавшая молчать Кида ощутила, что слабость внезапно отпустила. «Какие звания?» – спросила она. Аудун снова моргнул. «Вы вообще читали предложения?» «Я переслал их на коммуникационные окулусы ваших кают сегодня утром, с просьбой разыскать меня, как только примите решение». «Мы слышали?» – Тот запнулся. «Стало быть, нет. Вы не читали предложения». Кида тихо выругалась. «Вы нас не отстранили. Вы давали нам собственных титанов». Аудун Лерак поглядел на нее, как на абсолютную идиотку. «Разумеется, я вас не отстранял. Ваши послужные списки выше всяких похвал. А после боев в городах Арматуры у нас 11 титанов без командиров. Над вашим повышением даже думать не потребовалось». Тот прокашлялся. «Мы думали...» «Я знаю, о чем вы думали, Мадерати Кол. Вас, возможно, удивит, что я не обладаю впечатляющими боевыми достижениями Соластина. Однако при этом все же не самодовольный дурак, не способный принимать хорошие решения. Я 20 лет занимался повышениями и переводами, пока старик полностью посвящал себя сражениям. Как вы думаете, кто позаботился о том, чтобы Нессергалу в первую очередь назначили именно вас? Когда Венрик попросил нового рулевого, я посоветовал ему выбрать тебя, Тот. Когда ему понадобился новый стрелок, я предложил тебя, Кида. Оба офицера хранили неловкое молчание, принимая выговор. «Вы полагали, будто я настолько мелочен, что вышвырну вас обратно в рабочие из-за того, что мы не сошлись при первой встрече...» «Э-э-э», — произнесла Кида. «Ну, — начал тот». Аудун вздохнул. «Идите и прочтите чертовы приглашения, оба. Если хотите принять командование Дарахмой и Седдой, титаны ваши. Если откажетесь, то, несмотря на явное недоверие ко мне, я буду рад увидеть вас в командном экипаже Сергала, когда она снова пойдет. А она пойдет, обещаю. Ее честь — это честь Аудакс». Он дождался их салюта и отвернулся к Титану. Кида и Тодд наблюдали, как их принципс возвращается в гущу деятельности, кипящие на черно-красной коже Сергалы. «Мы повели себя не самым похвальным образом», — признался Тодд, снова сжимая новую руку в кулак. Кида кивнула, и не самым умным. Корабль подрагивал, совершая переход. Двигатели работали с перегревом. Пока что он не разваливался в варпе. Однако ультрадесантники хорошо поработали. Через неравные промежутки времени, безо всякого предупреждения, флагман с воем вываливался обратно в реальное пространство, оставляя за собой след из эфирного пламени и безумный хохот. Каждый раз через секунду в реальность врывался Фиделитас Лекс, который охранял Завоеватель, пока Тодд возвращал свои варп-двигатели к жизни. Не было ни малейшего следа их флотилии. Примархи вновь разделили свои легионы и боевые корабли, отправив новые силы вглубь ультрамара, чтобы терзать имперские миры. Пока 13-й легион обездвижен на Калке. Флагманы отказались от всего, кроме самых малых эскадрильей сопровождения, предпочтя двигаться вместе с Трисогеоном. Лотара направлялась к Аудаксику по широкому центральному коридору хребта Завоевателя. Чахлая крыса с черной шерстью метнулась под ногами и скрылась под железной решеткой пола. Капитан издала досадливое восклицание. Откуда на всех имперских кораблях колонии крыс? Завоеватель строили на орбите. Он никогда не садился на планеты. Мы что, берем на борт ящики с грызунами, когда встаем в док на доукомплектовку? Лорке шумно топал позади, храня молчание. Он не спал уже несколько дней, и хотя еще и не чувствовал характерной усталости, вызванной продолжительной активностью, но уже начал страдать от головной боли. Сколько бы истерзанных останков не сохранилось внутри бронированной оболочки, они мучились от нехватки отдыха. Они подошли к массивным и толстым двойным дверям, которые ввели в Аудаксику. На страже запертого проема стояли скитарии механикума, подвергнутые обширной аугментации. Впрочем, они раступились перед ней. Или пропустили лорке. Сложно сказать наверняка. Очевидно было, что они не могут отвести глаз от контемптора. Двери Аудаксики начали с грохотом открываться, и Лотара приготовилась. Она знала, что сейчас произойдет, но жар все равно обрушился на нее, словно дыхание дракона, заставив отшатнуться. Давящая угольная вонь расплавленного металла плотно забивала горло, будто патока. Воздух буквально загустел от запаха в кузнице. Аудаксика представляла собой колоссальный зал, ширина которого позволяла пройти к плечу к плечу группе титанов, имевших такую высоту, что свойчатый потолок терялся в темной синеве. И миллионы вырезанных и вытравленных надписей было невозможно разглядеть невооруженным глазом. Громадные наземные подъемники перемещали титанов из Аудаксики в расположенный ниже ангар высадки Легио. Все титаны Аудакс представляли собой вариации модели Пес войны, более громоздкие из-за дополнительной брони и украшенные стилизованными головами скалящих зубы шакалов или волков, выполненными из темного металла. Лотара наблюдала, как один из них с грохотом проходит мимо сгорбленной и угрожающей неизящной походкой, обрушивая на палубу расставленные когти лап. Титан вышел из поля зрения, и ее взгляд остановился на неподвижной фигуре сергавой. Капитан отметила ливень искот, извергавшийся из сочленений. Ремонт явно был в разгаре. Она даже заметила энергично работающих Киду и Тота, которые находились наверху лестниц для экипажа, трудясь над содержимым кабины. При ее приближении Велхиридат спустился вниз, щелкая второстепенными конечностями по броне Пса войны, а затем по палубе. Он проскользнул мимо Лотары, даже не удостоив ее взгляда, и остановился перед Лорки. «Такое железное тело!» – произнес он через Вокс, обходя Дриднову по кругу. Подумать только! Не спрашивая разрешения, техножрец прижал аугментированные ладони к нагруднику контемптора, где все еще горделиво располагалась эмблема Псов войны. Я почти что чувствую жизнь внутри. Лорки молча терпел. Лотара точно не знала, как боевая машина может выглядеть раздраженной. Однако свидетельство этого было прямо перед ней. Отполированные руки Велхеридара огладили голову Дридноута, баюкая громадный металлический шлем с бесценной начинкой из сенсорных узлов, визуального ауспика и пик-детекторов, подключенных к скрюченному глубоко внутри трупу-эмбриону. «Мы оснащаем их головами», – приговорил Велхеридар, «чтобы направить внимание вперед. Это помогает создать в нейроустройстве ввода-вывода трупа впечатление, что он все еще жив, поскольку он видит точно так же, как при жизни, с человеческой точки зрения, однако с большей высоты. О да, гораздо большей». Лишь после этого он посмотрел вниз, на Лотару. «Как работает возрожденный пилот, капитан Сарин? Эта единица функционирует с приемлемыми параметрами, да?» Ответ пришел от самой единицы. Лорки сделал шаг назад, и его суставы издали громкое, скрижечущее рычание. «Отойди от меня, жрец!» Велхеридар издал протяжный вокс-мешок, который прозвучал поразительно по-человечески, если учитывать его обширную кибернетическую перестройку. Все тот же характер магистр легиона. В ответ Лорки перезарядил свои комби-болтеры с удвоенным медленным и резким звуком. Тройные глазные линзы Велхеридара завертелись от какой-то безымянной и, несомненно, притупленной эмоцией. Он развернулся к Лотаре, снизившись при помощи сброса давления из пяти ног стержней. Теперь он был ростом с легионера, а не с огромного контемптора. «Я предполагаю, что вы прибыли в качестве ответа на мой запрос диалогового взаимодействия». Лотара кивнула Архимагасу, сдерживая улыбку при виде раздражения Лорки. Отмарива работающей Аудаксики, у нее на лице уже проступил код. «Есть ли место, где мы можем поговорить подальше от жара?» «Разумеется, идемте». Он подвел их к обширному участку пола, выделенному предупреждающими черно-желтыми полосами, и откинул крышку ячейки на тыльной стороне своего механического предплечья. Там обнаружились многочисленные вереньеры дистанционного управления. Велхеридар нажал на активационную руну и повернул один из дисков на три деления. Пол тут же содрогнулся, и платформа, вибрируя, начала опускаться сквозь пол, пахнущий сталью мрак межпалубного пространства. Вниз! 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 Без жара кузницы внезапно стало так легко, что Лотара вздохнула. Наплечный прожектор Лорки с треском ожил, пронзив черноту. Когда луч коснулся лица Лотары, та дернулась. Велхеридар просто перефокусировал свои глазные линзы. Платформа продолжала дрожать под ногами. «Если можно так выразиться», произнесла она, «моему кораблю задали трепку. Какой ремонт вы можете произвести во время перелета?» «Все, что нужно сделать, капитан Сарин, это и мой корабль тоже». Она почувствовала, что улыбается. На Марсе этот человек, или то, что от него осталось среди аугметики, был богатым владыкой машин, которому принадлежал подземный город-кузница с населением в несколько миллионов душ, подчинявшихся его воле и трудившихся во имя его экспериментальных замыслов. Здесь же, в глубоком мраке сегменту Мауль Тима, он оказался куда более дружелюбен, чем можно было бы предположить, исходя из его высокого положения в культе машины. «Это та неуместная симпатия, за которую вы всегда критикуете подчиненных?» Он вперил в нее взгляд своих странных глазных линз. «Не знаю, я критикую их за очень многое. Вы только что пошутили, Архимагас. Я попытался. Аудиоанализ показывает, что с момента входа в Аудаксику интонационный резонанс вашего голоса имеет негативную окраску. Я хотел снять ваш дискомфорт посредством применения юмора. «Чрезвычайно забавно!» солгала она. «Есть ли вести с Марса?» «Никаких!» отозвался жрец. В спектре его эмоций отсутствовал страх. Однако он тревожился о священном Марсе, который, несомненно, оказался блокирован Рогалом Дорном после восстания гора. Его город под святыми красными песками мог выдержать орбитальную бомбардировку. Однако, с междоусобной смутой приходилось считаться. Скорее всего, теперь весь мир был охвачен войной. Совсем никак. Они оказались под резким светом осветительных полос, опускаясь через потолок основного сборного ангара к расположенной далеко внизу палубе. Вдоль стен уже стояли титаны в разных степенях готовности, удерживаемые на месте магнитными захватами и прибывающие на страже, пока их не призовут на погрузку в огромные планетарные челноки из красного железа, стоящие в дальнем конце громадного ангара. Посадочные модули представляли собой округлые луковицеобразные машины, безыскусно спроектированные с максимальной эффективностью брони. Лотара изобразила будничную скуку, не заботясь об ее достоверности. Я слышала, что примарх заказал у вас новый клинок. Подтверждаю. Платформа, наконец, вошла в нижнюю палубу и зафиксировалась на месте. И что Кхарн воспользовался вашими услугами для такого же дела, восстановление клинка дитя крови, также подтверждаю. Вел Херидар повел их по палубе. Ноги стержни щелкали три раза на каждый глухой удар бронированных подошв лорки. Его бригада сервиторов нашла все недостающие зубья топора. Последовал очередной всплеск веселья в бинарном коде. Не все, он поручил эту задачу одному из моих привилегированных адептов. Однако до завершения раскопок поступил приказ лорда Аврелиана об уничтожении планеты. Я склонен полагать, что Центурион Кхарн импровизировал. Она легко могла вообразить, как именно импровизировал Кхарн. Вне всякого сомнения, он поработал молотом над черепами слюдяных драконов в музее завоевания легиона и забрал зубы, чтобы воскресить оружие. Она готова была поставить годовое жалование на то, что именно так он и поступил. Разумеется, это навело ее на более мрачную мысль. Она и ее офицеры много раз горевали на этот счет над стопкой какого-то алкоголя, подававшегося на ночь в офицерском рационе. Их былое жалование поступало с Терры. У восстания имелись и свои недостатки. Велхиридар двинулся дальше, развернувшись лицом к ним и шагая спиной вперед, без какого-либо беспокойства или затруднений. Вы хотели поговорить о вопросах ремонта корабля и создания оружия? Три глаза пощелкивали, закрываясь и открываясь, в подражании нечастому морганию. Это не характерно скучно для вас, капитан Сарин. Она одарила его лучше из своих улыбок, используя ту в качестве оружия. Вы были с примархом с самого начала. Подтверждаю, для абсолютной ясности я был разочарован назначением на флагман 12-го легиона. Я боролся за прикрепление к 7-му или 10-му легиону, но Келбархал, да будет благословенна его святая мудрость, решил иначе. Следовавший позади лорки что-то проворчал. Возможно, своеобразный отголосок соперничества между легионами. Лотара не отводила взгляда от шагающего спиной вперед Архимагаса Венератус. В сборном ангаре стояла могильная тишина, нарушаемая лишь шагами троицы. Вы сопровождали первую хирургическую бригаду, которая изучала импланты ангрона десятки лет назад. Подтверждаю. Что вы выяснили? Велхиридар непринужденно обогнул штабель ящиков, даже не взглянув в ту сторону. Мои выводы легко найти в архивах флота. Я их читала, кивнула Лотара. Однако там не упоминается о возможных дегенеративных последствиях, вызванных имплантатами. Техновластитель молча глядел на нее на протяжении нескольких щелчков аугметического метронома, работавшего на месте человеческого сердца. Наконец, он неохотно заговорил. У вас нет допуска. Она вздрогнула, как будто ее ударили. У меня что? Велхиридар не ответил. Он переключил свое внимание на лорке. Вы присутствовали в тот момент, магистр легиона. Вам известно, что я обнаружил. Контемптор с грохотом прошелся по палубе. Его плечи раскачивались из стороны в сторону. В архивах ничего не сообщается о вырождении. Что мне известно, Архимагас, так это, что при каждом моем пробуждении примарху все хуже. Жрец склонил голову, но это не выглядело согласием. Хуже это оценочное осуждение, искаженное относительной эмоциональной перспективой. Они прошли под пристальным взглядом армии псов войны. Головы всех титанов были опущены, словно те вынюхивали их след или собирались стереть с лица земли взмахом механических рук. Лотара не собиралась позволить Вэлхиридару отмахнуться от нее. Пожиратели миров шепчутся об этом. За последние 10 лет Кхарн сказал, это не меньше дюжины раз. Записи о приведениях к согласию за последний век указывают на постоянный рост потерь как у нас, так и среди гражданских. Со скольких тактических инструктажей Ангрон уходил еще до их завершения из-за головной боли, в которой никогда не признается. Сколько раз он не следовал плану сражения, бросая легион в лобовую атаку на самое плотное сопротивление и не заботясь о потерях. Она глядела на худощавого жреца почти что с яростью. Скажите мне, учитывая последние 20 лет, что ему не становится хуже, я пробовала с флотом гораздо меньше вас, а вижу это отчетливо. Велхиридар издал раздраженный всплеск кода. Я могу признать, что наблюдая в действиях лорда Ангрона определенную степень нежелательно ошибочного поведения. Проклятие, прекратите быть таким неопределенным, нахмурилась она. Вы нашли в гвоздях что-нибудь, указывающее на подобное вырождение? У вас нет допуска. Она насупилась еще сильнее. Гвозди убьют его. У вас нет допуска. Из вокса лорки тоже раздалось рычание. Ангрон умирает. У вас нет допуска. Я флаг капитан флота пожирателей миров, а лорки бывший повелитель легиона. Как у нас может не быть допуска? У нас высший уровень. При всем уважении капитан, это не так, никто из вас им не обладает. Она выдохнула сквозь зубы. Как мы можем получить допуск? На сей раз он замешкался. У вас нет допуска. Кто приказал вам хранить молчание? Ответ последовал моментально. Амнисия. Лотара торжествующе прошипела. Есть. Дело пошло. Дело было не в том, чтобы получать нужные ответы, а в том, чтобы задавать нужные вопросы. Полученные велхередаром приказы, несомненно, были чрезвычайно и неопределенно специфичны. Он хотел рассказать, но было необходимо кружить около тонкой линии прямого подчинения. Император, начала она. Поправка, произнес велхередар. Амнисия, воплощение бога машины. Хорошо, хорошо, но им прошу прощения. Амнисия потребовала от вас скрыть часть находок. У вас нет допуска. Можно представить, прогремел лорки. Чего я не могу представить, задумчиво сказала Лотара. Так это причина этого. Это довольно просто, мораль двенадцатого. Тогда мы были сломленным легионом и нашли своего повелителя одними из последних. Хватало и гнета факта, что лишь наш примарх не смог покорить свой родной мир. Если бы мы вдобавок выяснили, что он обречен умереть еще до конца крестового похода, это бы прикончило остатки боевого «У вас нет допуска», отозвался тот. «Вы были абсолютно уверены, что гвозди приведут к вырождению? У вас нет допуска». «Хорошо. Было ли это просто гипотезой, утечки, которой вы не желали?» Тройные глаза в Велхи Редада застрекотали, меняя фокусировку. «Не существенно. Утечки, чего я желал или не желал. Мои личные предпочтения не участвуют в балансировке». «А император, когда вы докладывали ему, вырождение было для вас очевидно или же просто вероятно? У вас нет допуска». «И император приказал вам молчать». Очередная пауза. «Да, я подчиняюсь мудрости бога машины». Лотара бросила взгляд настоящего рядом Лорки. «Теперь мы знаем». Дредноут посмотрел на нее сверху вниз. «Ничего такого, о чем мы не могли догадаться?» «Лорки, не все из нас ходили и разговаривали сто лет назад. Наличие секретности достаточное для меня доказательство. По этой причине Рус и явился за нами в ночь волка. Одна из многих причин». Она оставила это без ответа. «Архимагас, убьют ли пожирателей миров их имплантаты?» Она облизнула губы, ощутив, что те внезапно пересохли. «Убьют ли они кхарно?» Закутанный в мантию жрец выглядел рассеянным. Его глазные линзы осматривали одного из неподвижных титанов, готового снова выступать. «Их имплантаты примитивные копии пагубного оригинала», произнес он. «Они подтачивают стабильность, вредя способности субъекта мыслить здраво. Они нарушают высшую мозговую деятельность, переписывая эмоциональные реакции. Впрочем, это не критично. Нет вырождения в смертельном смысле. Наиболее важным аспектом их имплантации, как у исходных гвоздей, является то, что их нельзя вынуть, не убив носителя, или в лучшем случае, не нанеся мозгу тяжелых и не подлежащих восстановлению повреждений. Однако они, как вы выразили, не убьют Кхарна, и разумеется, всякого другого пожирателя миров». Капитан Латарасарин ударила кулаком по ладони. «Любопытство», улыбнулась она. Велхиридар издал щелкающее тиканье, выражая веселое несогласие. «Флаг капитан, существует древняя тиранская пословица, касающаяся любопытства. Там также фигурируют животные, семейство кошачьих и убийства. Хотя должен признаться, что для меня в этом мало смысла. Я знаю лучше, единственным благом является знание, а единственным злом невежество». Интригующий кивнул жрец. «Это суждение близко мне по духу. Кто это сказал? Явно кто-то из тысячи сунок. Кхарн неоднажды его процитировал, и мне понравилось». Велхиридар вернулся в свои покои, желая отдохнуть в одиночестве. Железные горгули злобно косились с высоких стен. Рабочие разбегались перед ним, разжигая кузнечное пламя на случай, если он пожелает поработать. Разумеется, он пожелал. Ему всегда хотелось работать. Его покои были в первую очередь фабрикой, а уж потом всем остальным. Лязгая ногами стержнями по палубе, он двинулся к рабочему столу, расположенному перед панорамным окном. «Убрать щиты!» распорядился жрец. Повинуясь его голосу, прикрывавшая окна трехметровая броня началась натугой отодвигаться. Возникла ярко пылающая щель, которая расширялась по мере движения брони. Довольно скоро тени комнаты пришли в суматоху от бурлящего и буйного свечения варпа. По стенам заплясали ангелы и дьяволы, по большей части создаваемые вырезанными на стенах зловеще ухмыляющимися горгулиями. По большей части, но не полностью. Вэлхиридар уставился в хаотические бездны и материумы, периодически делая своими тремя глазами пикты для дальнейшей обработки. Обычного человека подобное зрелище скорее всего свело бы с ума, но он делал так часто, находя результаты тревожно странными. Ему казалось, что на многих неподвижных изображениях он может различить во мгле лица людей. Они кричали, постоянно кричали. Вэлхиридар приступил к работе. Он протянул одну руку к клинку дитя крови, а другой пододвинул к себе инструменты. Однако им владела рассеянность. Вопросы смертной капитана плуждали у него в сознании, повторяясь словно в испорченном воспроизведении. На самом деле он никогда не встречался с владыкой человечества. Однако Малкадор Сигелит вручил ему свиток, запечатанный по латинской аквилой. Послание, собственноручно написанное императором. Он все еще держал его в шифрованном сейфе. Кто бы отказался от подобной реликвии? Он верил в тайны, которые ему велели хранить, хотя никогда не понимал, какой от них может быть вред. В любом случае это ведь было только предположение. В то время все указания на церебральную дегенерацию коры мозга были лишь непроверенной гипотезой. Впрочем, он провел классифицированную оценку. Он осуществил ее, пока примарх еще спал после прикосновения Малкадора, когда технодесантникам и апотекариям 12-го легиона велели удалиться. Тогда настала очередь Велхиридара, и он занимался осмотром на протяжении семи часов под пристальным взглядом Сигелита. Не могу сказать наверняка, в конце концов признался он человеку, который каким-то образом одновременно казался древним и не имеющим возраста. Однако могу сделать оценку на основании немногочисленных имеющихся данных. Ангрон заворчал, ворочаясь во сне на хирургическом столе. Велхиридар отпрянул назад, непроизвольно проявив тревогу. И все же время показало, что он был прав. Если воспользоваться грубым и эффективным термином Лотары Сарин, примарху становилось хуже. Он становился менее человечным, если его вообще когда-либо можно было так назвать в своих поступках, и все больше подчинялся гвоздям в эмоциональном и физическом отношении. Вырождение было медленным, достаточно медленным, чтобы первые несколько десятков лет на нарушения не обращали внимания. Было нетрудно не поверить волкам, отказать им и сражаться с ними. Тогда все было не так заметно, как впоследствии. В следующие десятилетия ухудшение ускорилось, но удаленность флотов крестового похода делала нелепой саму идею распределения ресурсов и наказания сбившихся с пути. Донесения не всегда доходили до Терры. Количество экспедиционных флотов исчислялось тысячами, и это мало что значило. А теперь они все воевали. Медленный износ превратился в катастрофический распад. Примарх по-настоящему освободился от привязи императора, и его припадки ярости стали жарче и дольше. Велхеридар не питал вражды к тому, кого именовал Амнисией. В конечном итоге было не столь важно, являлся ли или же необыкновенно сведущим лжепророкам. Гор и Кельбор Хал провозгласили его ложным мессией, и, как это всегда бывает при строительстве империи, вопросы политики и военной мощи главенствовали над истиной. Они не были могущественны благодаря своей правоте, они были правы благодаря своему могуществу. Как всегда, историю предстояло писать победителям. В данном случае на кону была не просто история, а метафизическая истина, победа определяла, кто рожден божественным образом, а кто ложный идол. Архимагас выпростал из-под одеяния второстепенные руки, которые образовывали его ребра, позволив им отцепиться и развернуться. На каждой из новых конечностей располагались тонкие и цепкие волоски-усики, куда более приспособленные к тонкой механической работе, чем его чрезмерно человеческие пальцы. Дитя крови. Каждое оружие обладало душой, и в лишенном зубье в клинке была заперта гневная, пронзительно вопящая сущность. Его не огорчало нарушение традиции 12-го легиона, касавшееся неудачи, которую приносит брошенное оружие, и на то было две причины. Во-первых, в горячке боя они часто сами нарушали собственные обычаи, необходимость всегда губила традиции. Во-вторых, он ни на секунду не верил их глупым предрассудкам. Впрочем, ему нравился Кхарн. Восьмого капитана было сложно не любить. Купаясь в дьявольском сиянии моря душ, Архимагас Венератус, повелитель города-государства на далеком священном Марсе, в одиночестве трудился над топором, который был выброшен генетическим полубогом. Периодически он бросал взгляды на край стола, где лежали наброски нового оружия, громадного черного клинка, который предстояло выковать для рук примарха. Вскоре они достигнут Нуцерии. Какие бы боги не были истинными, пусть будут милосердны к тем, кто окажется там к прибытию флота. Пятнадцать. Предостережение. Братство. В девятый раз, когда завоеватель без предупреждения вышел из варпа, Кхарн получил сообщение от Аргела Тала. Находившегося на борту Лекса. Межкорабельный Вокс-Импульс малого радиуса просил его немедленно прибыть на флагман несущих слова. Заинтересовавшись, он так и сделал. С ним хотели пойти Каргас и Скани, но Кхарн не дал обоим разрешения. Им и в лучшие времена было достаточно трудно уживаться с несущими слова. А при той напряженности, которая сложилась после окончательного падения городов Арматуры, наступило что угодно, но только не лучшие времена. По-настоящему Кхарна поразило то, что Эска тоже вызвался сопровождать его. Кодицей выглядел колеблющимся и встревоженным. Но в случае с Эской в этом не было ничего нового. Я чувствую на борту Лекса что-то омерзительное, признался он. Не следует так говорить о братском легионе, произнес Кхарн с усталой улыбкой. Гвозди испустили вялый импульс, словно наказывая его за попытку насладиться моментом без топора в руке. Он знал, что на самом деле они действуют иначе. И на самом деле имплантаты раздражало присутствие и все же было трудно отрицать совпадение. И я знаю, что мы далеко не близки, сказал Эско. Но вы все еще мой командующий офицер. Будьте осторожны, капитан. Кхарн не ответил, он не знал, что сказать. И так он отправился в одиночестве. Он шел один и слушал, как Аргелтал приводит доводы в пользу безумия. Кхарн остался на борту Лекса, когда оба флагмана снова ворвались в арт. Впрочем, они направлялись в одно и то же место, так что это мало что значило. Братья беседовали посреди омерзительного покоя извилистых коридоров Лекса, где постоянно звучали поющие голоса, разносившиеся по металлическим костям корабля. Порой Кхарн слышал плащ, который доносился из-за угла впереди, но когда они добирались до коридора, то обнаруживали, что тот пуст. Иногда слышались вопли или же истовые гимны на непонятном ему языке. Казалось, что Аргелтал не замечает ничего этого, а если и замечает, то оно его не тревожит. Кхарн слегка пихнул носком сапога брошенный лазган, ржавеющий на палубе. Половина коридора, где они проходили, была густо усеяна обломками и грязью, производимой омерзительнейшей жизнью. В нескольких им уже доводилось перешагивать через трупы. На большинстве из них виднели следы ножевых ударов, которые оборвали их жизнь. Однако Кхарн также заметил признаки удушения и раны от пуль. «Почему Лекс превратился в такую мерзкую дыру?» спросил он. «Так теперь выглядит большинство наших кораблей. На борту появляется слишком много новых исполненных верообитателей. От них все больше грязи и отходов, а также болезней на нижних палубах, где культисты живут стадом, словно животные». Харн расслышал в голосе боевого брата усмешку, хотя лицо аргела Тала оставалось скрыто шлемом. Пожиратель миров покачал головой. «Это унизительно!» Аргел Тал кивнул. «Может и так, но с этим трудно справиться. Трюмы нашего флота ломятся от исполненных веры смертных. Когда мы доберемся до Нуцерии, то переведем оставшийся экипаж и каста рабов на Трисагион. Ларгар Аврелиан желает сделать его своим новым флагманом». Харн выругался на Награкале. «Нуцерия! Целая куча новых проблем, только и ждущих своего череда». «А что с Лексом?» спросил он. «Думаю, Ларгар собирается его подарить», отозвался несущий слово. «Кому?» «Мне». Они некоторое время шли молча, слушаясь в звуке корабля. «Он либо проклят, либо населен призраками», произнес Харн, пытаясь улыбнуться. «И то, рту. Для этого дела мне понадобится помощь твоего клинка». Пожиратель миров постарался не дать озабоченности проявиться на лице. Больше всего Аргелтал ненавидел сочувствие. «Ты же не собираешься сделать это всерьез», сказал Харн. «Это невозможно, да и дело в другом. Сама мысль граничит с безнравственностью». Несущий слово издал ворчание, которое одновременно могло означать все и ничего. Харн аккуратно отпихнул ногой с дороги очередного мертвеца. Одетая в лохмотье тело глухо ударилась о стену. От всего корабля разила свежими трупами и больными живыми. Это не было насыщенным запахом смерти или болезни, однако имело примеси и того и другого. Порча. Слово пришло непроизвольно. Харн чуял ее. Порча. «Еще несколько палуб», «У тебя же даже нет ее костей», сказал Харн. «Ты ведь рассказал мне, что их похитили поклонники». Аргелтал снова издал ворчание, на сей раз сопроводив этот звук словами. «Брат, а куда мы по-твоему идем? Что мы по-твоему будем делать?» Они уже больше часа углублялись в грязное нутро корабля. Вонь продолжала усиливаться, так что у Харна заныли зубы. Аргелтал мягко произнес он, и в поющем мраке. «Я за тебя тревожусь, за весь ваш легион». «Избавь меня от этого», отозвался несущий слово, словно прочитав мысли Кхарна, чего пожиратель миров не стал бы исключать. Аргелтал повернул шлем к брату. «Я не нуждаюсь в сочувствии, я сам выбрал этот путь и добровольно по нему иду». Кхарн вдохнул гнилостный воздух корабля. «Я когда-то сомневался в мудрости решения впустить ксенопаразитов свое тело? Демона, Кхарн, это не просто чужой. Называй как хочешь, я это позволил, не так ли?» Во мраке глубоких коридоров глазные линзы Аргелтала светились ледяной синевой. «Позволил?» Любопытный выбор слова. «Я мог бы тебя убить, убить, чтобы избавить от твари, которую ты называешь Раумом, однако не сделал этого. Во благо или во зло, но я тебе поверил, дал возможность не отступить от веры. Воздух разорвал отрывистый виск выворачиваемого керамита, и Аргелтал запнулся. На мгновение в его глазных линзах полыхнуло серебристое сияние. «Не угрожай нам!» «Нам?» переспросил Кхарн. «Мне!» поправился Аргелтал. «Не угрожай мне!» «Я тебе не угрожаю!» «Остановись на секунду!» «Стой!» Кхарн схватил брата за наплечник. «Сними шлем!» Он услышал, как Аргелтал снова издал ворчание. «Не могу!» Так стало после арматуры. «Изменение не!» Обращается вспять, как было раньше. Кхарн непреклонно стоял на месте и не двигался. «Ларгар знает!» «А это имеет значение!» парировал Аргелтал. «Пошли!» «Нам нужно забрать кости благословенной леди!» Кхарн какое-то мгновение наблюдал, как товарищ идет дальше, а затем снова зашагал рядом с ним. «Откуда ты знаешь, где искать ее останки? Ты искал месяцами?» Аргелтал что-то пробормотал. «Что?» переспросил Кхарн. «Я говорю, что Эреб сказал мне, где искать кости». У пожирателя миров отвисла челюсть. «Да что с тобой?» «Это же примитивнейшая манипуляция!» «Мы знаем, что это ловушка», ощерился Аргелтал, резко остановившись. «Это ничего не меняет, мы должны ее вернуть». Несущий слово медленно вдохнул, успокаиваясь. «Я должен ее вернуть». Он отвернулся, чтобы двинуться дальше, но Кхарн крепче сжал руку, удержав его на месте. «Ты столько раз заявлял, что гвозди убивают Ангрона, а импланты губят наш легион», сказал пожиратель миров. «А теперь сам меняешься у меня на глазах. Я тревожусь на твой счет, на счет всего ля разит какой-то невыразимой тревожностью. Ты планируешь воскресить мертвую, отдав тело друга человеку, которого ненавидишь, чтобы тот смог совершить какой-то невероятный ритуал некромантии. И ты оказался бы ему за это обязан. Скажи мне, брат, исполню ли я свой долг перед тобой, если позволю подобное, если помогу в этом». Аргелтал встряхнул плечами, освободившись от хватки другого воина. «Времена меняются, Кхарн. Хотим мы того или нет, но теперь мы все идем по восьмеричному пути. Неважно, с открытыми глазами или же в неведении». Восьмеричный путь, очередное религиозное безумие. Кхарн мысленно запнулся. Если это была всего лишь суеверная чушь, то почему слова оказались такими знакомыми? Словно сон на протяжении нескольких драгоценных мгновений после пробуждения. Он услышал, как вдалеке закричала женщина. Судя по голосу, она была молодой. «Ненавижу этот корабль», произнес Кхарн и добавил ругательство на награкали. «Я пойду с тобой, однако я не верю Эребу. Не могу понять, почему ты вдруг поверил». Аргела Тала ничего не держала, однако он не двигался дальше. Похоже, лихорадочная потребность идти вперед отступила. «Я ему не верю», сказал несущий слово двумя голосами. «Но тебе придется простить мне немного отчаянной надежды. Если он сможет ее вернуть... Но какой ценой, вздохнул Кхарн, чем тебе придется заплатить?» Аргел Тал зашагал дальше, на сей раз не так быстро. Спустя долгую секунду Кхарн двинулся следом. «Я не ввязываюсь в это, очертя голову», в конце концов произнес несущий слово. «Эрик не лишен слабостей. Его можно перехитрить и переиграть. Стоит рискнуть, брат». Кхарн не ответил, предоставив тишине выразить несогласие за него. «И я должен сказать тебе кое-что еще», продолжил Аргел Тал. «Эрик, как обычно, вел себя словно змея, предпочитая намекать и подсказывать, а не изъясняться прямо. Однако он желает твоей смерти». Кхарн вскинул голову. Он был неуверен, что расслышал правильно. «Моей?» «За последние десять лет мы встречались один-два раза. С чего бы ему считать меня угрозой?» Перед тем, как снова заговорить, Аргел Тал все тщательно обдумал. «Я его ненавижу, однако не могу отрицать его гениальности. Его разум одновременно работает на сотни уровней. Он видит тысячу разных будущих последствий каждого своего действия. Каким-то образом, где-то в одном из множества возможных будущих, твои действия будут стоить нам успеха в войне. Если ты умрешь сейчас, то не сможешь повлиять на осаду Терры». Кхарн ощутил внезапную потребность проверить оружие. Плазменный пистолет и взятый из личного арсенала запасной цепной меч. «Он тебе так сказал?» «Он мне так сказал». Аргел Тал двинулся по витой лестнице, которая смрадных нижних палуб капитального корабля несущих слова. «Думаю, он надеялся, что я убью тебя из симпатии к нему и уважения к его замыслу. Однако Калт лишил меня последних остатков восхищения бывшим учителем». Аргел Тал оглянулся на Кхарна. Их шаги разносились во мраке. «Просто будь осторожен». «Ты уже второй из братьев, кто меня так предостерегает сегодня», сказал Кхарна. «Первым был Эска». Аргел Тал кивнул. «Знаешь, вы постыдно обходитесь с вашими библиариями. Эска заслуживает лучшего». Впервые за несколько дней Кхарна рассмеялся. «Лекция о морали от...» «От человека с демоном сердца», закончил Аргел Тал, улыбнувшись по ту сторону лицевого щитка. «Знаю, знаю». Двое воинов подошли к запертой переборке напротив левой стены. Несущий слово провел рукой по ее поверхности. «Жди здесь, убивай всех, кто попытается сбежать». Кхарн глянул на него, словно желая убедиться, что брат говорит серьезно, а затем кивнул. «Ты будешь передо мной в долгу. Ты мне должен за спасение жизни на терракане. Так мы поквитаемся». «Терракан был тридцать лет назад, и ты мне еще должен за Джураду». Аргел Тал ухмыльнулся и повернул затворный штурвал переборки одной рукой. «Это ненадолго». Он оказался прав. Потребовалось меньше семи минут. Кхарн стоял за пределами помещения и слышал, как людей иначе и не скажешь забивают. Каждый удар, обрушиваемый Аргел Талом на культистов внутри, сопровождался глухими мясистыми звуками и треском рвущейся ткани. Он ни разу не услышал, чтобы несущий слово потребовал ответа или объяснения, и ни разу, чтобы те сопротивлялись. Он мысленно представил ряды оборванных людей, которые стоят на коленях в концентрических кругах вокруг центральной кафедры, или алтаря, и вопят, молятся, задыхаются и плачут, пока над ними вершат расправу. Возможно, они смирились со своей участью и радостно встретили переход в загробную жизнь. Возможно, их держал ужас. Через щель в переборке, которую Аргелтал оставил приоткрытой, слабо сочился свет свечей. Среди криков и бормотания на колхидском он несколько раз расслышал повторяющиеся «Великий господин! Великий господин!» Воздух заполнился резким кислым запахом крови и мочи. Прошло шесть минут, и все затихло. Перед началом седьмой минуты из комнаты появился залитый кровью Аргелтал, несущий тело. То, что осталось от женщины после года гниения и многих месяцев почтительного обращения культистов, было завернуто в черный шелковый саван. Запах могилы был настолько грубым, насыщенным и резким, что буквально ощущался на вкус. Когда он захлестнул чувство Кхарна, тот отшатнулся назад и потянулся за пристегнутым к поясу шлемом. Оказавшись в знакомом окружении целеуказателей и вдохнув безвкусный воздух очистной системы доспеха, воин заговорил, сколько их там было? 103. Аргелтал уже уходил, баюкая закутанный труп, словно спящего ребенка. Пошли! Вариас и Эска ожидали там, где им были не рады, однако сохраняли почтительную дистанцию. В транспортном ангаре внизу находилось несколько кругов пожирателей миров, которые подбадривали сородичей, сражавшихся голыми по пояс или в облегающих костюмах. Вдоль стен тянулись ряды отключенных разящих клинков и лендрейдеров, настаивших развернутые жерла турелей на воинов, носивших такие же цвета. Двое библиариев держались особняком, наблюдая с нависающей над ангаром палубы балкона, как раз с такого расстояния, чтобы никто из воинов внизу не смог почувствовать их присутствие по периодическим сбоям имплантатов. Вариас, старейший в группе уцелевших библиариев, работал совместно с Каргасом, Велхеридаром и прочими, пытаясь выяснить, почему гвозди так прискорбно реагировали на присутствие психически одаренных разумов. Однако они забросили изыскания, когда осознали отношение к своему труду. Всем было наплевать, всем, кроме проклятых даром шестого чувства. Кроме того, усилия всегда тратились впустую и стоили жизни слишком многим верным пожирателям миров, которым не повезло оказаться рядом с неуравновешенными библиариями. Примарх привнес в легион мало традиций своей родины, однако недоверие ко всему неестественному было одно из них. Довольно скоро все легионеры, наделенные гвоздями, плевали на пол перед своими же библиариями, чтобы отогнать вызванную соседством неудачу. Как же быстро суеверия превратились в пакт. Примитивно, подумал Вариас, примитивно и очень прискорбно. За последующие десятилетия его точка зрения не изменилась. В сущности совсем наоборот. Дальше началось постоянное разрушение ощущения братства. С уничтожением родства часто гибла и верность. Но Вариас был генетически рожден в 12-м легионе и собирался принадлежать к нему до последнего дня своей жизни. Он не питал к ним ненависти за то, как они презирали его и не обижался, что они пренебрегают его талантами, полагая те опасными и никчемными. Он великолепно все понимал. Его присутствие причиняло им боль, а легион не нуждался в его психическом даре. Даже до Никеи подобные силы никогда не учитывались в боевых планах Ангрона, отличавшихся прямотой и незамысловатостью. Вариас сохранял оптимизм, но в глубине души смирился с правдой. Он не являлся одним из них. Они были пожирателями миров, он же был псом войны. Легион ушел вперед, бросив его позади вместе с неуклонно уменьшающимся кругом одаренных братьев. Он наблюдал, как Эско следит за идущими внизу схватками и ощутил, как губы раздвигаются в меланхолической улыбке. Кодицы вздрагивал при сильных попаданиях и подергивался во время лучших ударов, словно сам их наносил. «Хочешь к ним присоединиться?» поинтересовался старший воин. «А ты нет?» спросил в ответ Эско. У Вариаса было худощавое орлиное лицо с зелеными глазами цвета погибших лесов Терры. Оно во всех отношениях подобало ученому, человеку, которого трудно привести в ярость, что действительно соответствовало характеру библиария. Он был одним из немногих людей, легионеров и всех прочих, кто желал демонстрировать лишь абсолютно искренние чувства и мысли. У тех, с кем он водил дружбу, это вызывало восхищение. Недоброжелатели считали это одним из его многочисленных недостатков. «Хотел когда-то», признался он, облокотившись на перила и глядя на воинов внизу. «Я жаждал товарищества, горячки бега вместе со стаей, однако мне достаточно тебя и остальных, Эско. Нам нужно ценить то, чем мы обладаем и бороться за достижимые цели, а не стремиться к тому, что для нас закрыто». Эско ухмыльнулся, хотя выражение изуродованного и покрытого шрамами лица больше напоминало гримасу. «Звучит очень пассивно», лекцио примус. «Пассивность предполагает безразличие или трусость», поправил худощавый воин. «Я просто реалист». Они еще несколько минут наблюдали за происходящим внизу. Одна из схваток завершилась первой кровью и буйным ликованием. После этого в круг, уже раскручивая, готовый к бою отключенный Моргенштерн, вышел в Долварус со своим метеорным молотом. Эско кивнул вниз, указывая на капитана Триариев. Судя по всему, Лотара выпустила его из каюты. Тонкие губы Вариаса разошлись в улыбке. Флаг капитан знает свое дело. Она посрамила его наилучшим образом. Выставила воинам, которому не могут доверять братья. Чрезвычайно искусно исполнено. А теперь мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать, как он пытается снова себя проявить единственным известным ему способом. Внизу Долварус ревел в толпу воинов, подначивая их. Предшествующие схватки, восторженные крики становились все громче. Как и многих пожирателей миров, Долваруса забрали несопределенного родного мира, а с одной из планет, покоренных первые десятилетия существования легиона. Ни один другой легион, за исключением ультрадесанта, не обладал такой пестротой оттенков кожи уроженцев множества миров. Несущие слова поголовно имели смуглую кожу пустынь Колхиды, а все повелители ночи были бледны после лет проведенных на лишенном солнца Нострома. Но пожиратели миров воплощали собой торжество братских уз над различием плоти. Для боя на арене Делварус снял шлем и доспех. Темная кожа выдавала его происхождение из джунглей какой-то планеты, которую он некогда называл домом. Он скалил железные зубы носородичей, требуя, чтобы кто-нибудь из них вышел и сразился с ним. Похоже, его популярность не пострадала, заметил Эско. «Сейчас увидишь», отозвался Вариас. Первым вперед шагнул Сканин. На бледной коже разрушителя виднелась нездоровая, напоминающая грозу переплетения вен и кровоподтеков, вызванных соседством со смертоносным ядовитым оружием. Шея окружал ошейник из темного металла, прикрывавший аугметическую гортань. Агрессивная раковая опухоль лишила воина голосовых связок, но Карго сдал ему новые. До первой крови рыкнул Делварус, обращаясь к брату. Уже многие годы, за исключением самых редких случаев, никто не просил его о большем. До третьей отозвался Сканин и поднял отключенный цепной меч. Бой оказался, хоть и не позорно, но мучительно коротким. Через две минуты у Сканин пошла третья кровь, и он проиграл Делварусу, а капитан Триарьев даже не вспотел. Разрушитель еще не успел подняться, а на его место уже вышел другой пожиратель миров. Делварус продолжал смеяться. До первой крови, снова спросил он, до третьей. Схватка кончилась так же, равно как и следующая, и следующая, и следующая, а затем и еще одна. К седьмому бою Делварус уже тяжело дышал, и на его коже от напряжения выступили бусинки пота. Кто следующий, выкрикнул он, стоя над распростертым у него под ногами искалеченным братом. Кто следующий, до третьей крови, произнес очередной пожиратель миров, скидывая неподвижный цепной топор. Поединок длился четыре минуты, и закончился презрительной улыбкой Делваруса на фоне ликующих криков. Обычай гласил, что ни один воин не должен участвовать более чем в восьми боях за ночь, иначе он бы навлек на себя обвинения в высокомерии и тщеславии, сочтя себя выше братьев. Триарий бросил метеорный молот на палубу и триумфально вскинул кулаки, однако вопли смолкли. Делварус развернулся, чтобы выйти из круга и занять место в толпе, но пожиратели миров не раступились перед ним. Один из них, воин, чье лицо было покрыто почти таким же количеством шрамов, как и у эски, столкнулся грудью с Триарием. «До третьей крови», сказал он Делварусу, у него в руке был цепной меч. «У меня уже восемь», ухмыльнулся воин. «До третьей крови», повторил пожиратель миров и толкнул Делваруса обратно в круг. Триарий подобрал кистень и на мгновение замешкался перед тем, как снова начать его крутить. В его глазах совершенно не было того веселья, которое читалось на темном лице. Наверху Эско начал улыбаться. Еще три схватки кончились так же, как и первые восемь. Делварус больше не веселился и не пытался выйти из круга. Он знал, к чему все идет. Еще бой, и еще, и еще. В этом поединке, в четырнадцатом по счету, противник Делваруса чиркнул неподвижными зубьями цепного топора по бицепсу Триария, пролив первую кровь. Разъяренный Делварус ответил тремя ударами и столько же раз пустил кровь. Следующий выдохнул он сквозь сжатые зубы, оглядывая кольцо братьев, которые молча и пристально смотрели на него. Он задыхался, совсем как на передовой. Легионеры были генетически сконструированы, чтобы целыми днями сражаться с врагами из числа людей и нелюдей, однако при равных условиях. Когда брат бился с братом в таком жестоком месте, как арена 12-го легиона, правила менялись по ходу игры. Он победил следующего соперника и следующего, и еще девять за ним. Мышца сводила судорогой. Он поверг 25-го противника на палубу и тяжело перевел дух. 26-й опасно долго держался до второй крови. После получаса схватки соперник удачно попал ногой в грудь и Долварус отшатнулся к стене пожирателей миров. Обычно сражающихся отпихивали обратно со смехом и добродушными подколками, но его бесцеремонно швырнули вперед в зловещей тишине, и он чуть не упал на четвереньки. Триарий вовремя выровнялся и заблокировал падающий удар. Цепь кистине обвелась вокруг приближающегося меча и вырвала оружие из рук оппонента. Долварус впечатал кулак в лицо воина, сломав тому нос и наконец спустив победную третью кровь. Он снова сделал вдох. Следующий вызов прозвучал как хрик. Каргас шагнул вперед. Сангвис экстремис произнес он насмерть. Долварус прищурился и издал рычание, которое вполне подошло бы глотке тигра с древней терры или фенрисийского волка. Так не терпится умереть, апотекарий выдохнул он. Каргас ответил кривой неприятной ухмылкой и протянул руку в сторону скани. Не говоря ни слова, сержант дал ему силовой меч. В тот же миг оружие ожило. На позаимствованном клинке Каргаса и шипастом бойке кистеня сотрещали противостоящие друг другу силовые поля. Никто из воинов не парировал. Они оба лишь раз за разом пытались нанести финальный удар, уклоняясь в сторону, когда смерть оказывалась в неуютной мускулом Делваруса. Однако оно не могло наделить его ловкостью, которой он обладал, будучи свежим. По прошествии минуты первый удар Каргаса попал в цель, прочертив на щеке триария неглубокую полосу опаленной плоти. Гвозди Делваруса запульсировали, лицо его дернулось, и он бросился на апотекария. Следующий удачный удар принадлежал ему. Байо кистене зацепил челюсть Каргаса. Это было едва заметное касание, от которого силовое поле даже не засветилось. Но по бледной коже Каргаса разлилась кровь, текущая с десен. Этого оказалось достаточно, чтобы на лице Делваруса вновь появилась улыбка. Он хорошо знал уловки Каргаса и дернулся в бок, когда апотекарий ответил плевком кровавой слюны. Триарий был готов к старому трюку, за который Каргас и заслужил свою кличку на аренах. Мерзкая привычка, ухмыльнулся Делварус, прежде чем оружие успело ударить в пол и увязнуть в железе. Он рассек воздух обратным ударом, свизгом на электризованного металла. Ответ Каргаса сопровождался очередной ухмылкой, продемонстрировавшей покрасневшие от крови зубы. Выглядишь уставшим, произнес он. В ответ Делварус заревел, брызжа слюной. Наверху Вариас задумчиво прищурил глаза. Ты почувствовал, спросил он. Эско кивнул. Он ощутил некую перемену в воздухе, напряжение атмосферы возле круга. Когда имплантаты Делваруса активизировались, удары Триария стали более размашистыми и тяжеловесными. Они сопровождались фурчанием и рычанием. Шесть секунд все тем же тихим голосом произнес Вариас. Возможно, восемь. Их оказалось шесть. Каргас первый раз парировал, одним ударом перерубив цепь метеорного молота. Отключенный боек врезался в ближайшего из наблюдавших пожирателей миров, пробороздив тому грудь. Повинуясь имплантам, Делварус потянулся к Каргасу голыми руками и обнаружил у своего горла острие клинка апотекария. Гвозди отчасти лишили его здравого смысла. Однако угроза неминуемой смерти дошла до инстинктов заднего мозга и заставила остановиться. Тишина казалась громче, чем предшествующие ей ликующие крики. Заканчивай плюющейся кровью. По щеке Триария побежал ручеек густой слюны. Ты свое доказал, вы все доказали, так что заканчивай. Каргас не убирал клинок от горла Делуаруса. У других легионов есть примархи, которые ведут их к славе. Есть родные миры, которые можно чтить, и культурное наследие, которого можно придерживаться. У нас же только обрывки чужих традиций и доверия между братьями. Больше ничего. Братство, капитан, братство, которое ты предал, когда забыл о долге и солгал названным сородичем. Делуарус явно сопротивлялся гвоздям, сжимая подергивающиеся пальцы в кулаки, чтобы сохранить подобие самоконтроля. Кожа на горле почернела в месте прикосновения опаляющего плоть острия. «Я осознаю свое упущение», прорычал он, «и приложу все усилия, чтобы его исправить». Традиционная форма извинения шестого легиона вызвала волну гортанных смешков. Улыбнулся даже Каргас, на сей раз уже без тени злобы, которая до того примешивалась ко всем выражениям его лица. Апотекарий жестко посмотрел Триарию в глаза. «Делуарус, ты брат мне?» Триарий выдохнул и запрокинул голову назад, подставляя горло под последний удар. «Да, и умру как твой брат. Заканчивай». Каргас отключил клинок. Он опустил оружие и бросил его стоящему на краю круга сканер. Делуарус уставился на него широко открытыми глазами. В его мозгу искрили гвозди. «Сангвис экстремис», сказал он, «до смерти, до смерти». «Мы все в свое время нарушали традиции», произнес Каргас. «Ты один из лучших среди нас, Делуарус, не забывай об этом. Напомни нам, почему мы так думали много лет». Темнокожий воин встретился взглядом со стоящими вокруг братьями. «Вы все согласны с его словами? Любой, кто готов выставить Каргас лжецом, пусть выходит сейчас». Он широко развел руки. «Садите клинок мне в грудь, я не стану сопротивляться». Никто не вышел. Несколько воинов улыбнулись, а остальные уважительно кивнули, что можно было счесть прощения. «Я чувствую, что к этому приложил руку к Харн», сказал Белварус Каргасу. «Пахнет его мудростью, приведенной в исполнение чужими руками. Раздалось еще больше тихих смешков, в них больше не было насмешливости». «Ничего не могу сказать», ответил апотекарий. Собрание начало расходиться, и наверху Эско наконец обернулся к Вариасу. В них еще осталось благородство, гвозди их не сушили. Лекцио примус кивнул, «Пока что». Оба библярия отвернулись, оставив братьев в покое товарищества. И Вариас заговорил, не глядя своему протеже в глаза. «Сегодня ко мне приходил магистр легиона Лорки. Он полагает, что примарх балансирует на краю, и уже давно должна было наступить расплата». Эско ответил не сразу. «Это звучит почти как угроза», в конце концов произнес он. «Да», согласился Вариас. «Освещение ангарной палубы придавало его умному лицу мертвенный вид, превращая в маску с бледными гранями и стертыми очертаниями. Так и есть, не правда ли?» 16. Перерождение Благословенная леди Вакра-Джау Кхарн ожидал песнопений, свечей и всех отвратительных атрибутов суеверия. Его не разочаровали на этот счет. Хотя Эреб и командовал собственным боевым кораблем Длань Судьбы, у него были личные покои на борту Фиделитас Лекс. Именно туда он и привел Аргела Талос к Харнам. И именно там он готовился совершить святотатство против естественного порядка вещей. Харн мало что знал об Эребе помимо рассказов Аргела Тала. А его брат из несущих слова относился к людям, которые не любят скверно о ком либо отзываться, не имея на то веских и твердых оснований. Аргел Тал наводил страх на тех, кого ненавидел и угрожал разорвать их на части. Однако неизменно отказывался разносить дурные слухи о другом воине за его спиной. Клевета удел трусов и неуверенных в себе детей всегда утверждал он. И тем не менее неприязнь Аргела Тала к Эребу не раз всплывала в разговоре за год, прошедший после Иствана пять, где Харн и воин Гал Ворбак вновь сошлись вместе в роли младших командиров сил легионов, готовых к теневому крестовому походу. По мнению Харна, имя, которое Эреб выбрал для своей боевой боржи, идеально обобщало отношение первого капеллана к судьбе и своей роли в ее творении. Длань судьбы, какое высокомерие, какая пылкая кипящая спесь. Подобная точка зрения вела к... Что ж, она вела именно к этому. Эреб собрал в своих покоях группу рабов, общим числом в 17 человек, приковав каждого из них за шею к центральному алтарю. Старейшая из них была старуха, которой уже не суждено было отметить восьмидесятилетие. Младший мальчик, который явно недавно разменял второй десяток. Кхар не понимал, как им удавалось петь записанный на пергаменте текст, вдыхая смрад костей благословенной леди. Ему доводилось видеть, как неусовершенствованных смертных тошнило по куда менее весомым поводам. Однако эти бормочущие герои безжизненно таращились в пергаменты, нетвердо сжатые перемазанными грязью руками. Они пели, но он не был уверен, что они вообще читают. Вдоль железных стен помещения стояли свечи, на красном воске каждой из которых была тщательно вырезана колхидская руна. Вопящие ангелы и горгулии, сделанные из того же материала, что и стены, глядели вниз со своих насестов на потолке. Несколько статуй с неподвижной жадностью тянули искореженные руки к находящимся в зале. Возможно, чтобы благословить их, а возможно, чтобы изуродовать в угоду злобной прихоти. Оружейные комнаты большинства легионеров служили им местом медитации и тренировки, заполненным памятными трофеями и личным вооружением. Эрип превратил свое прибежище в языческий храм. В роли алтаря выступал стоящий по центру стол из тонко обработанной черной стали, снабженной оковами. Харна не заботила их предназначение, однако он без труда мог его представить. На поверхности стола были вырезаны канавки для крови, глубокие прорези, по которым любая жидкость стекала в пустой бронзовый котел под алтарем. Для чего этот котел, поинтересовался он, войдя? «Провидение», отозвался Эреб, «а теперь умолкни и прояви уважение». Кхарн выполнил первое. Он сомневался, что сможет убедительно изобразить второе. Аргелтал стоял рядом с Кхарном, скрестив руки поверх нагрудника. Возможно, его лицо и было озарено надеждой или омрачено недоверием, но шлем это скрывал. Хрустальные синие линзы неотрывно смотрели на Эреба, и гниющие рассыпанные кости, лежащие на погребальном саване. Несущий слово следил за всем, но никак не реагировал. «Брат», тихо произнес Кхарн, чтобы не прерывать творящуюся перед ним мерзость. Он слышал, как на верхней палубе стучит барабан, а из близлежащего помещения доносится плач. Чума на этот гнусный корабль проклятых верующих. Аргелтал повернулся с низким гудением сочленений работающего доспеха. Два голоса говорили приглушенно. Человеческий звучал почти так же мягко, как шепот демона. «Что?» Харн наклонил увенчанный плюможом шлем в направлении поющих оборванцев. «Они переживут ритуал?» резко спросил он. Несущий слово снова перевел взгляд на бормочущий хор. «Не знаю». «Не знаешь, или тебе все равно?» «Мне все равно», согласился Аргелтал. «Ты убьешь их, чтобы спасти ее душу?» Хотя Харн и знал, что уже слишком поздно он не собирался отступать. «Так ты поступишь». Аргелтал печально вздохнул. «Возможно, еще не знаю. Я хочу так поступить, чтобы вернуть ее». Пожиратель миров указал на поющих смертных. Он обвел их всех рукой, и на его наручах загремели цепи. «Вот так оно и начинается», произнес Харн. «Так тебе пускает первые корни та холодность, которую ты так ненавидишь в Эребе». Аргелтал покачал головой. «Не веди себя так, будто это что-то новое, и никто из нас собственноручно не убил сотни невинных, старых и молодых. Харн, это не игра в избирательную моральность. Мы расправлялись с виновными и невинными, независимо от того, держали ли они лазганы с болтерами, или же забивались в дома, держась лишь друг за друга. «Я был одержим всегда, когда убивал гражданских», скрижетнул зубами Харн. «Одержим гвоздями». «Можешь лгать себе и своему легиону, но не мне, брат. Даже если ты был одержим, разве это оправдывается деянное? Делает все лучше. Когда ты рвал на куски мужчин, женщин и детей, сменялись ли их вопли, хоть раз понимающей улыбкой? Пока шла прощая за то, что ты не способен контролировать свою ярость». Аргилтал снова перевел взгляд на приготовление и продолжил. «Мы легиона Састартес. Это мы выбираем, кто в галактике выживет, а кто умрет. Таков порядок вещей». «Это убийство», произнес Харн. «Не война, убийство. Если мы вырезаем безоружных гражданских, будучи солдатами в зоне боевых действий, это впрочем, я не стану с тобой спорить». Он кивнул в сторону останков на алтаре. «Ее жизнь равноценна тысяче других. Это отбросы человечества, однако они здесь не полностью против воли. Взгляни на них, ты бы не стал задумываться перед тем, как раскроить их черепа, окажись они у тебя на дороге. Единственная причина твоего отвращения состоит в том, что от этого дикого обряда у тебя мурашки не пришелся, что ответить. Брат слишком хорошо его знал. «У меня тоже», признался Аргелтал. «Сколько раз я тебе говорил, что хотел бы, чтобы эта истина оказалась ложной. Однако это не так, Харн. Это правда, истина, и мы стоим лицом к лицу с ней. Мы не будем жить во лжи». Несмотря на происходящее вокруг, Харн почувствовал, что вот-вот улыбнется. «Ты хорошо проповедуешь, брат. к семнадцатому с речами». Аргелтал вздрогнул, так и не отводя глаз от рассыпающихся костей. «Я не проповедник». Харну молк. Сперва он мог поклясться самому себе, что прервет обряд, вытащив цепной клинок и угрожая убить тереба. А в следующую минуту готов был признаться в неудержимом любопытстве, даже несмотря на далекий барабанный бой и пение, которое давило на его чувства, словно неприятный запах. Что же до самой благословенной леди, она уже год как находилась по ту сторону гробовой доски. Хар не знал, как религиозные культуры сохраняют своих святых в виде реликвий и ожидал выбеленных и отполированных костей или же израненного тела, законсервированного в стазисе в момент смерти. Реальность оказалась в целом более пугающей. Женщина еще не полностью лишилась плоти из-за разложения. Первоначальное помещение в герметично запечатанный саркофаг Мавзолея хотя бы немного ее уберегло. Однако было ясно, что похитившие тело поклонники почти год молились гниющему трупу. От исповедника слова 17-го легиона остался лишь ободранный скелет с некоторым количеством кожи, напоминавший рваный пергамент и прилипшими к костям серо-зелеными гнилыми жгутами жил. Безглазый и лишенный челюсти череп незрячо пялился на горгули, вырезанных на левой стене. От бескожих рук остались только куски костей, разбросанные по черному савану. Последние сохранившиеся фрагменты органической материи источали приторную вонь плесени, поддаваясь медленной, очень медленной неизбежности. Грязный саван распространял больше смрада, чем жалкие останки. Кхарн знал Аргела Тала так же хорошо, как несущий слово знал его. Этому способствовало несколько долгих приведений к согласию и совместных компаний в ходе великого крестового похода. И они быстро прониклись уважением друг к другу. Кхарну было очень хорошо известно о покаянном символизме, необходимость в котором так часто ощущал брат. И он мог с легкостью представить, что Аргел Тал наденет этот саван вместо церемониального плаща, вне зависимости от того, сработает ли это безумие. Кхарн собирался так или иначе положить этому конец. Одно дело символизм и совсем иное жутковатая одержимость. Часто казалось, что у несущих слова даже наиболее трезвомыслящих проблемы с отделением одного от другого. Геллера, спросил он. Лекс находился в Варпи, и его защитный покров берег корпус от прикосновений нерожденных, бьющихся в море душ. Поля Геллера оберегают металл и плоть, ответил Аргел Тал. Ничто не в силах полностью защитить человеческую душу. Из ниоткуда начал дуть ветер, сперва мягко, подергивая пергаменты, прикрепленные к доспехам Эриба и Аргела и загибая края свитка в руках у рабов. Датчик температуры на ретинальном дисплее Кхарна замерцал, показывая, что температура в помещении слишком низка для поддержания человеческой жизнедеятельности. Затем второй раз пробился через помехи и сообщил, что вокруг жарче, чем на поверхности слабого солнца. «Что они поют?» спросил Кхарн. Он практически свободно изъяснялся на колхидском, однако не мог разобрать ни единого слова, срывающегося с губ рабов. Перед ответом Аргела Тала прошло несколько секунд. «Имена», произнес он скользящим голосом Раума, «тысячи имен». Гвозди Кхарна затикали, посылая вдоль позвоночника пляшущие болевые импульсы. «Какие имена?» «Имена нерожденных», отозвался Раум. Его бархатистый голос балансировал между осторожностью и тревогой. «Имена переданной человеческим языком». Эри привлекает к себе взгляды обитателей варпа, спрашивая их, не видели ли они дух Кирены. «Видели?» «Ловили!» «Испепеляли!» «Свежевали!» «Распарывали!» «Пожирали!» Кхарн издал ворчание, наблюдая, как дующий из ниоткуда ветер треплет лохмотья рабов. Свечи отбрасывали скачущие тени существ с длинными конечностями, отступающих в помещении. Барабанный бой стал громче, словно сердце самого корабля колотилось о стены. Пожиратель миров уже тянулся к оружию, независимо от тщетности такого действия, когда первый из бормочущего хора умер. Женщина в нищенской одежде разорвала пергамент, который держала в руках, и с воплем побежала к Харну. Ее глаза болезненно озарились откровением. «Предатель!» выкрикнула она. «Кхарн предатель! Кхарн предатель!» Цепь у нее на горле туго натянулась, выбрав свободную длину. Сквозь бой барабанов раздался звук раскалывающегося бревесного ствола, и женщина рухнула на пол, сломав себе шею. У Кхарна заколола кожу под доспехом. Аргелтал, или это был Раум, повернулся и оглядел его. В глазных линзах несущего слова сталкивалась и сливалась воедино жидкая ртуть. Оба воина не произнесли ни слова. Барабанный бой усилился, став яростным и подражая дюжине сердец, бьющихся в противофазе. На другом конце зала Эреб глядел на кости, и только на кости. Кхарн видел, что губы капеллана двигаются, однако тот не читал с пергамента или страниц тома. Что бы это ни было, он действовал по наитию или по памяти. Следующим стал неопрятный мужчина. Он издал серию омерзительных отрывистых воплей, раз за разом колотясь лицом об алтарь и забрызгивая бедренные кости благословенной леди темной внутричерепной кровью и мозговой тканью. Чтобы убить себя, ему понадобилось одиннадцать ударов. Нанеся последний, он задергался и осел на палубу. Кхарн ощутил, как по его доспеху слабо скрижещут и царапают пальцы. Целеуказатели неуверенно пытались отследить полусформировавшиеся очертания существ, которых на самом деле здесь не было. Он обнажил клинок и положил руку на наплечник Аргела Тала. Брат, ничто не стоит такой мерзости. Аргел Тал не успел ответить. Как только Кхарн завершил фразу, Эреб произнес одно единственное слово. Непостижимый приказ Нарваном чужеродном наречии. Скелет на алтаре задребезжал и затрясся, а затем начал кричать без легких и голосовых связок. В последующие томительные годы, в те редкие дни, когда Кхарну хватало самообладания, чтобы разговаривать, не говоря уж о том, чтобы рассказывать о событиях той ночи, одной из немногих вещей, которую он помнил отчетливо, была смерть Хора. Пятнадцать мужчин и женщин, раздиравших собственную плоть грязными ногтями, ритуальными ножами, распались на части прямо на месте. Они взорвались, как будто их разметали невидимые руки богов. Часть растерзанной плоти осталась внутри одежды, остальное расплескалось по комнате. В звуке их священной гибели было что-то свиноподобное, панический поросячий виск, сопровождаемый сальными шлепками сырого мяса об пол. Алтарь окатила дождем требухи, покрывшим корчащийся скелет внутренностями, которых ему явно не доставало. Словно уловив это, железные барабаны перестали нещадно стучать в подражание множеству сердец, снизив темп и слившись в одно гигантское биение. Покрытые пятнами крови, Харн и Аргелтал отступили от гротескной картины. Пожиратель миров тер по лицевому щитку пальцами перчатки, чтобы прочистить глазные линзы. Несущий слово неотрывно глядел на возрождающийся труп сквозь застилающий обзор кровавые полосы. Эреб не обращал внимания на завывающий эфирный ветер и плач подхваченным им душ. Он возвысил голос, направив Крозиус на восставшего мертвеца на алтаре и повелевая тому вновь занять свое место в мире плоти, крови, костей и стали. Харн увидел, как продолжающий вопить труп поднял руку, кости которой были соединены свежим окровавленным мясом, а затем зал погрузился в абсолютную тьму. Чернота сама по себе являлась сущностью. Она была слишком глубокой и реальной для обычного отсутствия света. Тепловое зрение ожило, но ничего не показало. Со щелчком включился эхолокационный режим, который дал тот же эффект. Как бы ретинальный дисплей не пытался компенсировать внезапную слепоту, Харн продолжал пребывать во мраке. Клинок поднялся в оборонительную позицию, раскручиваясь и перемалывая воздух. Что-то вышибло оружие у него из рук. Он надеялся, что это был Аргилтал. Крики стали более человечными. Они разносились по залу, а не у Харна в сознании. К счастью, они перестали шаги босых ног по твердому полу, и хриплый крик молодой женщины наконец-то перешел в хлюпающее сбивчивое дыхание. На заднем плане раздавался влажный капающий звук, который наводил на мысли от ушек, подвешенных на скотобойне. Зрение вернулось почти что неохотно. Это больше напоминало выход из чернильного облака, чем просто открытие глаз. В свете свечей расплетались и растворялись в тени, которые создавали ряб на кровавых лужах. Ветер и последовавшая за ним чернота не затушили ни одной свечи. Эрик стоял возле алтаря. На его лице было выражение бесконечного терпения, пожалуй, даже снисхождения. Сжавшаяся в углу кирена валантион, обнаженное тело, которое прикрывал лишь погребальный саван, и всклокоченные орехово-коричневые волосы, теперь дочерно потемневшие от крови тряслась и неотрывно глядела на Кхарна и Аргела Тала широко раскрытыми глазами цвета сженого каштана. Она смотрела на них, она их видела. «Ты не слепа!» ошеломленно прошептал Аргел Тал. «Не ты жива? Или с тобой все в порядке?» Он был поражен и поражен сильно. «Ты не слепа!» снова произнес он. Кирена продолжала дрожать, пристально смотреть и молчать. Известие о ее возвращении распространилось по флагману несущих слова словно пожар. После того, как они покинули покой Эриба, прошло всего несколько минут, а залы уже заполнились толпами смертных членов экипажа. Они выкрикивали ее имя, отчаянно стремясь прикоснуться к ее коже на удачу или же украсть кусок погребального савана. В качестве мрачного знака благословения пантеона. Кирена смотрела на все это с нарастающим ужасом. До своей смерти в небесах над Истваном 5, она более 40 лет путешествовала на борту боевого корабля несущих слова «Де Профундис». Все это время ее славили как живой символ прошлого легиона. Одну из последних выживших из совершенного города, который был уничтожен по приказу императора, чтобы покарать 17-й легион за неуместные верования. Встретившись с ней, даже сам примарк заплакал, проронив одинокую, неторопливую слезу полубога и попросил о прощении. Эта история также разнеслась, будто оставленный без присмотра огонь. Жару добавляло то, что это была правда. Ее жизнь была памятным уроком для легиона и признанием его вины. Кроме того, она была оберегающим сокровищем. И ей нашлось место в 17-м, которое с позабытых времен неизменно находилось в святых армиях для людей, исполненных верой и отваге. На протяжении четырех десятилетий она слушала признание несущих слова солдат имперской армии и тысяч членов экипажа боевого корабля Аргела Тала. Когда 301-й экспедиционный флот объединился с другими армадами, ведущими Великий Крестовый Поход, офицеры несущих слова из других плотов постоянно стремились побыть с ней, чтобы снять с сердца и разума бремя былых грехов и грядущих предательств. Она слушала почти полвека, принимая и прощая проступки единственного легиона, который когда-либо подводил владыку человечества и первого легиона, который узнал об истине по ту сторону реальности. Она познала эту истину вместе с ними. Она была столь же верующей, как и любой несущий слово, и явно более благочестивой, чем большинство из них. Благодаря омолаживающей хирургии она оставалась юной, полной сил и частым объектом для увековечивания в статуях и витражах, которыми были украшены соборы и монастыри многих кораблей, несущих слово. Однако все эти годы она ни разу не видела никого из воинов и рабочих, приходивших к ней за благословением. Огненное оружие ультрадесанта лишило ее зрения, стирая совершенный город с лица земли. Кирена наблюдала, как город гибнет от орбитальной бомбардировки, ярость которой многократно превосходила, светила планеты. И ожоги роговицы и зрительных нервов так и не зажили. Она отказалась от аугметической замены и соображений веры и надежды, что ее собственные глаза исцелятся. Ей ни разу не доводилось видеть внутреннего убранства кораблей, где она читала проповеди и принимала бесчетные исповеди. Она никогда не видела Аргела Тала, Кхарна и даже Ларгара. Единственными космодесантниками, кого она лицезрела во плоти, были сыновья Желемана, которые казнили мятежников и выгоняли обитателей совершенного города из домов, чтобы снизить потери после начала обстрела с небес. Теперь, оказавшись в коридорах Лекса, Кхарн был рад, что остался на ритуал и после него. Он прокладывал дорогу обратно в оружейную комнату Аргела Тала, отбиваясь от толп фанатиков, которые тянулись через все залы. Аргел Тал прижимал ее к себе, защищая выставленным поперек обнаженным клинком. Он дал волю изменению и прикрывал ее громадными красно-черными крыльями, которые у него появились за год, прошедший после Иствана. Было очевидно, что они пугают Кирену. «Назад!» предупредил Кхарн, накатывающийся на него живой вал. Грязные руки рьяно пытались отпихнуть его в сторону. В толпе присутствовали даже несущие слова, которые пели имя благословенной леди, славя ее как перерожденную святую. «Назад!» прорычал он, подкрепив слова пинком в живот одного из людей. Грудные кости человека сломались, и удар опрокинул его на палубу. Навстречу и товарищей. Кхарн почувствовал, что на его лице появляется слабая неприятная улыбка. Аргелтал был прав. Это не игра в избирательную моральность. Среди криков «Кирена! Кирена!» и «Благословенная леди!» он услышал донесшийся сзади тихий голос, дрожащий женский шепот. «Кто ты?» Он рискнул бросить взгляд назад, в то же самое время печатав локоть в лицевой щиток несущего слова и заставив воина пошатнуться. Кирена была анемично бледна, хотя Кхарн не был уверен ни следствия ли это сильного смрада погребального савана или же выпавших на ее долю безумных испытаний. «Это я!» сказал он. Сколько раз они встречались, сколько раз он слышал, как они с Аргелом Талом спорят о вере, философии или сущности души. Тогда он не верил ни единому слову, но события этой ночи заставили его провести неприятный пересмотр собственного скептицизма. Он позволял ей прикасаться к своему лицу, чтобы изучить его черты, даже дал провести пальцами по шраму на затылке, единственной незаживающей рани на том месте, где много лет назад вживили гвозди. Он рассказал ей о гвоздях и о том, что те сделали с его мозгом. Но здесь и сейчас она не знала, кто он. Вместо того, чтобы ощупать лицо или опознать по голосу, она смотрела на него и не узнавала. «Кхарн!» произнес он. «Я Кхарн!» Она уставилась на него, на скрывающую лицо маску. «Ты Кхарн?» Ему не дали ответить. Толпа навалилась так сильно, что едва не вдавила его в нее. Кхарн ударил цепным мечом, разорвав ближайшего смертного надвое. Он ощущал тошноту от того, что сражается так спокойно. Гвозди посылали импульсы, не боль, а дразнящее тепло, от которого ускорялось сердцебиение, предлагая напитать эмоциональный центр мозга удовольствием, если только он расслабится и начнет безнаказанно убивать. «Назад!» прорычал он. «Назад!» Он подавил желание, отшвырнул еще двоих людей в сторону, размозжил третьему голову эфесом цепного меча и полностью погрузил кулак в лицо очередного поклонника, отчего голова мужчины запрокинулась назад, и тот рухнул на пол. Этого было недостаточно, вал продолжал напирать. Люди протискивались мимо, даже проскальзывали у него между ног. Его банально захлестывали числом, невольно наводя на мысли о том, как крестьяне фермеры с вилами стаскивают закованного в броню рыцаря седла. Он как-то раз видел такое на зернистой гололитической пик-трансляции и хохотал до слез. Теперь это казалось несколько менее забавным. Харн стряхнул секундную рассеянность и поддался соблазну. Он поддался гвоздям, совсем как изможденный путник уступает сну, просто перестал сопротивляться. Немедленно появился слабый приток удовольствия, которое набирало обороты совсем как цепной меч в руках. Убийство бодрило как ничто другое. Именно такой была цель нейрохимической игры гвоздей. В моменты тусклого серого покоя он знал, что поющие гвозди блокируют серотонину в мозгу, чтобы подстегнуть инстинктивную агрессивность, а также что они убивают электрическую активность и эмоциональную реакцию на все, кроме притока адреналина. Эти археотехнические причуды гвоздей мясника легион наиболее подробно изучил в ходе давно брошенных изысканий. Это холодное и рассудительное знание мало что значило. Машина боли внутри черепа в первую очередь вынуждала его наслаждаться убийством. И все спокойное теоретизирование относительно причин этого совершенно ничего не меняло. Меркло даже уютное ощущение братства. Одно из немногих удовольствий в жизни доступных вне боя. Так что Кхарн убивал как всегда убивали его братья. Потому что убийство означало какие-то чувства помимо заторможенной и бесцельной злобы. И как всегда обещание удовольствия сопровождалось жением в перегруженных мышцах. Благодаря гвоздям и текущим в кровеносной системе боевым стимулятором он сражался ожесточеннее, двигался быстрее и наносил удары с большей яростью. Каждый взмах клинка вознаграждался удовольствием. Теперь к поклонникам присоединились и несущие слова, внешние приличия которых не устояли перед фанатической верой. Один из них бросился на него с собственным цепным мечом. Кхарн садил локоть воину в горло и резанул клинком по неприкрытым силовым кабелям на бедре противника, а затем вытянул руку и схватил смертную женщину, которая пыталась пробежать мимо. Он сжал ее волосы в кулаке и одним резким рывком сломал шею. Но все его действия не могли сдержать поток, тела напирали, и на каждого отброшенного назад или забитого насмерть приходилось все больше тех, кто проползал или протискивался мимо. Громадное количество иступленных людей почти лишало его свободного пространства, необходимого, чтобы взмахнуть клинком или ударить первый признак передышки появился в задних рядах, когда раздался вой агонии, за которым последовал неприятный запах горящей свинины. Коридор затянуло таким грязным дымом, что от него чернел язык. Его сопровождало бурное шипение, издаваемое огнеметами в замкнутом пространстве. Харн едва мог разглядеть огненные шквалы, но его губы растянулись в оскале, который в равной мере означал смех и ярость. Пламя было зеленым, пляшущие, фосфорицирующие языки насыщенного цвета нефрита. Как и все, кто сражался за или против ордена освещенного железа аргела тала, запрошедший после их последнего основания год, он знал источник этого огня. Угол кирта кхарна пощипывало от пены. По подбородку текла болезненно едкая слюна. Он оторвал одному из людей руку возле плеча и прикончил несчастного ударом тыльной стороной ладони в лицо, прежде чем тот успел хотя бы закричать. Позади слышалось гудение движущегося влево-вправо энергетического клинка аргела тала, который жужжал, поджаривая кровь, пытающуюся прилипнуть к священной стали. Аргел тал убивал, держа и защищая кирену одной рукой. Его оружие не нуждалось в перемалывающих цепных зубьях. Силовое поле клинка кустодия рвало органическую материю на части, рассекая кости так же легко, как и плоть. Двое воинов, не сговариваясь, развернулись так, что перепуганная женщина оказалась между ними и встали спиной к спине, противостоя арде. Оба работали клинками, сапогами и кулаками. Аргел тал обладал преимуществом крыльев, которыми колотил смертных, сшибая тех с ног. «Вижу нефритовое пламя!» крикнул Кхарн через плечо. «Как раз вовремя!» добавил он про себя. «А теперь держись, пока они до нас не доберутся!» проскрежетал в ответ несущие слова. Цепной меч Кхарна застрял посередине тела человека, предательски выскользнув из окровавленной руки. Зубья клинка щелкали, наткнувшись на кость. Кхарн бросил оружие на палубу, оставив его в мясе и начал убивать закованными в броню руками. Не в первый и не в последний раз. Было бы справедливо сказать, что мало кто из несущих слова когда-либо производил на Кхарна впечатление. Они воевали с фанатизмом, нездоровым родственникам пыла, и их наступлением с песнями под жутковатыми знаменами и божественными символами было сложно восхищаться. В некоторых сражениях можно было рассчитывать, что несущие слова зачистят всех врагов до последнего и посыплют солью саму землю, на которой те обитали. В других же они разбивались на молящиеся и бормочущие группы, самозабвенно предающиеся пыткам или каким-либо другим унизительным обрядам, чтобы ублажить каких-то богов, которые, по их мнению, наблюдали за происходящим. Если и существовал способ предугадать их настрой до начала сражения, то Кхарн его еще не нашел. Даже Галл Ворбак, братья Аргела Тала с кровью демонов, были в равной мере людьми и животными. Мало кто из так называемых благословенных сынов сохранял уровень сдержанности бывшего командира, и большинство из них стало незначительными предводителями своих отделений и воинств. Они проводили в демоническом облике большую часть времени и получали приказы не от легиона, а от пантеона. Кхарн делал исключение в своем сомневающемся отвращении к 17 легиону для Вакра Джал. Орден освещенного железа возвысился из пепла рот, истребленных на смертных полях иствана пять. Аргел Тал собрал сотни оставшихся без предводителя воинов и объединил после краха. Отбросив клятвы, данные уничтоженному ордену Зазубренного Солнца, он получил разрешение лорда Аврелиана создать собственный новый орден. Многие из них базировались на завоевателей, удостоившись чести участия в поединках на аренах. На борту Фиделитас Лекс осталось лишь несколько сотен, и они наконец-то заявили о себе. Это были носители нефритового пламени, которые отправлялись на войну, прикрыв лица щитками из полированного серебра, воины, которые прожигали себе дорогу по переполненным коридорам. Его подошвы шлепали по лужам липких останков. В отверстия, заменявшие пол железной решетки, капали растопленная плоть и металл, которые стекали в безымянный мрак между палуб. Кхарн боролся с привычным ощущением дезориентации, которым сопровождалось освобождение от власти гвоздей. Однако ему хватило внимательности, чтобы заметить осторожность движений, приближающихся к нему вакраджал. Несколько прошли мимо Каргелу, Талу и Кирене, но некоторые задержались, не имея уверенности относительно его темперамента. Один из них рискнул дотронуться до Кхарна, положив тому руку на спинную силовую установку. «Капитан», спросил воин, «Вам нужен апотекарий?» Кхарн отодвинулся от прикосновения воина. «Нет, впрочем, благодарю». Его глаза были горячими и отяжелевшими, грозя закрыться. Ему казалось, что он мог бы проспать целую неделю. Будь проклят, этот чертов корабль! Здесь даже гвозди сильнее давили на мозг, делая его слабее после их головокружительной песни. Воин отступил назад, глухо стуча сапогами по органической жиже, отключил и убрал в ножны свой кривой колхидский клинок. Спустя мгновение Кхарн услышал характерное шипение, с которым закрывались дуло огнеметов, установленных на запястьях Вакраджал. Дежурные огоньки погасли, выбросив пару искр. От этого зрелища пожиратель миров едва не ухмыльнулся. Только самое лучшее и драгоценное от механикума для элиты семнадцатого. Эшрамар обратился он к сержанту Вакраджал. Сэр! Воин снова повернул серебристый лицевой щиток к Харну. Вы расплавили половину коридора, указал Центурион, и это не было преувеличением. Алхимическое липкое пламя Вакраджал растворило длинные полосы пола и превратило стены в оплывшую остывающую грязь. Вентиляторы боролись с вонью испорченной свинины и облаками дыма. Однако система фильтрации воздуха не могла добиться в этом беспорядке большего, чем поработав несколько часов. А еще мы спасли твою жизнь, заметил Эшрамар. В его протяжном вокс-голосе слышалось нескрываемое веселье. Неблагодарный ублюдок из 12-го легиона. После укуса гвоздей прошло немного времени, и Кхарн счел это забавным. Импланты позволили ему улыбнуться, продолжая приятно жечь от текущего в крови адреналина. Брат, обернулся он Каргелу Талу, надо двигаться, придут еще. Семнадцать Голоса в ночи Урок Русса Варп Ларгар слушал, как умирают миры. По бокам и сверху от него бились и плескались пляшущие невозможные цвета варпа, сдерживаемого куполом из заговоренного стекла. Как и все остальные, он что-то видел в бурлящих волнах. Однако, терзаемые мукой лица и беспомощные руки было несложно игнорировать. Значение имела лишь мелодия. Оставшаяся часть песни продолжала свое тайное течение, все приближаясь и приближаясь к кульминации, которая ему требовалась. Оставалось уже недолго. Скоро мотив достигнет такого эфирного изящества, что его можно будет направить в материальную реальность и сделать слышимым. У каждого из миров, привязанных к своим солнцам, была своя партия. Именно поэтому они должны были гибнуть в идеальной гармонии друг с другом. Ларгару недоставало лишь проводника, чтобы выпустить на волю непреклонную мощь, и это должно было произойти в свое время. Роль дирижера астрологического оркестра оказалась утомительнее, чем он видел во снах. Хотя менее понятливые и более воинственные братья не смогли бы постичь тонкости прилагаемых им усилий. От изнеможения он задумался, пусть даже на краткий миг. Нельзя ли было породить столь божественную, вдохновленную звездную песнь посредством абсолютного мира, а не абсолютной войны? Судьба раскрыла карты, и хаосу было предначертано поглотить бытие вне зависимости от яростной борьбы Гора и Ларгара против имперской военной машины. Однако, что было бы, сохрани о неверности императору, что тогда? Сотворил бы великий крестовый поход, безмятежную погребальную песню, которая бы играла по ту сторону пелены, пока беззащитное человечество погибало в муках. В этом и заключался критический изъян. Образом действий императора было согласие, а не мир. Эти две вещи отрицали друг друга, словно отталкивающиеся магниты. Не имело значения, какое знание империум затаптывал в покорительном крестовом походе, поскольку его повелителям требовалось лишь подчинение. Не имело значения, какие войны велись от нынешних времен и до бесконечности. Легион Астартес предстояло вечно маршировать, поскольку для этого они и были рождены. Война была бы всегда, даже если бы великому крестовому походу позволили достичь всех границ галактики, мир бы так и не наступил. Недовольство бы бурлило, народы бы бунтовали, миры бы восставали. Сущность людей время от времени отправляла их на поиски истины, а истина всегда повергала тиранов. Никакого мира, только война. Ларгар почувствовал, как у него холодеет кровь, только война. Эти слова разносились в вечности. Он не верил в десять тысяч будущих, как заявлял Эриф. Любой выбор, сделанный каждым живым существом, порождал слишком много вероятностей. Какой толк от пророчества, если оно преподносит лишь возможное происшествие? Ларгар был не настолько лишен фантазии, чтобы нуждаться в переплетающихся догадках варпа для подобной демонстрации. Всякий, обладающий хотя бы толикой провидения, мог представить себе грядущее. Гениальность состояла в том, чтобы организовать события в соответствии со своими целями, а не просто внимать в хохоту безумных богов. Помимо этого, Ларгар старался в первую очередь не забывать еще об одном. Несомненно, боги были могущественны, однако переменчивы. Каждый из них куда чаще действовал против собственных сородичей, вливая в сознание пророков противоречивые предсказания. Возможно, они даже не обладали разумом в доступном для человеческого понимания смысле этого слова. Они в равной мере казались воплощениями первичных эмоций и отдельными сущностями. Но нет, между тем, чтобы слышать их и внимать им простиралась широкая бездна. Боги лгали, совсем как люди. Боги обманывали, конфликтовали и стремились увеличить свои владения за счет соперников. Ларгар не верил ни единому из их пророчеств. Ему даже доводилось мельком видеть возможные варианты будущего, где империум поклонялся императору как богу. Что должно было произойти в бесчетных триллионах людских сердец, чтобы имя овладела такая вера. Та самая вера, за распространение которой был наказан Ларгар. Те самые убеждения, за которые его покарали. Как могла империя человечества принять своего владыка за божество после того, как 17-й легион унизили за то, что он осмеливался заявить, будто это истина. От этой мысли он покачал головой и тихо вздохнул. Повелитель спросил один из хора, приняв вздох за признание неудовольствия. Ларгар смягчил паузу, лучащейся золотом улыбкой. Простите мне миг рассеянности, произнес он, прошу вас, продолжайте. В хор входил 51 человек и все они говорили одновременно. На каждом было соответствующее их занятию белое одеяние. Мрачные регалии придавали им почти что жреческий вид. Они стояли в разрозненном беспорядке. Построение было лишено организованности, если не считать той случайной художественности, что все они были обращены лицом к Ларгару и как будто на самом деле обращались к нему. Несколько из них бормотало, другие кричали. Большая часть говорила спокойно и монотонно, полностью очистив речь от эмоций. «Мои ноги!» Совершенно без выражения произнес один из хора, стоявший абсолютно прямо. «Микаяс, помоги мне, я не чувствую ног». «Район западной Адельфии уже потерян», протянул другой, тараща широко раскрытые безжизненные глаза. «Вы меня вообще слушаете? Пожиратели миров захватили его час назад. Мне нужно было больше людей губернаторов, нужно больше людей». Третья покачивалась на месте. Невыразительное лицо покрывали полосы непроизвольно текущей износа крови. «Мой сын», прошептала она, «мой сын там в ловушке, не стреляйте, прошу вас, не стре». Она умолкла так внезапно и резко, что ларгар вздрогнул. По краям хора несколько слуг песцов фиксировали каждое слово, которому несомненно предстояло дальнейшее обдумывание в поисках упущенного смысла. Они прохаживались по полу собора, петляя среди астропатов и следя за тем, чтобы не коснуться никого из них. В базилику вошел Ангрон, закованный в свое обычное стилизованное облачение из бронзы и керамита. К его спине были пристегнуты два громадных цепных меча. Он даже потратил свое время на приветствие, скинув руку. На память о ларгара сломленный брат впервые делал такой жест. Несущий слово попытался скрыть удивление новоявленной братской уважительностью. Лотара говорит, что ты украл ее астропатический хор. Безгубая улыбка Ангрона была по-настоящему жутковатой. Как я погляжу, она возможно была права. Украл сильно сказанно. Позаимствовал звучит куда менее постыдно. Ларгар бросил взгляд вверх в небеса над собором. Лекс продолжал мчаться к Нуцерии. Зачем они тебе? Поинтересовался Ангрон. Атрант после погребения заживо уже осталась только потрескавшаяся рубцовая ткань. Очередное множество шрамов поверх предыдущих. Позади него скрывались поглотители, которые вошли в собор, не удостоившись даже взгляда примарка. В должности телохранителя Ангрона не было ничего почетного, несмотря на ту ярость, с которой чемпионы пожирателей миров дрались за ее в первые полные оптимизма годы. Куда бы они ни шли, Ангрон не обращал на них внимания и никогда не сражался бок о бок с ними. Закованные в терминаторскую броню, они не могли постоять за сеньором и так же легко теряли самоконтроль, как и все прочие пожиратели миров. И это означало, что сражение организованной группой было для них в лучшем случае безнадежной затеей. Ларгар наблюдал, как поглотители, воины, которые сто лет учились проглатывать собственную гордость и делать вид, что их не игнорируют, переговариваются при входе в базилику. «Приветствую», обратился он к ним. Казалось, это вызвало у них тревогу, и они молча и нерешительно поклонились. Ангрон фыркнул в ответ на оказываемые братом знаки внимания. «Телохранители», сказал он, «меня раздражает даже их название. Поглотители. Можно подумать, это я их так назвал. Можно подумать, они лучшие воины легиона». «Их намерения чисты», заметил Ларгар. «Они хотят воздать тебе почести, и не виноваты, что ты бросаешь их в каждом бою». «Они уже даже не самые свирепые бойцы легиона». «Этот плут Далварус отказывается бороться за место в их рядах». «Когда я спросил Кхарна, не думал ли он об этом, тот рассмеялся. «А знаешь плюющегося кровью?» «Знаю», отозвался Ларгар. «Плюющегося кровью знали все. Он победил одного из них на арене и вырезал боевым ножом свое имя на доспехе несчастного ублюдка». Ларгар натужно улыбнулся. «Да, очаровательно». Лицо Ангрона снова дернулось, повинуясь сбоящим мускулам. «Кому из примархов когда-либо требовалась защита низших смертных?» «Ферусу», мягко произнес Ларгар, «Вулкану». Ангрон сочно и искренне расхохотался, хотя звук все равно звучал резко, словно злой ветер. «Приятно слышать, как ты шутишь насчет этих слабаков. Меня начинало утомлять, что ты их оплакиваешь». Это была не шутка, однако Ларгар не хотел нарушать хрупкого, хорошего настроения брата. «Я оплакиваю только мертву», уступил он, «Я не скорблю по вулкану». «Он все равно, что мертв», вновь улыбнулся пожиратель миров. «Уверен, он жалеет, что так не произошло». «Так что ты делаешь с хором лотары?» «Слушаю, как они поют об иных мирах и воинах». Ангрон безразлично уставился на него. «Конкретнее», сказал он, «пока у меня хватает терпения на такие мелочи». «Просто послушай», ответил Ларгар. Ангрон выполнил просьбу. Через минуту или чуть больше он кивнул. «Ты слушаешь, как горят пятьсот миров?» «Что-то в этом роде. Это голоса недавно умерших и тех, кто скоро к ним присоединится. Мгновение смерти случайно выбранных душ где-то в ультрамаре, пока наши флоты разоряют их планеты. Отвратительно, святоша, даже для тебя. Это мы несем им эту гибель. Нельзя считать, будто мы где-то в стороне. Возможно, болтеры и клинки находятся не в наших руках. Однако, мы все еще творцы этого разрушения. Наш долг слушать, запоминать принявших мученическую смерть и размышлять обо всем содеянном. «Удачи тебе с этим!» произнес Ангрон. «Но зачем забирать хор лотары? Что случилось с твоим?» Они умерли. Теперь настала очередь Ангрона удивляться. «Как?» С воплями. Ларгар был абсолютно бесстрастен. «Что привело тебя сюда, брат?» «Любопытство. Я последовал за тобой так далеко. Мы губили миры, смерти которых ты хотел, и теперь ты задолжал мне пару ответов». Ларгар рассмеялся. «За прошлый год ты уничтожил несколько планет, которые я хотел обойти стороной. Брат, не делай вид, будто был последним бойцовым псом. Арматура стала первым сражением, которого хотел». Ответ не до конца вывел Ангрона из равновесия. «У меня вопрос, на который ты ответишь, Ларгар». Пожиратель миров наконец обернулся к своим элитным терминаторам. «Побудьте где-нибудь в другом месте», велел он. Те отсалютовали и повиновались. У громадных дверей базилики стояло несколько вакраджал, которые наблюдали, как поглотители топают мимо. Они обернулись к Ларгару, ожидая приказа последовать за кузенами из 12-го легиона. Примарх кивнул, разрешая идти. Затем он перевел взгляд на астропатический хор, медленно приходящий в себя. «Можете вернуться на завоеватель, когда корабль в следующий раз выпадет из варпа. Прошу вас, оставьте нас». Они поклонились и потянулись из зала медленной и заторможенной процессией. Когда братья остались наедине, Ларгар поднял руку, словно желая сдержать слова Ангрона. Между ними возникло призрачное свечение, которое кружилось, распадаясь на сферы и копируя образование вселенной много миллионов лет тому назад. Первыми сложились солнце, а затем привязанные к ним планеты. Все это медленно двигалось в неторопливом звездном танце, гравитационном балете созиданием. В воздухе вращалась сотня звезд, вокруг каждой из которых кружили миры. При виде устроенной братом игры теней Ангрон оскалил железные зубы. Ультрамар? Ультрамар, подтвердил Ларгар. Всего лишь пятая часть могучего ультрамара. Он подошел к одной звезд, обняв ту согнутыми пальцами. Светило померкло, став мутно-сером, и из пульсирующего ядра потянулся белый туман. «Солнце Калта!» произнес он. «Звезда Веридия!» Губы Ангрона вновь растянулись в насмешливые ухмылки. «Ларгар, я не идиот!» Несущий слово вполне искренне улыбнулся. «Дай мне еще секунду, смотри!» Несколько звезд точно так же поблекло, а миры остальных стали темнеть и гибнуть в клубящихся облаках едва заметного пламени. И действительно, щупальца белого тумана потянулись от источника на Калт, жадно скользя в небесах. Они начали разрастаться, но вели себя, будто медленные и лишенные цели существа, так и не достигнув ни одной из сфер. «Однажды я отправился к грани реальности», тихо произнес Ларгар, и вместо бесконечности, лишенной богов и надежды, обнаружил остатки империи, которая была уничтожена при рождении божества. Эльдар породили высшую сущность, погубившую их за невежество Ангрон. Великое Око это послед Сла-Анеф, который объединяет реальность и нереальность в единое священное царство. Империум описал подобное событие как варп штормы. Однако, к сожалению, мои сведения точнее. Наконец, он приблизился к неприметной звезде на краю иллюзии. Вокруг этого светила обращалась одинокая планета, которая была ничем не примечательнее прочих сфер и уступала в этом отношении многим из них. Синие океаны и огромные озера. Разнообразные массивы суши выделялись зеленым, серым и желтым, а на обоих полюсах белел лед. Вот, сказал Ларгар, ответ на незаданный тобой вопрос. Ангрон не отличался нерешительностью или терпением, и все же в этот миг казалось, что он не хочет говорить, на сей раз никак не проявляя раздражения длинными и поэтическими речами брата. Даже гвозди были спокойны и не заставляли его лицо подергиваться. Но Церия, наконец, проговорил он надломившимся голосом, железные зубы сжались так сильно, что раздался виск металла. У меня нет желания туда возвращаться, Ларгар, ни желания, ни нужды. Ларгар кивнул, в его глазах читалось родственное понимание. Знаю, все мы уже не те, кем были раньше, когда император впервые отправил нас к звездам. Все его сыновья выросли, извлекая уроки из прошлого, или же отбрасывая его оковы, но взгляни. Пока мир проплывал мимо, Ларгар протянул руку и едва заметно коснулся его кончиком пальцев. Сферу окутали огненные черви, и все детали скрылись под покровом пылающих облаков. «Проводник», произнес Ларгар, «он завершает схему и делает ее цельной, смотри». Тянущиеся возле калта щупальца света внезапно начали перепрыгивать от мира к миру, охватывая и обвивая пространство. Распространяясь по границам Ультрамара, они с явным нетерпением, казалось голодом, тянулись к пылающему шару Нуцерии. Когда они добрались до него, то уже образовали туманную преграду между пятистами мирами и остальной частью Империума. Ларгар стоял почти в двадцати метрах от Ангрона, но все ровно услышал, как брат мягко выдохнул. «Ничто с Террой не попадет внутрь», сказал несущий слово, шагая вдоль границы тумана, и ничто не выйдет наружу. Сквозь эту бурю не пробьется даже астропатический шепот. «Мы зажжем Желеманов уголок галактики, и только мы с тобой будем знать обратный путь через это пламя». Голос Ангрона напоминал ржавый металл, который переживали и с рычанием выплюнули. «Почему Нуцерия? Ты мог выбрать любой другой мир возле границы Ультрамара, чтобы создать край этой преграды, но ты выбрал Нуцерию». Пожиратель миров медленно и хищно моргнул, почти как крокодил. «Ты мне ответишь, жрец, почему Нуцерия? Что такого ждет нас на этой планете? Отчего она становится столь заманчивой целью?» Несущий слово склонил голову, и иллюзорная звездная карта пропала. «Это должна быть Нуцерия», произнес он. «Недостаточно». «Почему ты так не хочешь возвращаться?» тихо спросил Ларгард. «Нежелание, он просто не ожидал такого от воинственного брата, даже в случае сложнейшего решения. Сколько раз я тебе говорил, проворчал пожиратель миров, и его гортань издала протяжный звук «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м». Я умер там. Все, что было после, не имеет значения. Не представляй меня рычащим нелюдем, который постоянно ослеплен собственной злобой. Я все еще человек, что бы они со мной ни сделали. Я решил сохранить миру жизнь. Теперь там для меня больше ничего нет. Ларгар кивнул, ощущая, что ему придется пойти на небольшие допущения, чтобы обуздать нрав брата. Там отмщение, Ангрон. Неужели это настолько бессмысленно? Ммм, отмщение за что? Она вернет моих братьев и сестер из несправедливо доставшихся им могил. Кости моего прошлого давно остыли, Ларгар. Несущий слово прищурился и усилил натиск. Говорили, что император скрыл планету от тебя. Я всегда думал. Ты думал неправильно. Ангрон сплюнул на мозаический пол. Слюна была красного цвета. Что-то внутри его черепа кровоточило. Ты играл в игры императора, уступил Ларгар. Носил его ошейник до восстания. Пытался быть сыном. Который был ему нужен. И являлся таковым, если не считать моменты потери самоконтроля. Но теперь мне нужна гибель Нуцерии. Хочешь ты того или нет. И ты, брат, идеальный архитектор для нее. Ангрон заколебался. Что бы он ни говорил, в его глазах явно медленно разрасталось пламя. Почему Нуцерия? Ларгар казался печальным. Как правило, несущий слово не скрывал своих чувств. Однако, если он того хотел, его было сложно понять. А Ангрон не был мастером распознавания тонкостей выражения лица. Метафизика сложна, произнес Ларгар. Ангрон издал рычание. Может, я и не тратил целые дни на споры с тобой и Магнусом в Отцовском дворце. Однако гвозди не сделали из меня полного глупца. Я задал вопрос, Ларгар. Ты на него ответишь. И сделай это без обмана, если вообще на такое способен. Несущий слово посмотрел в глаза брата, на редкую палитру эмоций в глубине. Там в изобилии присутствовала боль, но еще и отчаяние от жизни с отказывающим разумом. А также свирепость, которая выходила за пределы злобы. Ангрон был созданием, которое научилось делать из собственной ненависти клинок, чтобы использовать в бою. Большинство живых существ пребывали в рабстве у эмоций. Но он превратил свои в оружие. Ларгар не мог не восхищаться скрытой в этом силой. — Мы направляемся к Нуцерии из-за тебя, — произнес он, — из-за гвоздей. Ангрон продолжал смотреть на брата, молчанием вынудив того продолжить. — Они тебя убивают, — признался Ларгар. — Быстрее, чем я думал. Быстрее, чем кто-либо понимал. Темп дегенерации ускорился даже в последние несколько месяцев. Твои имплантаты не предназначались для мозговой ткани примарха. — Гвозди вгрызаются все глубже, а твоя физиология пытается залечить повреждения. Однако это игра в перетягивание каната, где стороны равны. В ответ Ангрон безразлично пожал плечами. — Догадки! Я способен видеть души и слышать музыку созидания, — улыбнулся Ларгар. — После такого подобное проще простого. — Знаешь, архивы двенадцатого легиона достаточно объемны. — Остальное понятно по твоему поведению, а также по излучаемой тобой боли, которую я чувствую при каждой нашей встрече. Весь твой мозг перекроен и перемонтирован, чтобы повиноваться импульсам имплантаторов. — Скажи, когда ты в последний раз видел сны? — Я не вижу снов. — Последовал немедленный, практически яростный, в своей стремительности ответ. — Я никогда не видел снов. Ларгар наклонил голову, и в его участливых глазах отразилось калейдоскопическое освещение варпа. — А сейчас ты лжешь, брат! — Это не ложь! Толстые пальцы Ангрона подергивались и скрючивались, стискивая призрачное оружие. — Гвозди редко позволяют мне спать. — Как я могу видеть сны? От внимания Ларгара не укрылось нарастающее напряжение тела брата. На покрытой шрамами кожи висков взбухли вены, плечи по-звериному ссутулились. Совсем как дикий кот приседает перед броском. — Ты как-то говорил мне, что гвозди лишили тебя сна, — согласился Ларгар. — Но также сказал, что они позволяют тебе видеть сны. — Ангрон сделал шаг вперед. Он произнес было, я имел в виду, но замер от прямого взгляда Ларгара. — Они дают тебе покой и мир, которых ты больше нигде не можешь найти. Люди, легионеры, примархи, все живое должно спать, отдыхать, давая мозгу время на передышку. Твой перекроенный разум лишает тебя этой возможности. Ты не видишь снов, когда закрываешь глаза, ты видишь их наяву. Стремясь к тому суматошному покою, который тебе могут дать гвозди. Ларгар снова встретился глазами с Ангроном. — Не оскорбляй нас обоих, брат, отрицая это. Когда ты убиваешь, то пускаешь слюни и бормочешь о погоне за покоем. И о том, каким близким он кажется. Я слышал, я заглядывал в твое сердце и душу, пока ты был одержим гвоздями. Сознание твоих сыновей, обладающих грубыми подобиями, твоих имплантатов, переделано так, что они наслаждаются лишь поцелуем адреналина. Их низшие имплантаты причиняют боль, раздирая нервы. И твои пожиратели миров убивают, поскольку это радует их переделанные сердца и смягчает впивающуюся в мышцы боль. — Твои же гвозди мясника — куда более хищное и коварное приспособление, которое разрушает восприятие и полностью лишает покоя. Они убивают тебя, гладиатор. И ты еще спрашиваешь, зачем я веду тебя назад к Нуцерии, разве это не очевидно? Ангрон попятился, его взгляд был разгорячен. В противоположность холодным глазам брата. — Их нельзя вынуть, и я буду драться со всяким, кто попытается это сделать. — Если они и убивают меня, то это достаточно медленная смерть, чтобы не испытывать ни страха, ни сожаления. Теперь взгляд Ларгара запылал. — Я спасу тебя, Ангрон. Сражайся со мной, ненавидь меня, верь мне, это не важно. Я затащу тебя в бессмертие, которого ты заслуживаешь. — Их нельзя вынуть. Ангрон потянулся к цепным мечам и чуть было их не выхватил. Он мучительно пытался обуздать эмоции, словно поддаться ярости здесь и сейчас, а сначала доказать правоту Ларгара. — Я не стану их вынимать. Ларгар шагнул к брату, примирительно разводя руки. — Однако у владык, которые вбили их тебе в череп, окажется больше знаний об их функционировании. — Я выясню все, что им известно об этих подлых устройствах, а затем буду жечь их отвратительный мир, пока от поверхностей не останется только стекло. — И ты будешь рядом со мной, неся возмездие, которого якобы больше не хочешь. — Если существует способ как-то спасти тебя, я это сделаю, клянусь. Ангрон сглотнул. Причиной было не волнение, поскольку ничего не знал о таком проявлении тревоги. Однако что-то в настойчивых, влажных от слюны на шептываниях Ларгара заставило пожирателя миров снова заскрежетать зубами. — Если то, что ты говоришь, правда, то зачем меня спасать? На безмятежном лице Ларгара явно проступило разочарование. — Почему в нашем роду все обязательно задают этот вопрос, недоверчиво скались? Он вздохнул. — Ты мой брат. Я избавлю тебя от боли, насколько смогу, и уберегу от вреда, если окажусь в силах. Ангрон молчал на протяжении нескольких тяжеловесных, очень тяжеловесных ударов своего медвежьего сердца. Кровь не всегда гуще воды Ларгар. Есть множество тех, кого я чту превыше братьев. Он начал расхаживать из стороны в сторону, словно запертое животное, раздраженный самим фактом того, что брат пытается проявить заботу. Непривычность момента была ему неприятна. — Ты слаб, — наконец произнес Ангрон. Взгляд золотого примарха стал рассеянным. Однако помимо этой легкой отстраненности он никак не проявил обиды. — Я слаб, — мягко переспросил он. — Я верно расслышал. — Ты слышал, что я сказал, — отозвался Ангрон. — Пусть история как следует запомнит мои слова, поскольку мне безразлично, кто будет гордо восседать на троне терры, когда забрежет рассвет последнего дня. Гор — хороший командир, но на этом и заканчивается мое уважение к высокомерному самодовольному ублюдку. Я присоединился к восстанию, поскольку мне проще терпеть его, чем ту мерзость, что именует себя владыкой человечества. Хочешь правды о моей жизни и смерти? Я Ангрон, пожиратель миров, и я уже мертв. Я умер больше ста лет назад, в горах к северу от поработившего меня города. Я умер после Дэшеа. Ларгар степил руки. Его губы скривились в улыбке, в которой было одно лишь веселое понимание. — Я слаб, — снова произнес он. — Я. Это правда так, братец? Разве это я, тот единственный примарх, кто так и не покорил свой родной мир? Или им был великий и могучий Ангрон? Разве я тот примарх, кто ощутил у своего горла дыхание волков? Или это Ангрону и его грозным сынам досталось в ночь волка, когда рус в кровь разбил их под дождем? Ангрон с ревом рванулся вперед, хотя не обнажил клинков и не нанес удара. — Я его победил. Рус был в моем распоряжении. Его прогнали обратно к кораблю. А ты смеешь говорить иное? Ларгар не испугался. — Так все было, брат. В самом деле? — Я? — Да. Ангрон прекратил наступать, внезапно занервничав. — Мы сражались. Наши легионы сражались. Волки отступили. Мы? Мы их преследовали. Если ты говоришь правду, Ларгар внимательно наблюдал за братом, то... Расскажи мне. Он чуть было не попросил показать, соприкоснуться разумами и дать увидеть воспоминания, каким его ощущал Ангрон. Однако в последний момент замешкался. Несмотря на свою неодушевленную безжизненность, гвозди ощущали вторжение шестого чувства и обычно огрызались в ответ. Ларгар достаточно прощупал и провидел, чтобы знать правду. Лучше было выслушать историю в изложении брата, чем продолжать взвинчивать Ангрона. «Ты не прав!» — грубо прорычал Ангрон. Его голос был хриплым не от злобы, а от бремени эмоций. «Ты не прав!» — это было не под дождем. Все произошло на закате дня, который уже был омрачен пылающим позади нас городом. «Мой клинок сломался, но это не имело значения. Я вырвал у него цепной меч и переломил собственными руками. Мы упали в грязь, продолжая бороться. Мы оба знали, что эта схватка кончится на земле. Я его победил, Ларгар. В конце мой сапог был у него на горле. Я стоял над ним. Арус...» Арусу приходилось отползать. Он стиснул клыки, выдыхая в равной мере воздух и слюну. С каждым сокращающим выдохом ее нитки летели с треснувших губ. Волчий король не твердо поднялся на ноги, и Ангрон бросился к нему. Но Рус широко развел руки, не нападая. «Ты видишь?» — спросил он. «Нет, пролаял. Пролаял не просто по-звериному, а с человеческой пылкостью, подкрепленной свирепостью пса. В его глазах пылала убежденность, точно такая же инстинктивная злоба, как у собаки, которая защищает свое семейство. «Смотри, будь ты проклят! Обернись! Видишь, что ты сделал со своими сыновьями!» Посреди битвы здравый смысл прояснил больные глаза Ангрона на достаточное время, чтобы тот умолк. Топор в его руке опустился, и примарх посмотрел на ряды волков, которые стояли перед ним с поднятыми болтерами. Они собрались потрепанными группами, бросая бой, чтобы образовать кольцо вокруг примархов. Волк за волком подходил и вставал рядом с братьями неровными рядами. Они были так близко от Ангрона, что тот мог разглядеть личные тотемы и талисманы, гремевшие о доспехе грозового серого цвета. Один из них, какой-то вожак племени, выделялся замысловатыми синими обозначениями стаи на лицевом щитке. «Все кончено, лорд Ангрон», — произнес он. «Рус!» Ангрон обернулся к брату и направил окровавленную руку на окружающие волчьи стаи, где легионы продолжали сражаться, на остальной части поля боя. «Твой легион истекает кровью!» Рус не стал спорить, это было так. По другую сторону, от стоящих в круге примархов, пожиратели миров прорывались сквозь серые порядки своих кузенов, сражаясь без намеков на строй, равно как и без внимания к примарху. Даже в те былые дни они уже успели привыкнуть, что Ангрон бьется в одиночку, а новоприобретенные имплантаты лишали их возможности связно планировать ход боя. Заторможенные мозги не позволяли упорядочить хаос. Те немногие пожиратели миров, кто владел собственными чувствами, Ангрон, прищурившись, отметил среди них громадное железное тело лорки, бросались на волков, которые закрепились вокруг сражающихся примархов. Однако им не хватало численности, чтобы пробиться через оборонительные порядки руса. «Мои люди гибнут», — согласился рус. «И все же мы стоим в самом сердце битвы, и только один легион вот-вот лишится примарха. Видишь, почему я пришел? Видишь, как ты сломал своих сыновей?» Он обвел поле боя широким жестом вытянутой руки. «Волки — это солдаты, которые стремятся к цели. Они сражаются ради победы. А твои пожиратели миров только чтобы убивать». «Победа достается последнему, кто остается на ногах», — улыбнулся Ангрон, продемонстрировав полумесяц окровавленных зубов. Рус бросил взгляд на схватку, вздрогнув при виде потерь, которые несли оба легиона. «Это так, на гладиаторской арене, Ангрон. Однако нашему отцу нужны солдаты и генералы, не гладиаторы. Смерть — это необходимая мера. Она приходит к нашим врагам и приходит к нашим солдатам, когда мы не можем уберечь их от нее. Ты разбрасываешься жизнями своего легиона, словно аристократ мелочью. Так не может продолжаться». Ангрон проследил за взглядом Руса. Однако волчий король уделял битве лишь проблеск внимания, а пожиратель миров полностью погружался в нее и веселился. «Война выиграна, только когда все враги мертвы. Умиротворенный враг все еще враг. Очередная гладиаторская мудрость, Ангрон. Посмотри на моих людей, стоящих вокруг тебя. Ты впрямь ничего не понял. Твои люди проигрывают, Лемон», — ухмыльнулся тот брату. «Давай до последнего вздоха, а? Пусть кровь прольется в танцы разящих клинков. Поглядим, чей легион выстоит». «Никто не выстоит, но ты умрешь в тот же миг, когда мои люди откроют огонь. Для меня нет смерти какой-то священной тайны Рус. Нет повода для страха». После этого он рассмеялся вопреки причиняемой гвоздями боли. Рассмеялся так сильно, что на глазах выступили слезы. «Быть может, я и буду даже рад. Наш возлюбленный отец дал тебе полномочия, пес. Ты действительно можешь меня убить, или твое позерство уже зашло слишком далеко? Прибежишь на Теру и доложишь, что потерял контроль над своими ублюдочными дворнягами, так же, как приписываешь мне». Глаза Ангрона, сузившиеся от боли в щелке, вперились в глаза брата, и он расхохотался еще сильнее. «Битвы не должно было случиться. Я вижу это в твоих глазах. Ты зашел слишком далеко, маленький палач, и теперь боишься того, чем все кончится». Он шагнул ближе, и его веселье стало болезненным и свирепым. «Казнь — это убийство беспомощной добычи, рус. А здесь, брат, ты вынужден участвовать в честной схватке». Он снова кивнул в сторону поля боя. «И я повторю, твои люди проигрывают. Знаешь почему? Потому что у твоих есть то, за что стоит жить. Им не все равно. А мои бьются ради удовольствия, зная, что им недоступна жизнь вне войны. Собственные жизни не заботят их так же, как и меня. Таков дар гвоздей мясника. Воины, а не солдаты. Воины, которые не боятся смерти и не пытаются от нее уберечься. Они не защищаются, а не убивают. Они отбрасывают прочь все мысли о своих жизнях, Жадно желая оборвать чужие. Запомни это, рус. Запомни как следует. «Это еще не конец», — посулил рус. «Кешь свою помятую гордость как угодно, шавка». Лемон рус, примарх волка Фенрика, Сделал долгий и глубокий вдох и взвыл к небесам. «Он выл?» — переспросил Ларгар. Его широко раскрытые глаза были перламутровыми от мягкого изумления. «Сигнал к отступлению», — отозвался Ангрон. «Отступлению с боем. Пожирателям миров потребовалось больше времени, чем ты можешь представить, чтобы понять, что сражение окончено. Пока легион руса бежал к своим десантным кораблям, у меня целые роты еще пытались драться с волками». Он усмехнулся. «Они набрали много трофеев на свой счет. Многие их до сих пор носят». Ларгару пришлось несколько секунд смотреть на изуродованное лицо брата, чтобы убедиться, что это была не какая-то затейливая шутка. «Ты не ответил на вопрос руса», — произнес он. «Ты действительно ничего не уяснил из того боя». Ангрон моргнул. В его взгляде появилась доля вялого удивления. «А что за откровение должно было меня посетить?» «Я уяснил, что ему не давали разрешения убивать меня. Уяснил, что он блефовал в надежде вернуть меня на Теру на привязи, покорного его прихотям». «Нет». Ларгар едва дышал от ошеломления. «Нет, нет, нет, Ангрон, ты упертый глупец. Это все не важно. На том поле боя было больше мертвых волков, чем пожирателей миров. Это важно». «С этим тоже можно поспорить», — подумалось Ларгару. «Однако он оставил все как есть. Рус вчистую тебя победил. Ты говорил, что он был в твоем распоряжении. Однако он свободно отполз». «Отполз», — снова усмехнулся Ангрон, смакуя слово. «А когда поднялся, ты был окружен. Он мог тебя убить». «Он попытался и не смог». «Его люди, Ангрон, тебя мог убить его легион. Приказывал ты его император или нет, но Рус сохранил тебе жизнь». «Он не отступал с позором, гордец». Ларгар вздохнул. «Вероятно, он всю дорогу обратно к Терри горевал, что у тебя такой медный лоб, и надеялся, что ты учтешь непревзойденный урок о братстве и верности. Посмотри, что произошло. Да, ты победил его в поединке. Да, твои люди сразили больше его воинов. И все же, кто выиграл битву?» «Пожиратели миров», — без колебаний ответил Ангрон. Несколько секунд Ларгар просто смотрел на него. «Я ценю, что каждое живое существо по-своему понимает и оценивает жизнь, в силу сути восприятия. Но даже для тебя это невероятно глупо, брат». «Ты утверждаешь, что волки победили». Казалось, Ангрон скорее позабавлен, чем смущен. «Как ты не видишь?» — Ларгар сцепил пальцы, пытаясь обуздать собственный темперамент. «Они одержали победу, которая достойна быть навеки вычеканенной на их доспехах. Пока ты упивался своей силой, сыновьям Русса хватило верности, чтобы прийти к нему, окружить вас обоих и угрожать твоей жизни, когда ты стоял во главе своего легиона». Возможно, это самое полное тактическое превосходство в истории легиона Састартес. Оно почти поэтично в своей элегантности и эмоциональном значении. Он доказывает верность своих сыновей, а твои бросают тебя на смерть. «Он доказывает, что гвозди вредят твоему легиону. Он доказывает тактическое преимущество следования цели над дракой просто ради убийства. Он сохраняет тебе жизнь в надежде, что ты увидишь это все, и преподает тебе дорогостоящий урок. А ты в ответ ухмыляешься и объявляешь себя победителем». На сей раз Ангрон не засмеялся. Ларгар видел по напрягшимся мускулам брата, что где-то у него в сознании щелкнул какой-то когетивный предохранитель, и ярость Ангрона вновь нарастала. «В ту ночь сбежал лишь один из нас. Он слаб. Кровь богов». Ларгару еще удавалось говорить спокойно, пусть и с трудом. «Примархи — это мостик между императором и видом, который он ведет за собой. Мы все слабы, поскольку равны. Все. Мы — это преувеличенное человечество, с его достоинствами и недостатками. Я не слаб. Я никогда не был слаб. Если ты не в состоянии понять урок Русса, то ты не просто слаб, но еще и глуп». Ларгар видел по глазам Ангрона, как сложно пожирателю миров не позволять себе сомкнуть руки на горле брата. Он уже набирал воздуха, чтобы прокомментировать самообладание Ангрона, когда корабль задрожал у них под ногами, и они снова выпали из варпа. Металл издавал стоны. Сам корабль корчился в муке от того, что его выбросило обратно в холодные неволны реального пространства. Благородный машинный дух Лекса начинал любить путешествия по морю душ. Ангрон медленно выдохнул, издав медвежье фырканье. Его налитые кровью глаза перестали болезненно блестеть, а дрожь в руках унялась. «Забудь про ночь, волка. Я пришел из-за Нуцерии». «И я тебе ответил», — парировал Ларгар. Продолжая наблюдать, как гнев брата угасает после выхода корабля из варпа. Покрытый шрамами примарх посмотрел на Золотого. Ангрон впервые осознал, что единственные раны, которые Ларгар не смог или, возможно, не захотел залечить, были порезы на щеках, оставленные когтями Коракса на смертных полях. Он уже устал попадаться на изящные словесные гамбиты Ларгара и на сей раз не собирался поддаваться на провоцирующую реплику брата. «Я тебя уважаю», — признал он, «однако никогда не полюблю». Проявив редкое внимание и участие, Ангрон встретился с братом глазами. «Впрочем, ты мне действительно должен, ведь я спас твою жизнь, поэтому я дам тебе спасти мою». Ларгар улыбнулся и поклонился, словно жрец. «В таком случае готовься», — произнес он. «Мы доберемся до Нуцерии через месяц. Ты возвращаешься домой, Ангрон». Ангрон вновь издал низкое гортанное рычание. Его изуродованное лицо медленно озарилось железнозубой улыбкой. «Интересно, помнят ли они меня?» Ход времени в Варпе не был похож ни на что другое. Даже на защищенных кораблях касание нереальности просачивалось внутрь и искажало восприятие часов в мышцах и разумах, находящихся на борту смертных. Минутные задачи могли вызывать изнеможение, как будто ими занимались несколько часов. Все с трудом засыпали и многих терзали мрачные сны. Когда у членов экипажа подходил к концу цикл отдыха, нередко случалось так, что к началу следующей смены они покидали каюту раздражительными и почти не отдохнувшими. Лотаре Сарин снился ее брат, его смерть в юности. Когда тот заболел и умер, несмотря на бесконечные богатства отца. Тогда она впервые за свою детскую жизнь осознала, что нельзя решить все проблемы, просто забросав их деньгами. Вплоть до самого конца ей было противно вообще смотреть на брата. И с годами сжение стыда не смягчилось. Он бился и кричал, выглядя так, словно уже умер. И глядел на них впалыми желтыми глазами, содрогаясь от отказа множества органов. За этот месяц она много раз видела во сне корчащегося мальчика. Когда же бессонница оказывалась милосердна и не давала уснуть целыми днями, она слышала, как он кричит в воздуховодах. Ангрон не утруждал себя командованием завоевателя, доверив это специально обученным офицерам. Точно так же его не заботили тренировки воинов. И он возложил занятия рутинными аспектами жизни легиона на центурионов. Несколько раз его замечали в компании Велхиридара, когда он входил или выходил из кузнечных покоев архимагаса. В остальное время он бродил по просторным залам военного музея завоевателя, останавливаясь для долгих бесед с архивариусами, когда боль внутри черепа оставляла ему терпеливости для них. Когда он проводил время со своими людьми, то не выделял какой-то орден или роту, всегда распределяя внимание между ними. На борту завоевателя находилась очень малая доля легиона. Остальные участвовали в усмирении ультрамара. И присутствующие за этот месяц видели примарха чаще, чем за несколько прошлых лет. Он пил с ними, наблюдал за гладиаторскими поединками, смеялся совсем как они и разделял теплоту братских ус, как мало кто из примархов со своими людьми. Ларгар уединился скорее не из отвращения к соседству с остальными, а ради работы и концентрации. Он занялся записью мелодии по ту сторону пелены, при помощи пера и чернил, покрывая пол и стены базилики надписями на языке, который одновременно и был, и не был неровными колхидскими рунами. Однажды его вновь навестил Магнус, чтобы поговорить о звездах и сути реальности в царстве, где встречаются боги и смертные. Ларгар ни разу не поднял взгляда от записи, даже не заметив появления брата. Для него имела значение только песнь. Теперь он ее в равной мере слышал и чувствовал. Она стала обдувающим кожу ветром и барабанным боем внутри костей. Можно было взять тысячу оркестров с тысячи разных миров, которые бы использовали инструменты и мелодии, известные только их цивилизациям, и все равно так и не приблизиться к масштабам концертов сознания Ларгара. Это была не одна песня, а миллиард накладывающихся друг на друга. И он был должен слушать и убеждаться, что каждая нота попадает в такт. Он слышал, как триллионы мужчин, женщин и детей умирают всеми возможными способами. Слышал предсмертные крики целых миров, когда их поверхность пылала, а сердцевина стонала от напряжения. Он слышал это, чувствовал и записывал, записывал, записывал. К тому времени, когда Лекс, наконец, выпал из варпа в системе Нуцерии, примарх гадал, не так ли ощущается безумие. Было ли это безумие? Знал ли бы он? Знают ли вообще безумцы, что зашли так далеко? Впрочем, он не перестал писать. Собор представлял собой холст, покрытый руническим текстом, и не имело значения, сколько раз его переписывать. Он стал царапать медленнее, но не остановился полностью. Еще нет. Скани видел сны о доме и много часов разглядывал медицинские диагностические гололиты, которые отражали точную степень дегенерации, которая произошла с его телом с годами из-за радиации. Ему предлагали возможность выйти из состава разрушителей. Он отказался. Делварусу снилось недоступное спасение, и он двоеяростнее бился на тренировках, чтобы опровергнуть саму возможность этого. Каргас изучал хранилище геносемени, позволяя себе секунды меланхолии при виде имен, выгравированных на блоках реохранения. Когда он спал, то видел былые победы. Похоже было, что касание варпа никогда не играет с ним, как с остальными. Кирена Валантион, дважды живущая, видела во сне, как плывет через пламя, а следом гонятся воющие демоны, которые хватают ее за щиколотки. Каждую ночь она просыпалась от собственных криков и вскакивала на кровати в своих новых покоях, вся в холодном поту. В некоторые ночи она слышала, как стражи и звак Раджал за дверью приказывают поклонникам расходиться. В другие просыпалась и видела Аргела Тала, который, сгорбившись, сидел спиной к дверям, держа в руках убивший ее меч. Он наблюдал за ней, и глазные линзы горели во мраке, холодной синевой. Последующие часы они проводили в тихой беседе. Он рассказывал о путешествиях в варпе за год после Иствана, а она клялась, будто ничего не помнит о годе, что была мертва. Ради нее он говорил, что верит. Сам Аргел Тал большую часть времени тренировался с Вак Раджал или ежедневно терпел неудачи при попытке поговорить со своим примархом. Завоевателя отремонтировали, и стало меньше возможностей пересекаться с Кхарном. Что же касается Кхарна, то он никогда никому не рассказывал о своих снах. Разумеется, если те вообще у него были. Он гонял своих людей еще жестче, чем раньше, сплавляя несколько разбитых рот воедино, чтобы воссоздать собственную. Он был сконцентрирован на Нуцерии, точнее на том, чтобы пережить Нуцерию. Несмотря на неоспоримую слабость обороны мира, он не мог отделаться от неуютного ощущения угрозы, которое было настолько сильным, что казалось предчувствием. Предостережение Аргела Тала осталось с ним до момента, когда он задумался, не убить ли Эриба и перестать размышлять на этот счет. Каргас счел этой ерундой. Поверить не могу, что вы вообще о таком думаете, капитан. Аскане счел нелепым. Его аугметическая гортань издавала смех, напоминающий звук переключения передач Носорога. Спустя 27 дней, после того, как Завоеватель и Фиделитас Лекс превратили арматуру в пепел, они вырвались из варпа на краю системы Нуцерии. Тресогион их ждал. Ларгар поднял взгляд от неразборчивых записей. Увидел, как в ночи вращается далекий мир и содрогнулся. Здесь находился его канал, чтобы выпустить энергию, накопленную расправой над сотней миров и погрузить ультрамар в святой огонь. Здесь, на планете, где Ангрон вырос, брат Ларгара окажется перед самым важным выбором в своей жизни. И, как всегда, все сведется к крови. 18. Поле костей Предатель Простой приказ Когда небо запылало, Ашамай Эврил Каршай из родственной стражи совершала обход. Она шла по городским стенам на закате, беседуя с артиллерийскими расчетами и линейными капитанами, без сердечности, но и без пристрастности. Она всегда предпочитала взаимной симпатии в профессиональную дистанцию. Лучше быть уважаемой, а не любимой. Искусственная рука мягко урчала и стрекотала, повинуясь ее воле. Она лишилась конечностей из плоти и крови 9 лет назад, сражаясь в траншеях во время последней войны. За прошедшее с тех пор время это название стало чем-то вроде кислой шутки. Война, которой кончаются все войны, в конечном итоге оказалась не последней. Города-государства так часто переходили с одной стороны на другую, что она искренне сомневалась, участвуют ли они в другом конфликте. Или же последняя война просто растянулась на годы, каждый сезон меняя свои рамки и степень ожесточенности. Когда в небе показался огненный дождь, падающий среди первых вечерних звезд, она сперва решила, будто враги совершили невозможное. Великий береговой союз каким-то образом атаковал ДШС воздуха, несмотря на полное отсутствие ресурсов и боеприпасов для этого. Какой политический маневр позволил подобное? Они нашли один из склепов арсеналов первого царства глубоко в прибрежных волнах или под горами? Невозможно. Таких уже не осталось. Все были вскрыты или раскопаны сотни лет назад. И все же, в первую очередь, она активировала телеметрическое устройство, встроенное в металлический эпалет формы. Тут же замигала одинокая лампочка, панически обмениваясь электронными сигналами с основным кандитатором где-то в городе. Генерал произнес один из стоящих рядом с ней стенных стрелков. Это имперцы? Имперцы. Как будто проклятие. Это мы имперцы, заметила она, продолжая наблюдать за огненным спуском комет. Тот пожал плечами, но цария пребывала в согласии с дедовских времен. Однако империум был в лучшем случае отдаленным господином. С момента, когда император, хвала ему, владыки старой земли, покончил с восстанием короля-гладиатора больше сто лет назад, не пребывало никаких кораблей. Как и многие из миров нарождающегося империума, Нуцерию не трогали, пока она платила десятину верностью, деньгами, железом и плотью. Может быть, они вернулись, сказал он, и надежда в его глазах вызвала у нее жалость. Вернулись, чтобы закончить последнюю войну. Нам не нужна их помощь, чтобы закончить последнюю войну. Не раздумывая, инстинктивно ответила она заученной фразой, сколько лет про Аксуарий, а до того его отец говорили военному совету, что никогда не обратятся к империуму за помощью. На подмогу не станут звать даже силы ультрамара, которые по слухам находились так близко. Это должны быть имперцы, у Альянса нет оружия, способного на что бы это ни было. По всему городу завыли сирены, предупреждающие о скором нападении с воздуха. Это звучало настолько чужеродно, что она едва не рассмеялась, хотя улыбка вышла натянутой и неприятно мрачной. «Дай мне свои магнокуляры», распорядилась она. Он повиновался, и она навела устройство вверх, перевзгляд в каплевидные капсулы, которые мчались по небу, оставляя за собой огненные инверсионные следы. «Это они?» спросил стрелок. «Имперцы?» «Складывай желание в одну руку», отозвалась она, возвращая ему видоискатель, «а дерьмо в другую. Увидишь, какая наполнится первой». Генерал направлялась в зал совета, не жалея хмурых взглядов, чтобы убрать с дороги младших офицеров. Дворец Праксика был избыточно большим сооружением. В нем присутствовало так много металлорескиума и черного мрамора, что с момента входа в первый приемный зал от них уже пестрила в глазах. А Шамай бы не вынесла большого количества статуй танцующих грациозных девушек. Или еще одной фрески с изображением прежних проксуариев, триумфально стоящих на полях сражений, где они даже не вынимали клинка или пистолета. Когда она пробралась по переполненным коридорам дворца и вошла в зал совета, ее встретило море салютов и широко раскрытых глаз. Воспользовавшись своей роботизированной рукой, она ответила на единственный значимый салют. «Наш единственный владыка», поприветствовала она проксуария, кибарала Фалькра из первого дома, защитника Дэшеа, имперского магната Нуцерии. Тот поманил ее ближе. Его глаза были раскрыты так же широко, как и услуг с солдатами, синие глаза, как у отца, темные волосы, как у матери. Он утопал в церемониальном пурпурном облачении, изжимал выполненный из резки умоскипетр, увенчанный аквилой, словно это было оружие, способное спасти ему жизнь. Возможно, так бы и произошло, будь это действительно возвращение имперцев. В следующем месяце ему должно было исполниться 13 лет. Если считать, что мы все доживем до следующего месяца, подумала Ашамай, или до следующего часа. Генерал Эврил Каршай приветствовал ее проксуарий. Небо льет огненные слезы, это знак. Да, наш единственный владыка, как вы и сказали, это знак. При его виде у нее упало сердце, что уж точно было не нужно на грани катастрофы, так, чтобы безумный маленький монарх Таракан мешал им обучение, я бы мобилизировал родственную стражу и... Нет, напуганный мальчик идеально владел своей речью. Это было неудивительно, если учесть бесконечное обучение ораторскому искусству. Если бы она не видела страха в его глазах, то ни за что бы не поняла по твердому голосу, что он на грани ужаса. Наш единственный владыка, произнесла она, стараясь не бросать на придворных и других офицеров взгляды в поисках поддержки. Город вот-вот атакуют. Вы не знаете этого наверняка, заметил тот. Он подковылял к заваленному свитками к артографическому столу, морщась от подагры, которую заработал несколько лет назад, и так и не сумел победить. Я полагаю, что имперцы возвращаются, чтобы завершить последнюю войну. А Шамай не знала, что на самом деле представляли из себя сыплющиеся с орбиты огненные капсулы. Подобные технологические чудеса выходили далеко за сферу ее компетенции, и о них не упоминалось в архивах города-государства. И тем не менее, когда они озарили небо, она без посторонней помощи поняла, что происходит. Перемещение людей или техники при помощи транспортных капсул предполагает наступление. Наш единственный владыка. Если бы они пришли с миром, то, несомненно, совершили бы высадку несколько менее энергично. Она заметила в его взгляде сомнения. Оно продержалось мгновение и почти сразу же сменилось твердой уверенностью. По воле неба безумный юный властитель никогда не сомневался в себе. «Нет», сказал он, «нет, они просто приходят с величием, которого и следовало ожидать. В таком случае я мобилизую родственную стражу в качестве церемониальной меры для их встречи. Наш единственный владыка». Он кивнул, не зная, что солдаты Дашеа уже десять минут как мобилизуются. «Очень хорошо. Есть донесение, что несколько кораблей опустились в горах Дашелика, вдали от основной армии. С вашего разрешения я вышлю с киммеры сопровождения на разведку». Мальчик сделал одобрительный жест. «Как скажете, я приму имперских посланников в тронном зале. Идите со мной, генерал». Ашамай поклонилась и повиновалась. Кхарн шагал по полю костей, слушая призраков на ветру. На такой высоте в горах звучание ветра приобретало воющий оттенок. В его дыхании несложно было услышать голоса давно сгинувших древних мертвецов. Они не добрались до мест, где круглый год идет снег. Однако Кхарн поднял взгляд вверх и на мгновение вновь стал мальчиком, который карабкался по зубчатым пикам своей родины и чувствовал, что может дотянуться до звезд. Мир, бывший его колыбелью, находился на удалении в половину охваченной войной галактики. Но даже гвозди не смогли помешать краткой улыбке от чистого и отчетливого воспоминания. Примархи шли впереди объединенные группы, не обращая внимания на смешанный отряд из восьмой роты Кхарна и испепелителей Аргела Тала. Позади все еще светились громовые ястребы, раскалившиеся от резкого нырка в атмосферу. В холодной горной атмосфере от них исходил пар. Горная тундра была покрыта костями, разрозненными костями, форма и функция которых уже слабо угадывались. После столет выветривания от них остались только куски и осколки. Однако посреди открытого могильника глаз то и дело цеплялся за что-то явно напоминающее скелеты. Кхарн потянулся вниз к остаткам черепа. Бронированные кончики пальцев с тихим шорохом поскребли по изъеденной временем поверхности. Судя по уцелевшей части, той, которую не отполировали ветер и дождь, он принадлежал мужчине. «Не надо», предостерегающий произнес остановившийся рядом Аргел Тал. «Что ничего не трогай, череп! Эти кости!» Шлем брата кивнул в направлении Ангрона, а затем снова повернулся к черепу в руках Харна. «Это кладбище, сердце вашего примарха, извлеченное наружу и обнаженное. Посмотри на него!» Харн повиновался. Ангрон стоял спиной к остальным. Он покачивался, толстые пальцы подергивались. Сквозь стиснутые зубы раздавался горестный жалобный вой. Звук уязвимости в отсутствии слабости. Звук неописуемой боли, выраженной со звериной простотой. «Ступай осторожно», добавил Аргелтал, «и ничего не трогай». Харн присел и положил череп на то же место, где нашел. Тот укоризненно уставился вверх одной глазницей. Харн перевернул его носком сапога, установив точно такое же положение, как до вмешательства. Следующие слова он произнес, понизив голос, хотя и говорил по персональному каналу Вокса. Ангрон должен был умереть здесь, это как вспоминать несбывшееся. Аргелтал обошел камень, у подножия которого лежала груда костей. «Я все еще чую запах крови, которая пропитала эту бесплодную почву». «Это мальчиком» и все его тело истекало кровью. А затем пришли они, тощие тени, быстрые как ветер. Они завывали, смеялись и проклинали на языке, которого он не понимал. Он их убил, конечно же, он их убил. Едва он ощутил их приближение, как сразу учуял металл оружия, и бросился на них, зная лишь то, что металлический запах означает опасность смерть. Он забил нескольких насмерть куском камня размером с кулак. Остальные пытались бежать, но окровавленный мальчик преследовал их по тундре, валя наземь и разрывая плоть пальцами и зубами. Но в тот день он плакал. Причины этого стали не нападавшие, кем бы они ни были, и не боль, хотя он был всего лишь мальчиком, и никто бы не стал судить его строго за детские слезы от полученных ран. Нет, он заплакал, только когда выбрался из капсулы, от прикосновения ветра к коже. Стужа вгрызалась в его раны ледяными зубами, но чувство свободы вызвало у него слезы на глазах. За все прошедшие с тех пор десятилетия он не проронил ни единой слезы. До этого момента две соленые капли побежали по изуродованному лицу, примерзая к нему. Все мертвы, тихо проговорил он, мои братья, мои сестры. Варгар подошел к нему, осторожно ступая и изо всех сил стараясь не потревожить святую землю. Как вы называли своих врагов, спросил он. Верховыми, отозвался Ангрон. Мы звали их Верховыми за то, что они стояли над нами и смотрели, как мы умираем в грязи арены. Верховые забрали кила своих, произнес несущий слово. Тут слишком мало костей для останков двух армий. Мои братья и сестры, повторил Ангрон, я поклялся, что останусь с ними. Мы бы умерли вместе. Ларгар, в мире никогда не было таких бойцов. Клестер с ее визжащим копьем, Йохура и его удушающие цепи. Асти, малыш Асти, который воровал ножи, чтобы метать, резать и колоть. От его усмешки холодные ночи становились теплее. Ларбидон, лишившийся руки из-за гангрены. Он кричал, чтобы верховые приблизились, если посмеют. Мы с ним прикрывали друг другу спину. Мы скользили по крови, давя павших сапогами. Ангрон покачал головой и продолжил. Слова не воздают им должного. Мы были родом с красных песков, росли в грязи и питались дерьмом, которое нам скармливали верховые. Но мы вырвались. Тысячи ларгар. Нас были тысячи. Мы были свободны. Мы жили, смеялись и заставили ублюдков заплатить. От гвоздей было больно. Ах, как больно, даже тогда. Но мы заставили верховых и их родственную стражу с бумажной кожей заплатить. Ларгар молча слушал. Ангрон опустил голову. Я должен был умереть здесь. Я умер здесь. Примарх Пожирателя Миров это всего лишь тень. Эхо. Здесь мое место. Величайшая битва моей жизни и меня ее лишили. Будет и более великая битва, брат. Терра. И обещаю, никто тебя ее не лишит. С легкой улыбкой произнес Ларгар. Терра. Терра. Горько расхохотался Ангрон. Мне плевать на Терру. Плевать на Терру. На Гора. На него. На Императора. Тогда почему я слышу в твоем голосе столько ненависти? Тихо спросил Ларгар. Ангрон выхватил цепные мечи из-за плечных ножен и вдавил активаторы на рукоятиях. Оружие взвыло. Ма хррг. Он меня забрал. Уволок в небо. Император. Проклятый богами Ангрон. Уже скоро мы вновь ступим на Терру. Обещаю тебе. Мои братья, продолжал тихо бормотать Ангрон, не слушая клятву брата. Мои сестры, все рабы, рабы гладиаторы сарен. Для верховых, которые держали нас на цепи, наши жизни были как грязь. Но хозяева заплатили. О, как они заплатили. Когда мы вырвались, этот мир запылал. Второй примарх медленно и понимающий кивнул. Я тебе верю. Ангрон все еще слышал только призраков в своем разуме. Война все тянулась и тянулась, сезон за сезоном, город за городом. Реки покраснели от крови верховых. Мы дрались, дрались повсюду, клянусь. Верховые атаковали нашу стену щитов у Фалькхи. Они на нас напали, так приказали их аристократишки, и они манку. Я до сих пор слышу гром, с которым сошлись наши ряды. Слышишь? Он перевел бешеные глаза на Ларгара. Ты слышишь гром? Ларгар улыбнулся. На его расписанном рунами лице было выражение безжалостной доброты. Слышу, брат. Но время года сменилось, и мы отступили. Нам пришлось бежать в горы, к хребтам, чтобы пережить зиму. За нами шло слишком много армий верховых. У них были лазеры, гранаты и пулеметы, которые трещали днем и ночью. Я поклялся, что умру в горах вместе с братьями и сестрами. Мы были свободны. Это была наша смерть. Смерть, которую мы заслужили. Смерть, которой мы хотели. Мы смеялись и подзывали их ближе. Верховые ублюдки. Ангрон развернулся, второй раз переживая тот миг. Вскочил на валун и широко раскинул руки. Он закричал. Нет, завопил, с хохотом бросая вызов небу. Идите и умрите, псы из Дэшея. Я Ангрон Царен, рожденный в крови, выросший во мраке, и я умру свободным. Давайте, поглядите, как я бьюсь в последний раз. Разве не этого вам надо? Разве не этого вы всегда хотели? Подходите ближе, Кхарн смотрел, как его примарх стоит на усиливающемся ветру, и наблюдал, как история повторяется в такт безумному воспоминанию. Ангрон вскинул цепные мечи, имитируя первые удары той последней схватки. Каждый взмах сопровождался ревом зубьев. Собравшиеся легионеры застыли на месте, молча следя за происходящим. А потом, потом, хргх, император, ммм, император, он похитил меня, запер, бросил в темное брюхо завоевателя, телепортировал на орбиту, хотя в то время я ничего не знал о подобной технологии. Я был один, один во мраке, а мои братья и сестры умирали здесь, умирали без меня. Я поклялся, мы все поклялись, поклялись стоять, драться и умереть. Вместе, вместе. Ангрон раскачивался вперед и назад. Его клинки опустились, а взгляд утратила смысленность. Император, верховая мразь, когда гор позвал, я дал слово. Дал слово потому, что жил, хотя должен был умереть. Это не дар, он сделал меня предателем, заставил меня нарушить единственную важную клятву. Я выжил, а мои братья и сестры умерли здесь, а их кости достались грозунам ветру и снегу. Братья не обращали на окружающих воинов внимания, как будто были одни. Ларгар снова подошел к Ангрону, стараясь не касаться его, но к Харну показалось, что в голосе несущего слова появилась коварная заботливость. Нет эмоций чище, чем ярость, произнес Ларгар. Нет цели праведнее, чем во взгляде Ангрона забрежило узнавание. Да, месть, расплата, пища для души, брат. Чем ты отличался, спросил Ларгар. Почему наш отец так с тобой обошелся? Ангрон пожал плечами, отмахиваясь от безрадостного сочувствия в голосе брата. Ты сохранил этого осла Корфайрона, рус своих побратимов, у льва остался лютер. Люди, братья и приемные отцы, спасенные и вознесенные в ряды легиона. Но не я, не Ангрон, нет. Император телепортировал своих позолоченных кустодиев вниз, чтобы помочь мне и моей армии. Нет. Выпустил псов войны и приказал им сражаться, биться рядом со мной. Нет. Спас моих братьев и сестер, так как уберег и возвысил ближайшего сородича льва. Как почтил Корфаэрона. Нет, нет и нет. Никакой жалости к Ангрону. Ангрону клятва преступнику. Ангрону предателю. Пожиратель миров спрыгнул с камня, глядя на кости, но продолжая обращаться к Ларгару. Он провел на моем родном мире недели, как с тобой на Колхиде, вулканом на Ноктюрне и русом на Фенрисе. Нет, император не устраивал состязаний в силе и твердости духа с Ангроном рабом. Не было недель смеха, веселья и залечивания ран, нанесенных планете. Вместо этого он лишил меня прожитой жизни и заслуженной смерти. Заставил нарушить клятву, которую я дал нуждающимся во мне. Во взгляде Ларгара появилась ярость. Но почему? Почему он дал твоей армии умереть? Почему он похитил тебя во вспышке телепортации, хотя мог задержаться, как он это делал на многих других планетах? На орбите был легион, твой легион Ангрон. Один единственный приказ, и они бы обогрили клинки рядом с тобой, спасая твою армию мятежников и славя тебя, как генетического предка. Но он удержал их, как держал тебя. По подбородку Ангрона потекла густая влажная слюна. Я уже не узнаю почему. Он мне так и не ответил. Но он заплатит, как заплатили верховые. И когда я окажусь перед ним на Терре, я спрошу снова. И тогда, Ларгард, наш отец даст ответ. Несущий слово вздохнул, поддавшись какому-то своему возвышенному переживанию. Ты заслуживаешь ответа. Дэше, произнес Ангрон. Я должен там побывать, должен взглянуть, кто на меня, в городе, который убил моих братьев и сестер. Как пожелаешь, согласился Ларгард, как пожелаешь. Ее уязвило, что Праксуарий оказался прав. Несмотря на поспешное прибытие, они выглядели мирно. В донесениях сообщалось, что тысячи и тысячи их высаживались на равнине за пределами города, несомненно выгружая армию, однако не атаковали сам Дэшеа. Оставшись у королевского трона, она руководила процессией офицеров, которые снабжали ее свежими данными и рапортами наблюдателей, нашептывая в ухо и передавая информационные распечатки. Праксуарий прямо сидел на троне. Он был вдвое ниже отца и вдвое нелепее того напышенного глупца. Символом его власти был амулет из полированного серебра в форме сжатого кулака. Юный терабал носил его на шее, хотя тот свисал почти до самого живота. Он постоянно вздыхал, словно на его плечах лежал груз целого мира. Сколько домов мобилизовано? Спросила Ашамай у одного из младших командиров. Тот нервничал, это было видно по глазам, однако гладко справлялся с волнением, маскируя его расторопностью занятого делом солдата. Примерно половина уже на стенах генералов. Большинство оставшихся предпочитают защищать собственные поместья, а не присоединиться к общим силам обороны. Она отпустила его, немало не удивившись тому, что так много домов решила укреплять свои особняки. В сущности ее поразило, что нашлось так много желающих отправить солдат на стены. Подобный альтруизм был не похож на поведение благородных родов. Ей было хорошо об этом известно после 30 лет офицерской службы при дворе Проксуария. Когда к ней приблизился следующий офицер, она наклонилась к нему и сказала на ухо, если они нападут на город, готовьтесь освобождать рабов. Надо отдать ему должное, он не стал спрашивать, уверена ли она, или же указывать на безумие идеи. Если на город нападут, сколько тысяч воинов из касты рабов с арен смогут хотя бы упрочить количество защитников. А если бы те восстали и подняли бунт, это едва ли имело значение, город в любом случае был бы обречен. Я за этим прослежу, пообещал офицер. Удачи, произнесла она. Он опешил. Никто не привык слышать теплые слова, слетающие с тонких губ генерала. А Шамай начал не заметить ее секундную оплошность. От того, что творилось на равнине, ее нервы были так же расстроены, как и у всех остальных. Ждать пришлось недолго. В громадные каменные двери на южном входе в тронный зал ворвались геральды, которых сопровождали бегущие и оглядывающиеся через плечо солдаты. А Шамай сглотнула. Это выглядело плохо. Он аж единственный владыка, завопили геральды, лопача и перекрикивая друг друга. Мальчик-король стерпел происходящее с отрепетированным царственным терпением, однако он не успел заговорить. Первым прошедший в черную мраморную арку был настолько высок, что ему пришлось пригнуть голову. А Шамай буквально почувствовала, как сотни придворных разом вздохнули. Они как один судорожно глотнули воздуха, и многие попятились к стенам от вошедшего гиганта. Тот превосходил ростом любого человека и был закован в броню холодного красного цвета и блестящую начищенную бронзу. С задней части выбритой татуированной головы тянулись косички кабели, которые уходили в работающий доспех. Все, кто благоговейно смотрел на военачальника, узнали эти имплантаты. Гвозди мясника, кибернетическая грива-раба. К его спине были пристегнуты два зубчатых моторизованных меча, хотя сама мысль, будто этому созданию, этому воплощению жестокости требуется оружие, чтобы повергать врагов, была смехотворной. Он двинулся по красному ковру, который вел к трону Рескиума, сотрясая пол своими шагами. В полированной поверхности трона отражались верхние полосы искусственного освещения и съежившиеся фигуры почти двух сотен придворных. Несколько солдат родственной стражи потянули дрожащие руки к оружию. Остальные осознали полную тщетность этого действия, а Шамай была в числе последних. Новоприбывший остановился, повернулся и оглядел окружающую обстановку. Безгубое лицо являло собой лик сломленного ангела. Оно было изуродовано и покрыто шрамами, лишившись даже намека на былую красоту. «Ну!» произнес он резким голосом, напоминающим скрежет каменной кладки. «Кто нынче у власти?» Сидящий на троне мальчик-король расплакался. Родственная стража, поклявшаяся жизнью защищать его до последнего вздоха начало отступать от трона. Бок-воитель увидел их медленный отход и улыбнулся. «Это ты, мальчишка?» «Ты проксуарий Дэшеа!» Мальчик сжался на троне, зарыдав еще громче. Бок начал приближаться, неторопливо перешагивая по четыре ступени за раз. «Мальчик!» сказал он, и на сей раз его голос был сухим шепотом. «Из какой ты семьи? Чья кровь пульсирует в жилах, верховой?» Вместо плачущего ребенка ответила Ашамай. Она единственная не отошла от трона Рескиума. «Ты стоишь перед Тибаралом из дома Фалькер!» Ей почти удалось произнести это ровным голосом. При звуке имени лицо Бога напряглось, растянувшись в гримассе, которое не было ни оскалом, ни улыбкой. «Фалькер!» проговорил он. «Этот род еще правит спустя они еще правят». Ашамай вытянулась, в ее глазах стояли слезы страха. Сердце колотилось так, словно вот-вот разорвется. «Фалькер!» держали меня на привязи, произнес воин. «Они мной владели!» Теперь появились другие захватчики. Первый из них не уступал ростам Богу с прической из косичек. Его кожа была бледно-золотой, в противоположность загорелому и покрытому рубцами меченосцу. На одном плече покоилась ребристая и шипастая булава. Плащ цвета кровавого заката был откинут назад, демонстрируя броню того же воскулярно-кровавого оттенка. Его лицо обладало монументальной мужественностью. Оно каким-то образом одновременно было покровительственным, безмятежным и уверенным. Когда он приблизился, Ашамай разгляделась сквозь слезы, что золото на его коже это вытатуированные рунические надписи. Единственным изъяном были шрамы от когтей на одной щеке, которые тянулись от подбородка до виска, но от них его внешность скорее выигрывала. Только увидев его, десятки придворных упали на колени, а остальные заплакали. Это было не позорное трусливое рыдание, а безмолвные слезы чистого благоговения. За золотым божеством следовали рыцари, закованные в белоснежную и кроваво-красную броню. В общей сложности их было тринадцать. Воители в белом расслабленно держали в руках топоры. К боевым доспехам красных рыцарей были прикреплены полоски пергамента, а сами они были вооружены кривыми клинками. На их ранцах булькали снаряженные баки с горючим. Похоже было, что они все охраняют единственную женщину, красивую, хрупкую девушку 25 лет от роду в красном шелковом одеянии. Она была стройной, но совершенно не выказывала страха в окружении защитников. Темные волосы обрамляли смуглое лицо и темные глаза, которые перескакивали с лица на лицо, с оружия на оружие, с картины на картину. «Ларгар», сказал стоящий возле трона бок с косичками. Он произнес всего одно слово, его плечи содрогались, а затем он запрокинул голову и расхохотался громко, словно призрачный ветер в горах. Когда смех Ангрона разорвал серое безмолвие, Кхарн и Аргелтал опешили, как и все пожиратели миров и несущие слова. Это был не просто хохот, а доля жизни в трагической и замороженной пустоте зала. Те, кто отступил, попятились еще дальше. Оставшиеся на месте почувствовали, как по коже ползут мурашки. «Ларгар», Ангрон продолжал смеяться. Его налитые кровью глаза увлажнились от веселья. «Взгляни, брат, взгляни на последнего отпрыска семейства, которое когда-то мною владело, как же пали могучие». Кхарн наблюдал, как Ларгар поднялся по ступеням к трону и встал рядом с Ангроном, отчего несчастный, плачущий ребенок оказался в тени двух примархов. Впервые на памяти Кхарна примарх семнадцатого легиона выглядел неуверенным. На его лице сомнение боролось с весельем. Два военачальника поняли друг друга, и Ангрон хлопнул брата по плечу. Его смех утих, но так и не покинул глаз. «Я с этим разберусь», сказал он Ларгару. «Ты, женщина, подойди сюда». А Шамай, с которой никогда так не разговаривали, потребовались все силы, чтобы проглотить комок в горле. «Ты не он», сбивчиво проговорила она. «Ты не можешь быть им». Ангрон лязгнул зубами, словно зверь, резко укусив воздух. «Правда?» Ангрон Фалькар умер сто лет назад, прошептала А Шамай. Он сбежал из битвы на хребке до Шелика. Он, он, теперь смеха не было. Жизнь в его глазах померкла, и они приобрели жемчужный блеск от ошеломляющей боли. Ангрон рванулся всем телом и оказался перед ней, глядя сверху вниз. «Он сбежал, ты мне так сказала. Сказала, что Ангрон Фалькар сбежал». Генерал А Шамай Эврил Коршай, стуча зубами. Попыталась заговорить, но вместо этого издала слабый стон, а по ее бедрам потекло содержимое опорожнившегося мочевого пузыря. «Говори!» почти что промурлыкал Ангрон. Его дыхание было кислым от ненависти. «Он возглавлял мятеж рабов, он бросил их умирать в горах, он...» «Ты!» Ангрон полностью обхватил ее голову покрытым шрамами кулаком. «Ты лжешь, женщина! Ты... хргх... сейчас ты скажешь правду!» Но она всхлипнула, и это ее погубило. Ангрон сжал кулак, оборвав ее выдающуюся карьеру и раздавив череп на окровавленные обломки, которые даже не удосужился встряхнуть с руки. Тело упало, Ангрон посмотрел на пол. Казалось, он раздражен ее смертью, как будто не имел к этому никакого отношения. «Ты!» Он ткнул мокрой от крови рукой в ближайшего офицера. Поверх черной формы человек носил нагрудник, указывающий на капитанский чин. Ангрон это знал. За сто лет его отсутствия мало что изменилось. «Пожалуйста!» произнес человек. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Примарх низко и тяжело дышал, словно карнозавр. «Ты!» — снова сказал он. И теперь его огромные руки задрожали. Кхарн узнал все симптомы боли от гвоздей. «Ты скажешь!» — произнес Ангрон. «Расскажи мне о той битве, о битве на хребте Дошелика». «Это ты!» — прошептал офицер. «Это ты!» «Говори!» От рева человек отшатнулся назад, ударившись спиной о колонну. Кхарн рискнул бросить взгляд на аргела Тала. Несущий Слово стоял рядом с Киреной, настоявший на том, чтобы высадиться с ними, наклонив лицевой щиток и глядя на примарха. Позади виднелись одинаково бесстрастные забрала типа Сарум, Вариаса и Каргаса. Капитан раздался в Оксе голос Эски. Кодицы стоял далеко позади, рядом с дверями, вместе с несколькими из Вакраджал. Уровень страха в помещении приближается к точке прорыва. Стадный инстинкт людей заставит их бежать. Кхарну не нужно было быть псайкером, чтобы понимать, что Библиарий прав. Он все видел по неровным движениям и медному запаху дыхания. «Убивайте всех, кто рванется к дверям!» «Есть капитан!» Ларгар стоял на тронном возвышении, словно статуя, олицетворяющая терпение. Ангрон навис над скулящим нуцирийским офицером, сжав рукой бронированный торс человека и оторвав того от пола. «Ты скажешь», выдохнул примар, «или умрешь». «Сто лет назад», взвизгнул мужчина, «легенда, старая история, Ангрон-фалькар и армия мятежников, которую вырезали в горах. Он, ты! Скажи это!» Ангрон встряхнул человека и бросил его на пол. Раздался ляск на грудника о камень и хруст ноги. Офицер продолжал кричать, пока Ангрон злобно не уставился на него, оскалив железные зубы, увлажненные нитками слюны. «Говори!» «Армия погибла, вся до единого!» «Ангрон-фалькар бросил их на смерть!» «Нет, нет, 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 нет! Меня никогда так не звали! Никогда! Я отказываюсь от этого рабского имени!» Ангрон раздавил череп человека сапогом, размазав останки по камню. «Никто не может сказать правду! Все помнят только ложь!» Он развернулся к толпе, продолжая бесноваться, и ударил цепными мечами друг от друга. «Я не убегал!» «Грязные верховые псы!» «Для вас нет ничего святого!» «Ваша мерзость не щадит ничего!» «Вы убийцы и дети убийц!» «Рабовладельцы и дети рабовладельцев!» «Мы жгли ваши города!» «В лучший день моей жизни я стоял и вдыхал дым гибели Ульчайма!» «Я вырвал маленькому принцу глаза!» «Треск, хруст и крики!» «Крики!» «Крики!» Его голос стал выше, маниакально подражая человеку, который умирает в ужасных муках. «Нет, Ангрон! Нет! Прошу! Пощады!» Ларгар молча наблюдал. Кхарн едва мог поверить, что второй примарх настолько бесстрастен. «Сир!» начал было Кхарн. Но Ангрон отшвырнул его, плашмя ударив цепным клинком. Пожиратель миров спиной вперед отлетел к Аргилу-Талу Эшрамару, которые неловко подхватили и удержали его. «Я никогда не убегал! Никогда!» «Император!» «Хрргх!» Титаническим усилием Ангрон остановил мечи, перестав активировать их моторы и надолго умолк. «Кхарн!» Наконец произнес он скрижещуще, шипящим голосом. «Аргил-Тал!» Восьмой капитан и командир Вакра-Джал шагнули вперед. Сир, спросили они в унисон. Ангрон поднял глаза. В них читалась старая боль и приглушенная, тлеющая ярость. Он не смотрел на воинов. Вместо этого мазнул взглядом по собравшимся придворным и уже не видя в них людей. Я хочу, чтобы все пожиратели миров и несущие слова выполнили простой приказ. Все, что угодно, сир, сказал Кхарн. «Только скажите, и он будет исполнен», сказал Аргелтал. Ангрон оглянулся на съежившегося на троне ребенка, последнего живого представителя рода, который когда-то владел им, изуродовал и погубил. «Убить всех в этом городе!» Ангрон закрыл глаза. «А потом убейте всех на этой планете!» Девятнадцать. Мертвые глаза. Вечный. Война, где надо думать. Но Церию не ожидала Великая Война. К постыдному разочарованию Лотары планету не ожидала бомбардировка. Капитан проводила дни на мостике завоевателя, разглядывая орбитальные карты и наблюдая, как города сгорают под накатывающейся волной двух легионов и сил Аудакс. Внизу находилось всего двадцать тысяч легионеров. Но в случае с такими воинами всего относительное понятие. Несколько сотен захватили бы мир за пару месяцев. Нескольким тысячам едва ли понадобилась бы неделя. Лорки высадился с ними, вызвав у Лотары странное ощущение изоляции. За последний месяц она успела привыкнуть, что бывший магистр легиона стоит возле ее трона и со скрежетом делает свои ветеранские комментарии по поводу всякого происходящего. Она гадала, был ли он столь же внимателен в годы, когда возглавлял Псов войны, стоял ли у тронов ее предшественников, громогласно советуя и критикуя без спроса. Как-то раз она попыталась сыграть с ним в карты, чтобы скоротать время в ходе месячного перехода. Как она выяснила, Лорки совершенно не умел проигрывать, а его массивным перчаткам не хватало ловкости картежника. В конечном итоге им пришлось воспользоваться сервитором, который держал за него карты. Он сыграл всего один раз, и это длилось не больше двух минут. «Это нелепо», — заявил он, и на том все кончилось. Когда он сообщил, что собирается высадиться, она вопросительно приподняла бровь. «Война зовет», — ответил он. «И это никак не связано с тем, что вы не доверяете Ангрону». «Война зовет», — повторил он, и на этом снова все кончилось. Первым пал Де Шеа. Она наблюдала, как он гибнет. Сгорающая цивилизация всегда выглядела с орбиты постыдно красиво. Два легиона шагали по улицам, расправляясь с населением и неся смерть всем рабовладельцам, каждому мужчине, женщине и ребенку, которые терпели рабство в своем обществе. Единственное сообщение от Ангрона поступило, когда Де Шеа затянула дымом его предсмертного вздоха. Примарх выглядел таким оживленным, каким она его еще не помнила. Но его глаза были еще более мертвыми, чем обычно. «Правосудие!» — с яростным пылом произнес гололитический образ. «Месть!» «Вся рабовладельцы мертвы!» «Все негодяи, кто когда-либо ликовал во время гладиаторских игр!» «Каждый!» «Все!» Она увидела позади примарха Лорки, который протопал мимо, пересекая поле зрения. Следом проехал разящий клинок, и картина затряслась. «И каждый город повстречается с легионами?» — спросила она. «Каждый!» Лотара изобразила равнодушие, притворившись, будто поигрывает к инфопланшетам. Ей не нравилось смотреть в его расфокусированные глаза. Несмотря на жизненную силу и пылкий голос, Ангрон глядел словно труп, напрягая мускулы от вызванной гвоздями боли. Она опасалась, что произошедшее в тронном зале Праксуария еще сильнее повредило остатки его разума. А что с планом лорда Аврелиана? «Скоро, когда города умрут, они сгорят, станут погребальными кострами для моих братьев и сестер, которые сгинули сто лет назад. Тогда можно будет разобраться с безумием Ларгара». Звук его голоса заставил ее вздрогнуть и порадоваться, что она в двухстах километрах наверху. «Удачи, Ангрон!» Он ухмыльнулся, довольный тем, что она хоть раз не назвала его «мой повелитель», даже в шутку. Спустя секунду изображение исчезло. Это было в первую ночь. И теперь, спустя шесть дней после прибытия, она расхаживала по мостику в надежде чем-нибудь, хоть чем-нибудь заняться. На поверхности ожидался штурм города Михора на рассвете. И какая-то ее часть хотела быть там и увидеть все собственными глазами. Другая часть, более мудрая и трезвомыслящая, хотела находиться подальше. Она остановилась у консольного стола Лераллы. Искалеченная девушка с улыбкой посмотрела вниз, чудными водянистыми глазами. «Мой капитан!» Мягко поприветствовала она Лотару. «Провидица!» отозвалась Лотара. «Ты когда-нибудь скучаешь?» «Нет, капитан!» Чудо, но казалось, что рассеченная надвое девушка говорит искренне. «Никогда!» Лотара тихо усмехнулась и двинулась дальше. Она находилась возле системы переключателей частот и передатчиков вокс-магистра Кеджика, когда южные двери мостика шумно разъехались по направляющим. Несколько человек повернули головы. Основной коридор шел с востока на запад, и мало кто пользовался южным входом. В проеме стоял Тарн, магистр астропатов. Как и все астропаты, он был слеп, лишившись зрения для усиления своих возможностей. Молочно-белые глаза под белоснежным капюшоном были широко раскрыты. «Капитан!» произнес он. «Я что-то слышу!» Лотара замаскировала вздох фальшивой улыбкой, надеясь, что так в ее голосе не будет резкости. «Тарн!» «Если ты пришел прочесть мне очередную лекцию насчет великой песни лорда Авреляна, разрешаю развернуться и оставить меня в покое». Тот стиснул обозначавший статус медальон костлявыми руками, пальцы которых были узловатыми от подагры. «Нет, капитан!» «Я слышу, как что-то приближается!» На другом конце мостика Лералла повернулась на своей опоре, и кабели, которые связывали ее с потолком, задергались, словно змеи. «Варп-канал!» Воскликнула девушка. «Варп-канал на пятом меридиане!» «Активирую гололиты!» Лотара помчалась к центральному гололитическому столу, который с мерцанием ожил. «Что входит?» «Всем смотреть на канал!» Она уставилась на мерцающую в воздухе гололитическую руну, мучительно ожидая, пока та расшифруется. Она знала лишь, что это прорехов Варп, корабль, который врывается обратно в реальность. «Захвачена системами провидения!» Отстраненно проговорила Лералла. «Я его вижу!» Спустя мгновение увидела и Лотара. Руна развернулась, продемонстрировав опознавательный код. Затем несколько кодов, а затем еще несколько. «Подготовить оружие и щиты!» Спокойно произнесла она. «Весь экипаж по боевым постам!» Ее призрачный образ возник на краю ретинального дисплея Кхарна, как обычно в профиль, переданный видоискателем, установленным на боковине трона. Капитан Сарин всем наземным силам, боевой корабль 13-го легиона, отвага превыше всего, вышел из Варпа на краю системы, возглавляя пустотную армаду. Их авангард ожидается в зоне досягаемости через 9 минут. «Всем силам легиона возвращайтесь к десантным кораблям и челнокам для немедленного отхода». На горизонте непокорно выселся город Михор. Два легиона построились осадным порядком, готовясь к мрачному наступлению к стенам. Их сопровождали титаны Аудакс. Над толпой пехоты и их подразделений бронетехники ряд за рядом стояли псы войны – поборники, лендрейдеры, разящие клинки, мастодонты. Целые танковые дивизии, ожидающие приказа двигаться на рассвет. Города Нуцерии не ждала быстрая и чистая атака. Все они наблюдали, как гибель накатывается на них волной. И умирали, когда пожиратели миров и несущие слова обрушивали стены. Михору предстояло стать последним. И теперь было похоже, что за считанные минуты до приказа о наступлении он избежит такой участи. «Лотара», – произнес Кхарн Вокс, зная, что его слышат все легионеры, члены экипажа титанов из Китарии. «Центурион», – отозвалась та. Она казалась нетерпеливой и прищурилась, словно охотница, готовая ко всем фокусам, которые может выкинуть добыча. «Эвакуация невозможна. Вы сможете их сдержать?» «Харн», – со вздохом начала она, а затем, похоже, вспомнила, что их слышит каждая живая душа на поверхности. «Капитан, вы не представляете масштабы воинства, которые входят в радиус досягаемости лэнсов. Мы тяжелее и лучше вооружены, но все равно погибнем от тысячи мелких ран. Если не можете отступить, занимайте город, ищите укрытия, поскольку они прорвутся мимо нас, что бы я тут ни делала». Понятно. Харн глянул на несколько тысяч космодесантников, стоявших неровным строем. Он поднял топор, готовясь подать сигнал к наступлению. «Подожди», – произнес голос, похожий на булькающий скрежет камней. «Сир», – отозвалась Лотара. Она отвернулась к мостику, и ее голос на несколько секунд исказился. «Фейд! Истребители в небе!» Она повернулась обратно. «Ангрон, при всем уважении, поторопитесь». «Им нужны мы», – сказал примар. Харн видел, что его генетический отец стоит в задних рядах на крыше сверхтяжелого транспорта кровавый молот, держа в руках оба цепных меча. «Они хотят нашей смерти. Для этого нужно доказательство. Нужна высадка. Мы займем город и вынудим их выбивать нас. Любой ценой не допускай бомбардировки. Ты поняла? Не допусти бомбардировки, пусть даже ценой корабля». «Принято», – ответила Лотара, и ее изображение исчезло с ретинальных дисплеев всех легионеров на поверхности. В общий вокс ворвался мягкий голос Ларгара. «Там наверху жили ман». «Хыргх!» «Знаю! Наконец-то возмездие закалк! Воины 12-го и 17-го легиона! Занять город! В атаку!» Над равнинами Джезр взошло солнце, и легионы рванулись вперед, чтобы обрушить стены последнего города Нуцерий и использовать его руины в качестве укрытия. На борту Фиделитас Лекс стройная юная женщина шла по мавзолею, приближаясь к собственной гробнице. У нее была смуглая бежевая кожа уроженки пустынных племен, а длинные волосы ниспадали мягкими коричневыми локонами, которые были не темными или светлыми, а здорового, почвенного оттенка где-то посередине. На ней было красное одеяние несущих слова, характерного кроваво-винного цвета, которое обладало текущим покроем, прилегая к талии и расширяясь снизу. Девушка слегка напоминала невесту, а слегка жрицу. Корабль содрогнулся у нее под ногами. Очередное сражение. Сколько битв она пережила на депрофундис. Сидя в тишине своих покоев, пока стены тряслись, а палубы вибрировали от огня пушек. Можно привыкнуть к чему угодно. Это было печальной истиной. За пределами зала ожидал караул из четверых вакараджал, готовых испепелить всякого смертного или несущего слова, который попытается ее коснуться или преградить в путь. Пока Аргел Тал находился на поверхности, она решила, что пора взглянуть на себя, прежнюю. Проходя мимо изваяния Ксафина, она смелилась протянуть руку и прикоснуться к его нагруднику, неосознанно копируя постоянный жест Аргела Тала. Тот рассказал ей, как погиб Ксафин. Даже показал оружие, ставшее причиной этого, и признался, как именно ему удалось взломать генетическое кодирование, чтобы активировать похищенную реликвию. Кровь. Не всегда ли все сводилось к крови? Она краешком глаза заметила собственную статую, и у нее по коже поползли мурашки. Даже без подробностей самого присутствия этого предмета хватило, чтобы на языке появился привкус желчи. Собравшись силами, она подошла к монументу. У пьедестала стоял облаченный в рясу слуга, занятый тремя курильницами возле босых ног каменной женщины. Зал памяти часто был заполнен рабочими и слугами, которые ухаживали за памятниками, если не было иного приказа от высокопоставленного несущего слова. Увидеть собственное каменное воплощение оказалось гораздо хуже, чем она думала. Ей не хотелось смотреть, не говоря уже о том, чтобы прикасаться. Скульптор, бесспорно, обладал мастерством. Но в этом-то и заключалась проблема. Было слишком реально. Это была не стилизованная статуя, воздвигнутая во славу ее деяний, а могильный знак, памятник ее смерти. И она была слепа. Глаза каменной девушки закрывала резная повязка. От этого становилось вдвойне неуютно, хотя она и не была уверена в причине. Она пробыла слепой большую часть жизни. И на протяжении месяца после перерождения, которое Кирена нерешительно называла пробуждением, много часов провела в уединении своих покоев, приглушив освещение, закрыв глаза и слушая корабль вокруг себя. Это казалось более естественным, чем зрелище миллиона предметов, среди которых она жила, но никогда раньше не видела. Неожиданно для себя она коснулась вытянутых рук из вояния. Пальцы к пальцам. Камень идеально повторял плоть. Какое-то мгновение она не могла сказать точно, кто настоящий. Перерожденная девушка или же статуя покойницы. Возможно, и та, и другая. Или же никто. Чрезвычайно похоже, произнес слуга в рясе. Она уставилась на источник неожиданного голоса. Аргелтал рассказывал, что рабы мавзолея дают обет молчания под страхом смерти. Лицо человека скрывал капюшон, но она разглядела в тени краешек улыбки. Впрочем, уверен, что ты не скучаешь по повязке. У нее похолодела кровь. Он говорил не на готике или колхидском. Это был Утурландский, диалект города-государства-монархия, в котором она родилась на далеком хуре. «Покажись!» Он повиновался. Не слишком красив и не слишком молод. Казалось, он на середине третьего десятка, близко к среднему возрасту. Как и все, кто проводит жизнь на борту боевых кораблей, он выглядел так, словно эти десятилетия нелегко им удались. А еще, без тени сомнения, он был не тем, за кого себя выдавал. Его глаза сияли жизнью и были полны веселой лжи. «Не надо!» – предостерег он. «Не зови стражу!» «Я видел, что ты собираешься это сделать», – добавил он через мгновение. Она собиралась обернуться в поисках других рабов неподалеку, но не была настолько пуглива, чтобы звать Вакраджал только из-за лживого плута, решившего испытать судьбу. Кроме того, под неспадающим облачением к ее бедру был пристегнут ритуальный нож Кватари. «Как ты можешь говорить на языке мертвого города?» – спросила она, сложив руки под грудью и обняв себя, словно от холода. Услышать это наречие, увидеть эту статую – все это было настолько невероятно, что вызывало тревогу. «Я говорю на всех языках, с которыми соприкасаюсь разумом». Он встретился с ней взглядом, с выражением искренности, но без угрозы. «Прости мне эти слова, но воплоти от тебя просто дух захватывает. Должен признаться, я питаю слабость к смуглым женщинам». Он ее не успокоил, однако что-то в его голосе было более приятным, чем торжественно почтительная интонация почти всех несущих слов. Даже Ларгар, вновь увидев ее, был проникнут благоговением и напоминал жреца. Он молился за ее душу и называл «Воскрешение чудом». Примарх никак не прокомментировал роль Эриба в ее возрождении и ни разу не пытался задавать вопросы, с которыми приходили многие. Ларгар не спрашивал, помнит ли она, как была мертвой или какого на той стороне пелены. Она подозревала, что он и так знал. Единственное, что сделал Ларгар, опустился перед ней на колени, почти сравнявшись по росту и коснулся губами ее закрытых глаз. «Когда-то я просил прощения за мои грехи, которые навлекли ослепивший тебя огонь», прошептал он. «Теперь же прошу прощения за то, что они навлекли поразивший тебя клинок. Мое сердце поет, узнав, что ты снова дышишь». Ей хотелось ответить, однако в присутствии Примарха она вела себя так же, как множество людей до и после нее. Она глядела на него, дрожала, и старалась не разрыдаться от его величественного невероятного обаяния. Поняв ее напряженную нерешительность, как казалось, он всегда понимал ниже стоящих. Ларгар с извиняющейся улыбкой отпустил ее. «Ступай с миром, благословенная леди! Ты всегда была даром для моего легиона, и моим сынам тебя не доставало. Проси у меня чего пожелаешь, и оно станет твоим». Теперь в мавзолее Кирена моргнула, чтобы избавиться от воспоминания. «Что бы ты ни пытался сделать, — сказала она лжеслуге, — тебе придется постараться получше. Уверяю тебя, это только пробный заход. Нам надо поговорить, Кирена». Она наморщила нос от его произношения. «Кирин!» Хотя он и говорил на ее родном языке, но в нем оставались следы неуклюжести Готика. А Готик был не ласков к ее имени. «Киренни!» ответила она. «Извини, Джону всегда лучше давались языки». «Кто такой Джон?» «Друг. Идиот, но все же друг. Неважно, он занят. Меня послали сюда за тобой. Нам нужно поговорить». Она уже половину столетия не общалась на языке родины, но тот еще был сладок, словно мед. «Мы уже говорим. Будь добр, назови свое имя». Хотел бы я знать, почему на простейшие вопросы труднее всего отвечать. Последнее время меня звали Дамон. Он протянул ей руку. Она была незнакома с тиранским обычаем и потому просто глянула на нее, а затем снова уставилась ему в глаза. «Просто Дамон!» Из-за недовольства это прозвучало как вопрос. «Дамон Пританис», отозвался тот. «Это не твое настоящее имя». «Не то, какое мне дали при рождении», с улыбкой согласился он. «Однако от этого оно не становится менее настоящим или менее моим». «Я ухожу», солгала она. Нож Кватари начинал манить к себе. «Это не так. И не тянись за клинком. Я здесь не для того, чтобы навредить тебе. Я здесь, чтобы спасти тебя. Думаешь, меня нужно спасать?» «Я это знаю. Время от времени спасать нужно всех. Ты хоть представляешь, как сложно мне было проникнуть на флагман несущих слова. Просто ради этой беседы». «Проникнуть!» Он сказал проникнуть. Он был не на их стороне. «Я не на чьей стороне», сказал он, хотя она не произнесла ни слова. «Знаю, я могу читать твои мысли». Она развернулась, чтобы броситься прочь. Но Дамон схватил ее за запястье и крепко сжал. «Ты умерла и вернулась назад», мягко произнес он. «В этом мы похожи. Тобой заинтересовалась кабала. А для людей это почти всегда скверно. Но теперь ты такая же, как мы. Семнадцатый легион сделал тебя одной из нас. Не могу сказать, входило ли это в их намерение. Не хочу даже гадать. Одной из кого? О чем ты? Не умирающих, вечных». На сей раз Дамон Пританис не улыбнулся, а явно ухмыльнулся. «Идем со мной, Кирена». «Эшрамар!» закричала она. «Эшрамар!» На другом конце зала появился воин Вакраджал, которому потребовалось меньше мгновения, чтобы увидеть и ее, и грозящую ей опасность. Он перешел на бег. Турбины на спине с визгом ожили. И через три шага он оторвался от пола по двой прыжкового ранца. Даже оказавшись перед несущим слова, который мчался сквозь лабиринт статуи, оставляя за собой полосы дымного пламени, Дамон не выпустил запястья Кирены. Он выругался на нескольких незнакомых Кирене языках, один из которых напоминал чрезвычайно изящный эльдарский диалект. Сержант Вакраджал приземлился с хрустом керамита об пол и направил оба наручных огнемета на фальшивого слугу. В соединительных кабелях, тянущихся в доле его рук, булькал алхимический огонь, который бурлил и жаждал с ревом вырваться в воздух, обратившись из жидкости в подлинное пламя. «Отойди от нее!» — потребовал Эшрамар. На серебристом лицевом щитке Марк-3 было неожиданное выражение бешенства. Вокруг всех троих клубился дым, струящийся из выхлопных отверстий турбинного ранца несущего слова. «Послушай!» — начал было Дамон. «Отойди от нее!» — «Послушай меня!» — «Отойди от нее!» — «Керена, я могу все объяснить!» — произнес он. «Отойди от нее!» — Дамон поднял руки и шагнул вперед. В тот же миг Керена всадила ему в плечо свой ритуальный нож. Она целилась в шею, однако он уклонился, даже стоя к ней спиной. Его движения были слишком плавными для человека. Он не закричал и даже не выругался, но разжал хватку. Керена метнулась в сторону. «Подожди!» — произнес он. «Керена, подожди!» — Эшрамар сжал обе руки, вдавив пластины на ладонях перчаток. Из наручных огнеметов рванулась болезненно-нефритовое пламя, которое окатило человека плотным полужидким потоком. Пока Керена поднималась и оборачивалась, она успела растопить мясо на костях. Дамон Пританис умер у них на глазах одной из самых мучительных смертей. Он впервые погибал в огне, но не в первый раз со смехом. Лотаре нравилось спокойствие, которое ей овладевало в такие минуты. Она была лучшей в этом деле, и ей требовалась лишь свобода действий, чтобы играть по-своему. Со стороны казалось, что она расслабленно сидит на троне, однако ее взгляд одновременно охватывал все. Локационные и векторные гололиты, дисплей целенаведения, многосекционный экран Окулуса и даже собственных офицеров, чтобы убедиться, что те оправдывают ожидания. В их распоряжении находилось два флагмана типа Глориана и Трисогион, который относился черт знает к чему. Лотара Сарин не собиралась сдаваться без боя. Каким бы чудовищным и безнадежным ни было численное соотношение сил. В сущности, она постоянно обнаруживала, что ей хочется рассмеяться. Вражеская армада приближалась. Все ее соединения выстроились в атакующий порядок и держались достойным восхищением единством. Все линкоры и транспорты находились под защитой эсминцев и фрегатов, а во главе каждого соединения двигались крейсеры, обладавшие собственным эскортом меньшего размера. «Сорок один», — произнесла Лералла. Ее голос был отстраненным, как всегда, когда она смотрела не собственными глазами, а сканерами флагмана. «Сорок один вражеский корабль». Лотара услышала, как стоящий возле трона Ивар Тобин тихо выругался. Бесспорно, было безумием сражаться с такими силами практически в одиночку. Немногочисленные корабли сопровождения, которые они оставили при себе, окажутся всего лишь жертвенными ягнятами в пасти вражеского флота. Однако Ангрону и Ларгару требовалось рассредоточить свои легионы за вражескими рядами, и капитан Сарин намеревалась действовать тем, что у нее осталось. Она заслужила кровавую руку не тем, что ныло про соотношение сил. И все же, по ее оценке, это соотношение выходило почти что равным. Один только Трисогион мог справиться с 20 кораблями меньшего размера, а линкоры типа Глориана использовались в качестве флагманов легионов по многим, очень многим причинам. Большая часть армады ультрадесанта выглядела уже поврежденной или собранной из разных флотилий. Это явно был не специализированный карательный флот, а разрозненная ударная группировка. Удар копьем в сердце врага. Кто-то, возможно, даже сам лорд Джеллиман, сделал все, что мог, с ограниченными ресурсами. Она знала, как разыгрался бы ход сражения, если бы возглавляла вражеский флот. Для победы ультрадесанту требовались две вещи. Во-первых, разделить завоевателя Лекса и Трисогиона при помощи массированного огня малых кораблей. Крейсеры и линкоры 13-го легиона встают на траверзе, чтобы раз за разом обмениваться бортовыми залпами и предоставить цель, размеры и мощь которой не позволят ее игнорировать. А в это время остальная часть флота наносит точные удары лэнсами с безопасного расстояния. Лотара подозревала, что армада распределит свой атакующий потенциал, изо всех сил стараясь уничтожить лекс или завоеватель, и захватить второй корабль при помощи абордажных команд. Трисогион был слишком огромным и смертоносным, чтобы с ним справились абордажники или часть флота. А ни один здравомыслящий, пустотный командир не стал бы полностью концентрировать силы, чтобы атаковать его в первую очередь. За то время, которое потребуется для обездвиживания сверхкорабля, два флагмана легиона смогут нанести невероятный ущерб. Вторым фактором была высадка. Легионы Састартес превосходно умели сражаться одновременно в пустоте и на поверхности, а от этого нападение веяло чем-то личным. Ультрадесантники прибыли сюда мстить, так же, как наверняка преследовали Корфаэрона до самого Мальстрима на другом краю Ультрамара. Несколько кораблей устремились к Нуцерии, извергая из себя десантные капсулы, челноки и штурмовые транспорты, проводя высадку всеми необходимыми средствами. Им придется подойти близко. Достаточно близко для свалки, которая так нравилась Латаре. Однако они справятся с задачей и совсем скоро Мехор уже будет кишать врагами. Вот за это она и любила сражения в пустоте. В холодном космосе ты несешь смерть с немыслимых расстояний. А в следующую минуту боевые корабли размером с город маневрируют так близко друг от друга, что обдирают краску с корпусов. Тут вовсе не отсутствовали адреналин и лихорадочная концентрация наземного боя. Просто они преобразовывались в нечто гораздо более цивилизованное. В пустотной войне было нужно думать. Покрытая кабелями голова Лераллы снова повернулась. Капитан. У четырнадцати вражеских кораблей, идущих продольным построением, которые сейчас отмечены на Галалите, опознавательные коды марсианского механикума. Похоже, что несколько из них титаноносцы. Латара подавила желание длинно и витиевато выругаться. Кто бы не прорвался сквозь блокаду, а таких, безусловно, было много, они испортят жизнь находящимся на поверхности. Ультрадесант — это уже плохо. Ультрадесант и титаны — одна из наихудших возможных новостей. Сообщить примархам и капитанам легиона, что им, скорее всего, придется иметь дело еще и с титанами, — приказала она Кеджику. Магистр вооружения, когда мы окажемся в зоне максимальной досягаемости? Авангард противника войдет в зону максимальной досягаемости лэнсов через одну минуту и пятьдесят секунд. Славно, славно. Фэйт — состояние эскадрильи истребителей. Все выпущены, мэм. Молодой лейтенант не отводил глаз от своей консоли. Капитан, у меня есть идея насчет второй фазы сражения. Если она не касается передвижений капитального корабля, я жду, затаив дыхание. Давай послушаем. Вместо объяснения он показал. Фэйт запустил десятисекундную симуляцию, и на гололитическом дисплее отобразился тактический вариант. К его концу флаг капитан улыбнулась. «Так и сделай», — сказала она. Ее вера в него строилась не на праздных допущениях. Никто не умел распоряжаться силами истребительных эскадрильей так, как Фэйт, из-за чего лотара и забрала его с линкора между царствием в собственный командный экипаж. Она ждала, барабаня пальцами по подлокотнику трона. «Держать открытым канал связи с Лексом и Трисогеоном». «Есть, мэм», — отозвался Кеджик. «Они на позиции?» «Да, капитан», — ответила Лералла. Лотара взглянула на неизменно верного Тобина, который неотлучно находился рядом с троном. «Ты думал, что умрешь в ультрамаре, Ивар?» «Я стараюсь вообще не думать о смерти, мэм. Орудия готовы и ждут указаний. Благодарю, Ивар. Учитывая их явную злость на легион лорда Авриллиана, подозреваю, что они решат уничтожить Лекс и взять завоеватель на абордаж. Но на случай, если выйдет наоборот, скажу сейчас, было приятно служить вместе с тобой. Ваши слова честь для меня, мэм». Члены командного экипажа переглянулись и заулыбались, слушая вышестоящих офицеров. «Ну что ж, Лотара прокашлялась. Начнем убивать». 20. Кровь в пустоте. Вызов Триариев. Он умрет здесь. Уже скоро она полностью перестала следить за войной на поверхности. Флот ультрадесанта налетел на них, словно стая насекомых, полностью забрав на себя все внимание, которое ей хотелось бы обратить на то, как идут дела у легиона. Мир взорвался калейдоскопом полыхания орудий, вспышек щитов и упорного мерцания тревожных сигналов. Все офицеры докладывали одновременно, продолжая при этом орать на своих подчиненных. Подхваченный бурей корабль содрогался. На мостике стоял запах немытой кожи, кислого дыхания, а также слабый пряный аромат дыма горящих внутренних систем. Лотара металась, словно дервиш, непрерывно раздавая приказы и отслеживая постоянно обновляющиеся гололитические проекции. Больше всего ее тревожило не то, что их кораблям задают трепку, а обстоятельство, что попытка помешать врагам проскочить мимо напоминала борьбу с приливом океана. При помощи сложенных ладоней и ругательств. «Церера!» — воскликнула Лералла, извернувшись своей люльки. Безногой девушке приходилось кричать через все сотрясающееся помещение. «Церера проходит мимо нас!» Лотара потратила три драгоценных секунды, разглядывая персональный гололитический дисплей, созданный лучами микропроекторов подлокотников. «Церера! Церера! Вот оно! Крупный крейсер! Боевая боржа типа Доминус! Это означало солдат! Тысячи солдат!» Проклятие! 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 Руна Церера мигала, двигаясь мимо символа, обозначавшего завоевателя. Между флагманом пожирателей миров и кораблем, который ему требовалось остановить, находилось еще два звездолета ультрадесанта. И еще семь кружили сверху и снизу, с трудом заходя на атаку сбреющего полета. Если бы Лотара сменила курс, то бросила бы нападение на нерушимое бдение и оказалась перед риском целую минуту получать бортовой обстрел от... Нет, не важно. Церера должна была умереть. Сменить курс, сказала она, готовая пристрелить первого помощника, если тот вздумает возражать. Сменить курс, проревел Тобин. Корабль застонал у них под ногами, подчиняясь инерции, тормозным двигателям и протестующим ускорителям поворота, крена и вращения. Все на Цереру, распорядилась Лотара. Бортовые, когда повернем, затем лэнсы переднего блока на 180 градусах. Отправьте эту сучку на землю в огне. Легендарный сын и слава пламени. Я их вижу, прервала она Фейда. Я не дам им встать у нас на дороге. Двигатели на полную тягу. От этого наш радиус поворота изменится на... Я знаю, куда нас выведет дуга. Мне нужно, чтобы двигатели ревели. Прекратить огонь правого борта и немедленно перезарядиться. Я хочу, чтобы они были наготове, когда мы сменим курс. На Цереру будет всего одна попытка. Завоеватель загрохотал, отдаляясь от окружающих его кораблей ультрадесанта. И пожертвовав атакой, подготовкой которой Лотара занималась большую часть пятиярусных минут под плотным вражеским огнем. Она наблюдала, как нерушимые обдения уходят в сторону целым и невредимым. Хотя должно было развалиться на пылающие обломки. — Церера маневрирует для орбитального десанта! — крикнула Лералла. Она смотрела на Гололит широко раскрытыми оленьими глазами, оскалив хрупкие зубы перед лицом сражения. Звезды покатились по Окулусу. Завоеватель все разворачивался и разворачивался. Медленно, медленно, медленно. У Лотары под ногами содрогалась палуба, ее палуба. Они получили кошмарные повреждения. В поле зрения вплыла Церера, которая уже касалась атмосферы. — Лазерные батареи готовы! — Бортовым! — заорала Лотара. Завоеватель ответил своему капитану, и его пушки с грохотом ударили в ночное безмолвие. Палуба снова качнулась, но на сей раз это была куда более приятная тряска. Пространство вокруг Цереры залило сияние щитов, сопровождающихся шквалом, который обрушился на корпус корабля. Спустя три секунды прекрасного защитного салюта пустотные щиты крейсера разлетелись с такой силой, что по броне побежала рябь молний. Завоеватель не просто пробил оборону добычи, он перегрузил ее количеством приложенной энергии. От этого зрелища в стратегиуме началось ликование. Мы перегрели ее щиты. Лотара почти смеялась от пьянящей опасной смеси облегчения и хищного наслаждения. Прикончить ее! Завоеватель снова выстрелил, дав еще один бортовой залп, а затем навел передние орудия, закончив менять курс. Церера распалась на части на высокой орбите, и малейшего прикосновения атмосферы Нуцерии хватило, чтобы обломки вспыхнули. Лотара потратила еще несколько секунд, чтобы просто питать это зрелище. Десятки тысяч жизней обрываются в огне. — Состояние тресогеона? — спросила она, вновь оборачиваясь к мостику. — Сражается так, как мне кажется, никогда не доводилось видеть, — отозвался Тобин, немало впечатленный цифрами, которые бежали по его информационному монитору. Без него мы бы продержались меньше трех минут. Возможно, он бы даже смог победить без нас. И каковы шансы на это? Отвратительный мем, но вероятность все же есть. — А Лекс? В ответ Тобин покачал головой. — Лекс Гибнер. Фиделитас Лекс прошел сквозь остов, уступающего ему по размеру крейсера, отшвырнув в тот сторону. Флагман несущих слова уже превратился в развалину. Его броня потрескалась и покрылась воронками. Щиты канули в небытие. Соборы и хребтовые крепости, прилепившиеся к его верхней части, были разрушены огненной яростью ультрадесанта. Армада 13-го легиона нападала с бреющего полета, обмениваясь громадным кораблем продолжительными бортовыми залпами и неся потери, чтобы досухо опустошить более крупный звездолет. С каждой атакой Лекс слабел. Все меньше турели и пушек вели огонь, а разрушающаяся броня становилась все менее прочной. Из дыр в корпусе бесшумно хлестали воздух и вода. Из других таких же ран текли топливо и охлаждающая жидкость. Через сотни подобных пробоин вытягивало членов экипажа, многие из которых встречали смерть с молитвой. Чтобы увидеть все это, лотаре хватило одного взгляда. Казалось, что Лекс выворачивается наизнанку, а его внутренности охвачены огнем и выдернуты в пустоту. И все же он продолжал сражаться. Окруженный маленькими кораблями, Лекс огрызался оставшимися орудиями, вертясь в свете собственного горящего корпуса. Кто бы не руководил ультрадесантом, с командной палубы отваги превыше всего, он сделал выбор. Завоеватель возьмут на абордаж и убьют изнутри. Лекс умрет первым, погибнув от тысячи ран, и покинет игровую доску. Завоеватель не мог прийти на помощь кораблю аналогичного класса. Оба флагмана бились поодиночке, не имея поддержки и страдая от бесконечных атак армады 13-го легиона. Скверный конец для славного корабля, заметила Лотара, даже если он набит фанатиками. С боков и под брюшья Лекса срывались спасательные капсулы, а также более тяжелые корабли механикума и грузовые челноки. Легионеры уже находились на поверхности, и смертный экипаж звездолета спасался в последние минуты. Но тот все еще сражался, вертелся, разворачивался и свирепствовал. Проходящие мимо крейсеры ультрадесанта горели так же сильно, как и корабль, который они убивали. Грязная драка, слишком близкая для расчетов, плотная и личная. Лотара ощутила укол совести за то, что наслаждается каждой секундой. «Он еще с нами», — произнес Тобин. «Ненадолго, мы сможем пробиться к нему на помощь». Сухой смешок Тобина был вполне красноречив. Лотара пристально смотрела на персональный гололит. Не весело с тобой, Ивар. У Эшрамара была одна единственная обязанность, и сейчас она стала самой трудной за всю его жизнь. Все шло к тому, что если не станет легче, она также окажется и последней, и при этом проваленной. На поверхности все выглядело просто. Он должен был просто дойти из одной точки в другую, ведя за собой терену. Сущность проблемы заключалась в том, что проклятый корабль разваливался по швам, а он практически обессилел, пробивая себе дорогу по заваленным толпой коридорам. Убийство превратилось в сбор урожая, как будто день за днем от рассвета до заката косить пшеницу тяжелой косой. С той лишь разницей, что силовой эскимотар Эшрамара эти свежевыкованные клинки выдали всем воинам вакраджал пожинал жизни. Он прожигал дорогу по наиболее тесно забитым коридорам, однако ему пришлось сдерживаться после того, как благословенная леди едва не задохнулась в дыму трупов. Половина беснующихся групп людей, на которых они натыкались, давили друг друга в животной панике, пытаясь добраться до спасательных ангаров. Другая половина окружала Кирену и с воплями просила ее покровительства, веря, что прикосновение к ней принесет удачу, которая избавит их от гибели в пустоте. Эшрамар убивал и тех, и других. Его мало заботило, просят ли они пощады или же выкрикивают имя благословенной леди перед лицом смерти. Единственное, что имело значение, убрать их с дороги. «Сюда!» – сказал он, выдергивая меч из последнего тела в коридоре. Она пыталась идти, наполовину перелезая через кучи распоротых мертвецов. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса. Но это была не проблема Эшрамара. Его от шлема до сапог покрывала кровь членов экипажа, собственного флагмана. Однако и это не занимало его мысли в первую очередь. Корабли гибли медленно, сперва в огне, затем в безмолвии. Эшрамар знал, что уже скоро Лекс развалится вокруг них, лишившись энергии и полностью открывшись в безвоздушной пустоте. «Сюда!» – повторил он. «Моя госпожа, поторопитесь!» Кирена карабкалась по убитым. Ее одеяния перемазались кровью, руки покраснели до запястья от постоянных падений. Она провела на боевых кораблях большую часть своей жизни, однако никогда не бывала на распадающемся на части. Эшрамар вел ее по коридорам, глухо стуча влажными сапогами по решеткам палубы. Он наполовину волок ее за запястье, стараясь не сломать руку или не выдернуть ее из сустава. Но она продолжала стонать от резкой боли при грубом обращении. Она знала, куда он направляется. На борту находилось несколько десантно-штурмовых кораблей, принадлежащих собственному ордену Вакраджал, хотя она искренне сомневалась, что они еще на месте. Чтобы пересечь флагман, потребовалось почти полчаса. Подъемники не работали, превратившись в пустые трубы-туннели между палубами. Вентиляционные лазы светились оранжевым от далекого огня в жилах корабля. На палубах попадались целые полосы, густо заваленные телами и обломками. Зачем вообще покидать корабль? Что ждет внизу, на Нуцерии, кроме смерти, отложенной на несколько часов? От этого Кирена бежала только быстрее. Она была дочерью совершенного города и исповедником слова. Если была хоть крупица надежды, она не собиралась умирать здесь. Эшрамар остановил ее перед закрытой переборкой. По наклону его головы было видно, что ту не должны были запирать даже при аварийной блокировке. Не было никаких ручек, никаких символов прохода, вообще ничего. Я не, начал было он, однако не закончил мысль. Можешь прожечь ее насквозь, спросила она, переводя дух. В горле ощущался вкус крови. Наручные огнеметы были более чем способны на плавление металла, но время находилось не на их стороне. Это займет слишком много времени. Эшрамар отвернулся от тупика, намереваясь сделать петлю и выбрать иной маршрут. Пойдемте. Больше он не сказал ничего. Скрытая шлемом голова, хрустнув, откинулась назад с монотонным звонким лязгом, и воин отшатнулся к стене позади него. На левой глазной линзе серебристого лицевого щитка была искореженная воронка. Когда он осел на палубу, Кирена услышала исходящий изнутри доспеха звук сигнала прекращения жизнедеятельности. Она увидела в дыму на дальнем конце коридора, куда они прибежали с Эшрамаром трех рабов легиона, облаченных в рясы. Один из них опустил тяжелую длинноствольную винтовку. Двое других бросились к ней. Она бы взяла болтера Шрамара, если бы имела хоть какую-нибудь надежду его поднять. Вместо этого Кирена во второй раз с момента перерождения выхватила нож Кватари и побежала навстречу людям, которые убили ее последнего стража. Она не стала плакать, кричать или смеяться, встретив нападающих яростным молчанием, сжав ритуальный нож так, что побеляли костяшки. В точности, как во время своей смерти год назад. Первый отвел удар предплечьем и выбил кинжал у нее из рук. «Кирена!» — произнес он. «Кирена! Прошу, подожди!» Дамон Пританис откинул капюшон и посмотрел ей в глаза, как уже делал час назад. На нем не было ни малейшего следа от пламени, которое его уничтожило. «На сей раз ты меня выслушаешь! Идем с нами!» Завоеватель снова содрогнулся. Перегревающиеся двигатели несли его вглубь медленно рассыпающейся вражеской армадой. Щитов не было. Зубчатые стены были охвачены растворяющимися вспышками пламени от полученных в пустоте ран. Половина орудий умолкла. Им уже не суждено было выстрелить. Лотара откинула распущенные волосы с лица, втягивая воздух из респиратора. Вентиляторы боролись с дымом, который заволакивал мостик. «Сменить курс на 3.16!» – велела она. «Они проскакивают!» – крикнул в ответ Тобин. «Капитан! Воитель новой звезды и Триумф Эспандора прорываются мимо. Батареи ведут огонь». «Это их прикончит?» – спросила Лотара. «Они повреждены, но не гибнут. Так они окажутся ближе к пределу. Не рассчитывайте на большее, мэм». Лотара потрогала скверный, обильно кровоточащий разрез на виске. Она не помнила, когда он появился. Пальцы окрасились красным. Почти оглушенная, она прихрамовая, подбежала к консоли Лераллы. Мертвое тело провидицы безвольно висело в сгорбленной позе. Ее удерживали только трясущиеся кабели и провода между головой и потолком. Лотара заново активировала центральный гололив, вглядываясь в его сбивчивое мерцание и высматривая руны вражеских кораблей. Кровь императора, как их могло уцелеть так много? Они точно перебили всю армаду и даже больше. Завоеватель развернулся посреди расширяющейся сферы вражеских кораблей. Уцелевшие орудия злобно плевались в пустоту. Молотя круша и воспламеняя, оказавшиеся поблизости звездолеты ультрадесанта. На эфирном дисплее мигала воитель новой звезды и триумф Эспандора, которые, пульсируя, двигались мимо связанного боем завоевателя. Однако Тобин ошибался. Они не пытались быстро проскочить, а попутно осуществляли атакующий заход. Исходя из ресурсов вражеского флота, она поступила бы точно так же. Они не могли позволить себе вообще не вводить самые тяжелые крейсеры в перестрелку, несмотря на всю ее рискованность. «Подведите нас ближе!» — крикнула она на весь мостик. «Мне нужно оказаться в радиусе действия медвежьих когтей. Неважно, кого мы зацепим при развороте. Но пока я дышу, эти две боржи не запустят десантные капсулы на Нуцерию». Она улыбнулась, продемонстрировав белые зубы на покрытом сажей лице. «Никто не сбежит от завоевателя». «Если хроника сменит курс», — начал было Тобин. «Сменит или нет, но никто не сбежит. Я хочу, чтобы двигатели выли погромче». Флагман пожирателей миров рванулся вперед. Его ревущие ускорители заработали мощнее и усерднее, быстрее скорости маневрирования, быстрее атакующей скорости, быстрее скорости преследования. Лотара и все уцелевшие члены экипажа мостика неотрывно смотрели на изображение, которое разрасталось на Окулусе. Она услышала, как Фейд выругался, и в тот же миг Тобин заорал «Держитесь! Держитесь!» Поднимающийся вверх завоеватель встретился с опускающейся хроникой. Оба корабля двигались по непредсказуемым траекториям и столкнулись без пустотных щитов, которые бы могли погасить удар. Стратегиум содрогнулся так сильно, что все попадали с ног. У Лотары лязгнули зубы. Она почувствовала, что несколько из них сломалось. Визг терзаемого мукой металла длился почти целую минуту. Два боевых звездолета скользили друг о друга. В их встрече во мраке было что-то почти акулье. Хронике досталось сильнее. Она значительно уступала в размерах, бронировании, инерции и массе. Весь ее левый борт разлетелся волной металлических обломков, выбросив тысячи членов экипажа в верхние слои атмосферы Нуцерии. Когда два корабля прекратили тереться друг о друга, подхваченная гравитацией Хроника ушла в бессильное падение, мчась к поверхности и разгораясь от стремительного прохода через атмосферу планеты. Завоевателю повезло больше. Но по всему его левому борту появился черный рубец. С корпуса полностью срезало целые крепости, наполненные пушками и экипажем. Лотара инстинктивно прикинула, что они лишились нескольких тысяч членов команды и при этом еще легко отделались. Однако они оказались на свободе и мчались к спасающимся крейсерам. Добыча находилась на расстоянии 40 километров, но в категориях войны в пустоте Лотара буквально их оседлала. Она кивнула Тобину. Вероятно, лучшим из творений Велхеридара была система вооружения, которую он два года устанавливал на переоснащаемый завоеватель, вскоре после того, как тот перестал называться твердой решимостью. Флагман 12-го легиона превосходил по огневой мощи практически любой корабль, сопоставимых габаритов даже своим стандартным оружием. Но подлинное отличие заключалось в когтях для преследования. Гарпуны псов войны Легио Аудакс хорошо справлялись со своей задачей. Однако медвежьи когти завоевателя увеличивали свирепость Легиона с Астартес до невиданных более нигде масштабов. Обрушившись на убегающие крейсеры, завоеватель запустил когти прямо им в хребты. Десятки пик, каждая из которых была размером с отдельный фрегат, рванулись в передний сектор обстрела флагмана. Многие прошли мимо цели, как всегда бывало на таком расстоянии. А многие попали, как бывало всегда, когда Лотара стреляла ими, разозлившись. Она следила, как тяжеловесные копья входят в хребты крейсеров, пронзая их и погружаясь вглубь. Огромные промышленные буры на конце каждого из гарпунов ожили, со скрежетом вгрызаясь в пораженные корабли. Сработали электромагнитные захваты. Пики высотой и толщиной с небоскреб зафиксировались внутри нанесенных ими проникающих ран. Цепи, которые соединяли гарпуны с кораблем-маткой, были изготовлены из сплава ностромского адамантия с феррикезианским титаном. И стоимость каждой из них равнялась годовой десятине среднего пограничного мира. При своих головокружительных размерах и амбициях империум не жалел средств для провидцев и воинов. Цепи гарпунов распрямились и натянулись. В это время завоеватель отключил тягу. Созданные механикумом массивные барабаны, по сравнению с размерами и мощью которых титаны казались карликами, начали при помощи храповиков тянуть гарпуны обратно. Захват корабля всегда требовал сложных расчетов. Когти преследования были разработаны для наиболее жестокого ближнего боя. И если бы слишком много пик прошло мимо цели или вражеский корабль оказался бы чересчур мощным, пострадал бы завоеватель, который бы лишился управления или, хуже того, оказался бы разорван бегущей добычей. Ни того, ни другого ни разу не случалось. Лотара знала систему вооружения изнутри и снаружи. От имен бригадиров, которые надзирали за рыбами, обслуживавшими системы ручного заряжения, до точных типов кораблей, которые она могла подбить при том или ином ускорении. И воитель новой звезды, и триумф Эспандора были повреждены. Благодаря Трисагиону они, как и остальная часть флота ультрадесанта, попали под сильный обстрел и получили массированный бортовой удар при атакующем проходе мимо завоевателя. Ослабев они стали идеальной целью. Когти выстрелили, погрузившись внутрь, углубившись и крепко вцепившись. Цепи туго натянулись, и завоеватель вложил все свои ресурсы в обратную тягу. Два корабля ультрадесанта медленно и неотвратимо тянуло назад, вопреки работе их двигателей. Они полностью потеряли инерцию и сошли с курса. По мостику прокатилась еще одна волна ликования, на сей раз поредевшая. Подвести их поближе и прикончить лэнсами. Лотара подковыляла обратно к трону. Когда закончите, протаранить обломки и сменить курс, чтобы разбить эскадрилью сопровождения славы огня. Кто-нибудь сообщите мне, в каком состоянии лекс. Погибнет через несколько минут, отозвался Кеджик. Они покидают корабль, уничтожив 12 целей. 12. Лотара слабо улыбнулась. Хороший счет для фанатиков. Прикажите им подняться на минимальную безопасную дистанцию, сказала она. Я не хочу, чтобы они врезались в землю, пока наши силы еще сражаются на поверхности. Кеджик передал распоряжение, но почти сразу же ответил. Они падают, капитан. Судя по проекционным отметкам, рухнут восточный океан. Лотара сглотнула, глядя прямо на своего магистра Вокса. Как далеко от берега? Было похоже, что Кеджику больно. 17 километров, если повезет, то 20. Все зависит от того, как они упадут. Это было все, либо ничего. Мостик содрогнулся так сильно, как еще не бывало, и труп Лераллы задергался, будто марионетка. Капитан. Она обернулась к Фейду, который надзирал за орудийными бригадами и множеством их консолей. Офицер Халертан. Три ударных крейсера проходят мимо Лекста. Это должно было произойти. Высадка была неизбежна. Лотара знала об этом. По крайней мере, они остановили. Кто знает, сколько других кораблей. И все же она была раздражена. «Предупредите легионы», — сказала она. Слова дались ей нелегко. Легче было бы выдергивать себе зубы. «И начинай выполнять свой замысел в отношении второй фазы. Я хочу, чтобы твои истребители сбивали все в небе. Десантные капсулы, штурмовые транспорты. Что бы они ни увидели, пусть уничтожают. Мимо Лекса проходят корабли механикума». Тобин прошипел проклятием. «Так точно, мэм. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы легионы узнали, что враг высаживает титанов. Прикажите тресогиону не давать никому из звездолетов противника достаточно времени для точечной орбитальной бомбардировки. И, Кеджик, проследи, чтобы наших воинов предупредили подготовиться к падению Лекса в море. Пока магистр Вокса передавал ее указания, Ивар Тобин посмотрел на капитана через центральный столб. «Чего вы от них ждете, капитан? Нам повезет, если они все не утонут. Мне об этом хорошо известно, командор. Состояние медвежьих когтей». Снаружи корабля пронзенные крейсеры ультрадесанта подтягивало все ближе к заслонявшей небо тени завоевателя. Сильно уступающие по размерам крейсеры вертелись и рвались с цепей привязи, тщетно напрягая двигатели. Завоеватель задрожал, его лэнсы снова ударили, рассекая пойманные крейсеры. Сперва их разрезало надвое, а затем второй залп разнес корабли на части. «Втянуть когти. Пусть бригада рабов начнут перезаряжать каналы пропавших гарпунов на случай. Если нам каким-то чудом представится возможность выстрелить еще раз». Кеджик уже собирался подтвердить ее приказ, когда его прервал Тобин. «Оружейник идет на перехват». Он указал на руну на дисплее, высматривая в дыму ближайшего офицера вооружения. «Еще одна боевая боржа. Уничтожьте ее, пока она не вышла на траверс». Первый помощник еще отдавал приказ. Аллатара уже знала, что он требует невозможного. «Нет времени», — ответила она, внезапно ощутив все реалистическое спокойствие. Флаг капитан подняла микрофон Вокса, встроенного в трон из темного железа, и ее голос затрещал по всему израненному кораблю. «Всем постам готовится отбивать абордаж. Капитан Делварус, немедленно ответьте». Ее сердце билось в так идущим секундам, а ответа не поступало. «Делварус», — повторила она. «Проклятие, ответь! Если ты высадился, клянусь, я уроню останки завоевателя прямо на твою несчастную, — говорит Триарий Делюарус, — протрещал в ответ голос, который был громким и отчетливым, несмотря на помехи корабельного Вокса. Я слышу вас, капитан!» Первая десантная капсула врезалась в пустую рыночную площадь, расшвыривая лотки и деревянные столы. Герметичные двери разблокировались с шипением сжатого воздуха и распахнулись наружу, превратившись в рампы. Наружу с болтерами наперевес выскочили первые из ступивших на нуцерию ультрадесантников, которых возглавлял сержант с высоко поднятым гладием. Они двигались с идеальным заученным единством. Каждое движение было отработано тысячами часов тренировок и сотнями битв. Пожиратели миров уже ждали. Отделения выскочили из укрытий, выбегая из аллей и окрестных кирпичных зданий и разгоняя цепные клинки. Тем, кто не сразу поддался гвоздям, хватило рассудка, чтобы заметить, что на легионерах тринадцатого были потрескавшиеся доспехи, все еще покрытые рубцами и подпаленными от какого-то ужасающего боя, случившегося несколько недель или месяцев назад. Аргелтал это увидел, Кхарн нет. Пожиратель миров покинул убежище вместе со своими людьми, хохочая и завывая от прилива адреналина, обжигающего рецепторы удовольствия. Облаченный для битвы Эрип, сидевший на аллее рядом с Аргелом Талом, одарил бывшего подопечного безжалостной улыбкой. «Ты за него боишься. Я не осуждаю тебя, Аргелтал. Твоя верность — это дар». Уже привставший и готовый бежать, Аргелтал остановился. «Что?» Эрип тоже поднялся на ноги и сделал жест к Розиусам. «Я же тебе говорил, разве нет? Кхарн умрет на планете, серым небом, в тусклом сиянии рассвета. Где мы сейчас находимся?» Аргелтал поборол искушение взглянуть вверх. «Ложь! Догадки!» «Пророчество!» — мягко произнес Эрип. «Он умрет здесь, сын мой. Умрет сегодня, с клинком в спине». Аргелтал отвернулся от сражения. С неба падал пылающий стальной дождь десантных капсул ультрадесанта. При каждом их попадании в цель земля содрогалась. Демон Раум заворочился в крови, пробудившись от вкуса злобы. «Добыча идет! Давай охотиться, свежевать, убивать и питаться! Это выжившие скалта, воины которых не удалось убить Эребу. Но так давай закончим незавершенный труд обманщика. Я должен спасти брата. Убийцу? Да, Кхарна. Охотиться, свежевать, убивать, питаться и спасать убийцу. На этом поле боя это одно и то же». Тварь была права. Аргелтал перешел на бег, не отводя глаз от Кхарна, находившегося в гуще схватки. С каждым шагом его крылья вытягивались и увеличивались в размерах, вырываясь из керамита. Из шлема выступили рога, образовавшие кривой костяной венец, а лицевой щиток разгладился, став демонической посмертной маской. Как будто нечто из языческих ночных мифов первых царств, Аргелтал ринулся в бой, чтобы сражаться бок о бок с братом. Рассветное небо над головой внезапно потемнело. Что-то, нечто громадное, медленно двигалось сквозь облака. Спускаясь вниз, оно воспламеняло небо, разгоняя колышущиеся валы туч. «Нет!» — произнес несущий слово. «Прошу, нет!» Ларгар стоял на крыше Лендрейдера. Ветер трепал пергаменты, прикрепленные к его доспеху. Со своей позиции примарх наблюдал за тем, как окружающий его город гибнет только потому, что в нем встретились три легиона. Судьба ли это? Городу в любом случае было суждено умереть в этот день. Однако вырезание всего населения просто потому, что оно оказалось на дороге, было растратой. Он чуть было не счел происходящее растратой. Но это было не так, поскольку все их крики влились в великую песнь. Не имело значения, как именно льется кровь. Самой своей атакой сыновья Желемана вели песнь кульминации. Она близилась к пику, звуча в аритмичном грохоте болтеров и рычании умирающих, гордость которых не позволяла им кричать от боли. Ларгар должен был разыскать Ангрона. Скоро настанет время. На хребте Дешелика ожесточенность брата почти дошла до нужного уровня. В тронном зале Праксуария стало еще ближе. Ларгар не знал, как будет звучать финальная нота, однако ощущал ее приближение. Так запах озона в свежем воздухе возвещает о грядущем шторме. Десантные капсулы ультрадесанта были всего лишь первой волной. Тринадцатый легион высаживался по всему городу, развертывая силы. Даже после потерь при гибели Калта их все еще было достаточно, чтобы заполнить собой небо Нуцерии. Следом двигались десантно-штурмовые корабли, транспортники, тяжелые челноки и огромные черные корабли-башни марсианского механикума. Связь с идущей наверху пустотной войной прерывалась, но было ясно, что у вражеской армады хватает сил, чтобы сбрасывать своих воинов на поверхность. Ультрадесантники знали, что здесь находятся Ларгар и Ангрон, и прибыли окончить жестокое правление обоих примархов. Как обычно, ультрадесант создал плацдармы, на пригодных к обороне позициях гибнущего города, расчищая место для высадки подкреплений. На каждый удерживаемый ими приходился один, захлестнутый бурей ревущих секир пожирателей миров, или же павший под неустанным натиском поющих несущих слова. Бешеные стаи 12-го легиона налетали на 13-й, демонстрируя, почему имперские силы десятилетиями боялись сражаться вместе с ними. Свободные, неуправляемые и неудержимые, они прорубали себе дорогу по укрепленным позициям ультрадесанта, увлекаемые радостью битвы из-за машин боли в мозгу. 17-й легион тоже сошелся с кузенами-врагами, заменяя свирепость злобой и ненавистью. Ультрадесантники отвечали тем же, страстно желая отомстить тем, кто надругался над Калтом и погубил его звезду. Подразделения несущих слова маршировали, протяжно распевая мрачные гимны и декламируя проповеди из книги Ларгара. Над их рядами возвышались иконы из оскверненного металла и выбеленной кости, покрытые мертвыми телами. Легио Аудакс шагал по мехору, по шакалье завывая на ходу, пронзая танки медвежьими когтями и разрывая пехоту огнем мегаболтеров вулкан. Ларгару никогда не нравилась неэффективность их стиля ведения войны. Однако он уважал восхищение брата свирепостью Легио. Один из их сгорбившихся титанов-охотников слязгом прошел по прилегающей улице. Судя по звукам людской паники, он пробирался по местному населению. На окраине города вышагивали силуэты более крупных титанов, разбойников и владык войны. Ультрадесант тоже высаживал свои богомашины, однако тех было мало, слишком мало. Аудакс мастерски умел охотиться на крупную дичь. Легио любил действовать, как волчьи стаи, которые опрокидывают медведей-одиночек. Восходящее солнце померкло, и Ларгар поднял взгляд. По всему городу несущие слова точно так же смотрели вверх, ощущая внутри то же самое. Примарх чувствовал их скорбь. Слишком печальную и болезненную эмоцию для страха или злости, но в чем-то превосходящую по отчаянию и то и другое. Переживания сыновей нахлынули на него горькой волной, и отвести глаза стало еще труднее. Какой удар по боевому духу, зрелище гибели флагмана. Огромный силуэт Фиделитас Лекс прорвался через облака. Он был настолько велик, что его мрачная готическая громада закрыла собой половину неба. В крохотных обзорных портах плясали огненные призраки. На протяжении нескольких ужасающих и полных смысла секунд над Мехором висел еще один город, который, содрогаясь, двигался на восток. Издаваемый им шум был столь громким, что заглушил вопли панической гибели тысяч и тысяч людей. Таким громким Ларгар по-настоящему улыбнулся, что почти поглотил мелодию варпа. Почти. Чудовище прошло над головой. Мертвые двигатели напоминали открытые рты. Падающий корабль, раскачиваясь, медленно двигался к открытому океану. С него сыпались обломки и члены экипажа. Ларгар проследил за его следом в сером небе и прошептал прощальное напутствие. Лекс славно ему послужил, но все должно закончиться. Он надеялся, что благословенная леди добралась до спасательных капсул. Как горько было бы переродиться лишь для того, чтобы спустя считанные недели погибнуть в огненной агонии. Флагман падал вниз мучительно медленно, для объекта такой массы и размеров. Он удалялся горизонту, но не скрывался из виду. Ларгар знал, что гибель во власти гравитации не даст кораблю последнего шанса на изящество. Вес колоссальных двигателей неотвратимо тянул корму вниз. Навстречу столкновению с поверхностью океана далеко от берега. Но достаточно ли далеко? Говорит Примарх, тихо произнес он в ок сеть легиона, обрывая сетование своих воинов. Даже умирая, Лекс демонстрирует свою ярость. Приготовьтесь к приливной волне и вспомните гимны скорби. Не оплакивайте погибших в праведном сражении. Все на возвышенность. Избегайте боя на востоке, куда ударит волна. Смещайтесь к западу. Ларгар спрыгнул с крыши боевого танка и убрал окровавленный Крозиус, не обращая внимания на тела ультрадесантников, которые давил сапогами. На дальнем конце улицы о землю ударилась очередная десантная капсула. Даже не посмотрев в ту сторону, он отправил смешанную группу несущих слова и пожирателей миров разобраться с ней и распростер чувства, выискивая присутствие Ангрона. Но его отвлекла песнь. Она задребезжала, лишая его концентрации и давя на кожу с таким же зудом статического электричества, как если бы он стоял рядом с братом Магнусом. Ларгар снова потянулся в поисках источника диссонирующего искажения. Ответ пришел моментально, поскольку ответ находился прямо позади него. Ответ, закованный в запятнанное кровью синее облачение, стоял на дальнем конце улицы, разжимая хватку громадных силовых кулаков на трупе последнего из несущих слова. Он помчался к Ларгару, выкрикивая его имя, и тот с холодной отчетливостью понял, что песнь так катастрофически сбилась с такта из-за того, что над ним смеется сама судьба. Сидя на своем месте, принцепс Ультима Аудун Лерак все еще чувствовал тряску. Конечно, от нее его кости не вылетали из суставов, всего лишь легкое покачивание из стороны в сторону при каждом шаге Сергалы. Однако это отличало его от Кида и Тота, которые не испытывали подобного неудобства. Он постоянно бросал взгляды на ветеранов экипажа кабины и вскоре понял, что они инстинктивно наклоняются влево-вправо в ритме поступи Титана. Совсем небольшое движение, едва заметное. Они были так настроены на Сергалу, и он почувствовал укол совершенно детской ревности. Принцепс сомневался, что они вообще отдают себе отчет в этом. Разумеется, он не стал делать комментариев по этому поводу. Они были беспощадны к его неопытности в отношении практики. И хотя они и вели себя вполне вежливо во время перехода в последний месяц, это был его первый выход. Он заметно потел, виски блестели от влаги. Спину точно так же покрывала скользкая пленка пота. Он уже в сотый раз попытался откинуться на трясущемся троне. Иглы интерфейсов черепи и позвоночники отреагировали на его ерзание резкой болью. В конечном итоге он радовался, что располагается позади командных кресел своих модератий. Последнее, что ему было нужно, это чтобы они видели, как ему неудобно. Сама Сергала ощущалась, как голос и улыбка оскал где-то в затылке. Ее разум казался тлеющими углями, которые горели медленно, но слишком жарко, чтобы до них можно было дотронуться. Он чувствовал, что она жаждет охотиться, но неужели ей всегда было мало? Он уже потерял счет танков, которые они уничтожили. А еще Титана продолжала тянуть на запад. Ему хотелось идти туда. Он продолжал посылать в разум принципы, импульсы, запад, запад, запад. Но это было всего лишь одно из нескольких мест высадки ультрадесанта. Аудун не чувствовал там никаких аномалий. Ощущала Лисергала приближение приливной волны. Даже если бы она попала под удар, то смогла бы его перенести, погрузившись в самое большее посередину корпуса. Вокси трещал поток расчетов механикума. И грядущие цунами явно можно было пережить. Лекс славно погиб, и благодаря этому они все останутся в живых. — Запад, запад, запад. — Что с этим городом? — спросила Кида. Аудун отметил, что она адресовала вопрос Тоту, не потрудившись обернуться и к нему тоже. — Я думала, что это развитый мир. А тут кажется, будто они только что выбрались из Железного века. Большинство зданий каменные, кирпичи и цемент. — Оружие! — рассеянно отозвался Тот. — У них продвинутое оружие. Не по нашим меркам, конечно же. Еще у них должны быть впечатляющие корабельные технологии. Береговая цивилизация. У них даже нет спутников. — Есть! — Тот поднес руку к гарнитуре. — Просто мало. Похоже, кто-то здесь читал инструктаж к заданию. — Заткнись, Ки! — произнес Тот, не оборачиваясь. — Сир! Правительские системы Сергалы фиксируют тепловой след на краю города. Она постоянно тянется в ту сторону. Аудун был вынужден сглотнуть перед тем, как заговорить. Но все равно опасался, что его голос звучит робким. — Я тоже это чувствую. Дух машины жаждет добычи, чтобы он там не чуял. В кабине на мгновение воцарилась тишина. Тот промолчал. Кида занялась расправой над тремя носорогами ультрадесант. При помощи шквала раскаленных до бела болтерных зарядов. Аудун прикусил нижнюю губу. Он слишком усердно пытался изъясняться, как они. Теми же знакомыми терминами интерфейса Титана. Они смеялись над ним. — Так и есть! — согласился тот. — Вот сигнал, который я имею в виду. Сергала продолжает поворачивать к нему. — На западном краю есть наши псы. Они докладывают о корабле-саркофаге. Его размеров хватит на три владыки войны. Он вяло приподнял плечо. Ничего невозможного, особенно если они там без поддержки. Мне сообщают, что истребители-завоеватели сбивают все пехотные транспорты, какие могут. Казалось, тот расслаблен. Но тут же это произошло снова. Титан настойчиво потянул к западу. А Таудуна потребовалось принять решение. — Какой легион нам противостоит? Обозначения напоминают несколько. — Аберон! — ответила Кида. — Оранжево-черные полосы и символ рассеченной короны. Это легио Аберон. То, что от него осталось после сбора нокалки. Аберон! Аберон! Он беззвучно произнес название, и Сергала снова дернулась, желая направиться на запад. — Аберон! Корабль-саркофаг Аберон, готовый к выгрузке на окраине города. Столь заманчивая цель, что ее хотел сам Титан. Сергала чувствовала вражеский боевой дух даже на таком расстоянии. — Мы идем на запад. Аудун положил скользкие руки на консоль управления. — Вызвать к нам четыре стаи. — Есть, сир! — откликнулся тот. Аудун запнулся, быстро проводя расчеты в уме. — Тот! Отмена последнего приказа! Вызвать пять стаи! Это же больше четверти Аудакс. Кида, наконец, обернулась. Она выглядела одновременно удивленной и встревоженной. — Верно! Пусть будет шесть! И велите им собираться как можно быстрее. Мы придем туда вместе. — Тридцать псов войны? Хватит ли этого? Аудун Лерак был уверен, что хватит. Он был также уверен, что многие из них не выживут. И молился амнисии, чтобы его карьера не оборвалась во время первого же выхода. Тот, я хочу, чтобы ты убедился, что мы движемся при поддержке сил легионов, готовых завершить бой после того, как мы его начнем. Пожиратели миров, несущие слово, мне абсолютно все равно. Но мне нужно, чтобы у наших ног находились легионеры, готовые нанести удар. Пусть перемещаются на борту спидеров и носорогов. У нас будет всего одна попытка. И все нужно будет сделать быстро. Тот не оборачивался, но в его голосе явно слышалась усмешка. — Похоже, вы знаете, что Аберрон вводит в бой. Принцепс. Так и есть. Если только я не сильно ошибаюсь, мы скоро повстречаемся с Каренфянином. При этой фразе Тот и Кида обменялись ухмылками. Аудун знал историю и родословную Аудакс лучше, чем кто-либо из живущих, исключая, возможно, Велкеридара, да будет почтенно его имя. Ему было известно, что Легио строился на принципе охоты. Быстро появиться, выпотрошить врага и отойти до ответного удара. Он знал, что экипажи Аудакс были воспитаны и обучены сражаться стаями по пять титанов. Чтобы повергать крупную дичь. Это была не просто специализация Легио. Это была причина, по которой они уже стали наполовину легендарными. И все же он никогда еще не видел двух людей, которым бы не терпелось сойтись в бою с императором. У полубога в золотом и синем облачении было преимущество парного оружия. Однако Крозиус Ларгара давал ему дистанцию поражения, которой не доставало брату. Когда они сошлись в первый раз, не было яростного обмена иступленными ударами или мелодраматических речей о свершившейся месте. Два примарха встретились, силовой кулак ударился об булаву, и оба попятились от вспышки отталкивающихся энергетических полей. Повсюду вокруг их воины убивали друг друга, но ни один из примархов не удостоил их даже взгляда. Ларгар смахнул с навершия Крозиуса цепную молнию разряда и медленно покачал головой в знак отрицания. «Ты губишь песню, ты не должен быть здесь!» Рабао Джелеман, повелитель 13-го легиона, перил в него полный ненависти взгляд. «И все же я здесь!» 21. Отметка Калта. Нежданное избавление. Кульминация. Братья сражались на каменной улице. Из-под их сапог взлетали облака солонцеватой пыли. Оба воина больше не думали о гуманности и милосердии. Двое ненавидящих друг друга наконец-то бились, чтобы оборвать жизнь соперника. Ларгар видел, что глаза Желемана наполнены чистейшей и безграничной ненавистью. Ненавистью, порожденной не каким-то одним событием или поступком, а химической смесью эмоций, силы которых хватило, чтобы одолеть даже самого спокойного и уравновешенного из полубогов Империума. Разумеется, в этих глазах пылала злость. Более того, ярость. Их усугубляло отчаяние, неспособность понять, почему такое происходит, а также неистовство человека, верящего, будто он в силах положить этому конец. Боль. Отчего-то видеть в глазах Желемана боль была хуже всего. Тоже вливалась в ядовитую смесь, добавляя ей горечи. Это была нечистая ярость Коракса на смертном поле. Ярость брата, ставшего жертвой предательства. Эта ярость переросла в нечто более жестокое и сложное. Это была боль Созидателя, Творца, верного сына, который исполнял все, о чем его просили, и увидел, как дело всей его жизни, нелепо и непонятно, погибло впустую. Ларгару было известно это чувство. Он познал его, когда стоял на коленях в пепле совершенного города, полностью уничтоженного флотом Желемана по приказу Императора. Впервые за все годы своих абсолютно разных жизней Ларгар Аврелиан и Робаут Желеман сошлись как равные. К собственному изумлению, от которого у него похолодела кровь, Ларгар ощутил стыд. Он наконец-то увидел на лице брата подлинную ненависть и в этот миг понял то, что ускользало от него все эти десятилетия. Желеман не питал к нему ненависти. Ультрадесантник никогда не подрывал его начинание, не прятал насмешливую улыбку под маской лживого безразличия, не ощущал тайной радости, когда принижал религиозные старания Ларгара в монархии и Великом Крестовом Походе. Желеман не питал к нему ненависти. До настоящего момента. Теперь появилась ненависть. Появилась абсолютная ненависть, подпитываемая обилием страдания. Это была заслуженная ненависть, и из-за нее Ларгар умрет, песнь не завершится, а ложный император останется на троне во главе империи, которую из-за своего невежества не имеет права возглавлять. Носитель слова ощутил внезапную, жгучую потребность все объяснить, оправдаться и поведать о необходимости всего этого ради просвещения человечества. Восстание, война, ересь. Правда о реальности омерзительна, но ее нужно рассказать. Боги реальны, и они нуждаются в людях. Человеческая раса может возвыситься в единстве и бессмертии, как избранный народ пантеона. Или же погибнуть за грех невежества, как много веков назад умерли Эльдар. Блокируя сокрушительные удары кулаков брата, Ларгар начинал проклинать песнь варпа, отвлекающую его. Она настойчиво и непрестанно звучала внутри черепа и перед глазами. Все казалось важным. Все звучало неправильно. Каждый раскатистый звон Крозиуса, сшибающегося с кулаками Желемана, гудел не так, сбивая кульминацию, которая должна была нарастать. Оба примарха сражались, не обращая внимания на своих воинов. Для бившихся вокруг космодесантников их богоподобные движения сливались в неразборчивое размытое пятно. Здесь разворачивался миф, для записи которого и создавался Тиранский Орден Летописцев. Как двое сыновей императора поднимают оружие, олицетворяя собой древнейшие из легенд. Акила, разрушителя города-крепости Трой. Или Галиата, гиганта из племени филистинцев. Никто и не предполагал, что герои новой эры обратятся друг против друга, и не мог предсказать их неиссякаемую злобу. Калд. Само слово стало оружием. Желеман выдохнул его, наполнив той же ненавистью, которой были озарены его глаза. Калд. Юрса. Калос. Высадка Карума. Эриф-5. Квилхама. Текор. Арматура. Сколько моих миров, Ларгар. Сколько. Ларгар парировал очередной взмах и крутанул Крозиусом, нанося тяжеловесный ответный удар. Желеман заблокировал его с той же легкостью, с какой Ларгар остановил выпад. Звуки ударов разносились над полем боя, словно звон храмовых колоколов, созывающих верующих на молитву. Калд. Повторил Желеман. Ничего не скажешь, брат. Не ответишь, что твой легион учинил на пятистах мирах. Ларгар промолчал. После Иствана все изменилось. В часы после резни, пока он сидел в одиночестве и с его лица текла кровь от смертоносных когтей Корокса, он ощущал, как по ту сторону пелены меняется судьба. Будущее переписывало само себя. Открывались пути новых возможностей. За прошлый год он, наконец, почувствовал, что получил мантию человека, которым всегда должен был стать. Иногда он даже хотел вновь повстречаться с Короксом. В следующий раз события не сложатся в пользу владыки воронов столь идеально. В этом Ларгар был уверен. Отметка Калта. В устах Желемана это прозвучало, как обвинение. Сдержанное достоинство даже украшало его гнев. Он не впадал в безумие убийцы Берсерка, сражаясь с яростью, которая пылала холодным пламенем. Руки Желемана столкнулись, поймав падающую булаву с резким визгом протестующих энергетических полей. Удерживая ее, он посмотрел поверх сцепившегося оружия прямо в глаза брату. «Посмотри на меня, на мое лицо! Видишь отметку Калта?» Даже исказившись от злобы, его патрицианские черты обладали величавой и суровой красотой. Однако их никогда нельзя было счесть созданными по образу императора, в такой же мере, как татуированное лицо Ларгара. Единственным различием между нынешним Желеманом и Желеманом, который стоял в прахе монархии, была тонкая паутина темных вен на горле и щеках примарха, почти незаметных для тех, кто не знал его близко. Попадание в пустоту Ультрадесантник не выпускал оружия, хотя по его массивным перчаткам плясали молнии. Ларгар стиснул рукоять Иллюминариума, по которой пошла рябь энергии, вгрызающиеся в его бронированные руки и воспламенявшие пергаменты на наплечников. Попадание в пустоту Когда ты погубил один из моих миров и флот над ним? Ларгар не стал огрызаться. Он покачал головой, борясь с силой брата. На лице Желемана заиграла его улыбка-политика. Ты изменился! Ларгар ответил на упрек брата ворчанием. Мне все об этом говорят. На сей раз вырвался Ларгар. Он высвободил Иллюминариум и поплатился за это, попаданием кулака в живот. Удар вышиб из него дух, расколол нагрудник и вызвал окровавленную улыбку из-за поэтической справедливости. Он разбил нагрудник брата в совершенном городе, и теперь пришла расплата. Судьба и впрямь насмехалась над ним. «Первая кровь за мной!» Произнес Желеман. Сожаление в его голосе обжигало слух Ларгара. Он силился заговорить, вздохнуть, но не мог сделать ни того, ни другого. Песнь еще никогда не звучала так неправильно. Руки Желемана царапали и скользили по его броне, стараясь схватиться мертвой хваткой и закончить бой. Ларгар оттолкнул противника направленным телекинетическим импульсом. Он вышел слабым и колеблющимся из-за того, что песнь все еще была расстроена. Однако брат отшатнулся. Булава рванулась следом. Силовое поле оставляло за собой след из молний. Ларгар впечатал ее в висок Желемана с силой пушечного ядра. Раздался треск, который бы посрамил даже раскат грома. «Вот тебе отметка Калта!» Отозвался Ларгар, отступая назад, чтобы перевести дыхание. Воздух с хрипом входил и выходил из легких. Он уже ощущал привкус крови. От удара Желемана внутри что-то сломалось. В лучшем случае несколько ребер, а скорее всего, что-то более важное. Он глотнул воздуха, и на выдохе по доспеху потекла кровь. Примархи стояли друг напротив друга под серым небом. Один страдал от внутреннего кровотечения. У второго половину лица заливала кровь, льющаяся из пробитого черепа. «Наслаждайся шрамом!» Вымученно улыбнулся Ларгар. «Он у тебя останется до самой смерти». Он широко раскинул руки, охватывая ими гибнущий город. «Зачем было за мной гнаться, Робаут? Зачем? Твой флот не устоит перед Тресагионом, и ты погибнешь здесь, внизу. Есть разница между самоуверенностью и высокомерием, Шавка. Тебе наверняка кто-нибудь об этом уже говорил». Несущий слово вновь сплюнул кровь. «Но почему ты пришел? Почему?» «Отвага!» Желеман двинулся вперед, не обращая внимания на рану. Ему не пришлось заставлять себя улыбаться. Это получалось у него так же естественно, как дыхание. «Отвага и честь, Ларгар!» «Две добродетели, которых ты никогда не ведал!» Они двигались на запад, отбивая каждый дюйм пути и сражаясь на бегу с ультрадесантниками, которые тоже отступали от приближающейся волны. В военных хрониках, которые изучал Аргелтал, часто упоминались воины, которые сражались будто одержимы. В большинстве случаев они были одержимы неким неподдающимся количественному выражению воинским духом, желанием защитить родину или же просто уподобиться легендарным предкам. Аргелтал был одержим в подлинном смысле этого слова и сомневался, что без паразитического симбиоза с Раумом смог бы поспеть за Кхарном. Покинув Эриба, Аргелтал сражался в демонической форме. Ему было слишком тяжело, чтобы наслаждаться ее силой. Он ненавидел собственное доверие к пророческому предостережению бывшего учителя. Он постоянно твердил себе, что это ложь, но продолжал действовать, чтобы не дать ей стать истиной. Восьмой капитан двенадцатого легиона со смехом целиком окунулся в глубокую радость боя. Его цепные мечи выли и раздирали. Брызги крови павших воинов украшали белый доспех будто медали. Он едва ли все еще был к Харном. Гемоническое шестое чувство Аргелталла было ограниченным и своенравным. Однако он довольно легко мог найти в сознании те мысли, которые лежали на поверхности. В случае с Харном он ощущал лишь ярость. Столь горячую, что она обжигала мысль всякого, кто в нее углублялся. Опыт научил его распознавать укусы гвоздей и оставлять их в покое. Задача сохранить Харну жизнь оказалась под стать часам горячки на истване пять. Если Аргелталл подходил слишком близко, появлялся риск быть вспоротым клинками брата. Харн уже семь раз атаковал его в слепом бешенстве. И с каждым разом пожирателю миров требовалось все больше времени, чтобы осознать, что он делает, и снова развернуться к ближайшему противнику. Если же Аргелталл слишком отдалялся, то терял Харна из виду в бурлящем хаосе уличных схваток на бегу. Было нетрудно вскарабкаться по стене здания, чтобы лучше видеть бой, или же подняться в воздух на крыльях из металлической плоти. Однако это всякий раз делало его целью для ультрадесантников внизу. Он не знал, сколько их уже убил. Явно недостаточно. Они все прибывали. — Хватит! — закипел Раун внутри. — Мы не нужны убийце. Сражайся вместе с Вакраджал. Я не стану рисковать на случай, если ты ошибаешься. Я подвел всех своих братьев. Харн последний. У тебя есть я. Ты — воплощенное безумие. Аргелталл вырвал алебарду из груди умирающего ультрадесантника и вогнал ее в горло воину. Ты — ад в моей крови. Харн находился где-то слева, прорубаясь вперед. Он постоянно смеялся, даже опередив братьев по оружию и глубоко врезавшись в толпу ультрадесантников, покрытых отметинами от калта. Аргелталл видел опасность, которую Харн упускал из виду. Несущий слово распростер крылья и оторвался от земли, рухнув на воинов, пытавшихся обойти его брата. Первый ультрадесантник умер, когда алебарда Аргелтала пронзила ему голову, выйдя наружу через затылок. Второй и третий пали от клинка кустодия. Тот рассек одного надвое, а второму отрубил руку и полголовы ударом наискось. Жгучий шквал болтерных зарядов обрушился на его крылья и спину. Аргелталл развернулся с ревом, который был слишком низким для смертного, и сомкнул на горле легионера вывернутую узловатую лапу. Героическая попытка ультрадесантника снова открыть огонь оборвалась, когда лицевой щиток командующего вакра джал исказился. Металл приобрел волчьи очертания, и клыкастая пасть раздавила голову уроженца МакКрага. Очередной клинок проехался по спине. Еще один заряд болтера с треском врезался в голень силой громового удара. Аргелталл игнорировал получаемые раны, продираясь ближе к Харну. Ультрадесантники хотели крови к Харну, попав под власть предсказанной судьбы. Или прозаическая истина состояла в том, что они просто узнавали офицерский плюмаж, или геральдическую символику, и хотели его убить. Или Аргелталл вообще вообразил все это после пророческих нашептываний Эриба. Как узнать наверняка в таком хаосе? Он не мог вспомнить, сколько все это продолжается. Пять минут, пятнадцать, пятьдесят. Солнце вставало. Его краешек показался над горизонтом. Кровь богов! Как же медленно вращался этот мир! Их явно, уверенно подавляли числом. Насколько ему было известно, Трисагион и Завоеватель погибли так же, как и Лекс. И ультрадесант имел свободный доступ к планете. Он видел шлемы Пожирателей Миров, с которыми познакомился за последний год, пока тренировался и сражался бок о бок с Харном. Видел Лорки, который постоянно находился в самой гуще боя, круша все, что оказывалось у него на пути. Когда Алибарда выскользнула из рук и затерялась в буре, он целиком положился на клинок Кустодия. Когда тот разлетелся от столкновения с громовым молотом терминатора, он начал прокладывать дорогу своими звериными когтями. Кепели, словно отточенная сталь. С протекающих наручных огнеметов капал алхимический огонь. Боли не было. Он поблагодарил Раума за это. Вокси Аудакс звал на помощь. Несколько офицеров-пожирателей миров сопротивлялись гвоздям достаточно долго, чтобы направить поток прорывающихся к западу. Но это едва ли можно было счесть единой линии фронта. Он молился о Кирене, упрашивая хохочущих богов-убийц не играть с ее душой. Очередная неудача. Он вернул ее назад лишь для того, чтобы снова потерять. Харн действительно был последним из его ближайших сородичей, кого он еще не подвел. И пожиратель миров был ценнее всех. Харн был таким же, как когда-то Аргилтал, еще не тронутым прикосновением варпа, неопустошенным злокачественным контактом с демоном, который по первому требованию лишал его рассудка и воспламенял кровь. Раум был благословением и проклятием. Несмотря на даваемую демонам силу, несущий слово никому не пожелал бы подобного дара. Ему казалось, что он видел смерть Скани. На одно кратчайшее мгновение его взгляд метнулся по линии схватки, а мускулы напряглись, чтобы броситься на помощь сержанту разрушителей. Скани, которого выделяла черная броня, стоял на коленях в грязи, поднимая руку, оканчивающуюся около локтя. Аргелтал подавил свой порыв и отвел в сторону очередной цепной меч, опускающийся на наплеченик Харна. Центурион глянул через плечо, и на миг Аргелтал решил, что гвозди достаточно успокоились, чтобы к Харну хватило времени прийти в себя. Истина открылась спустя полсекунды, когда Харн ударил его двумя клинками. Несущий слово парировал и зарычал, поскольку блокировка стоила ему еще одного пореза на руке от ультрадесантника из толпы, закованных в броню тел. «Это я!» — рявкнул волчий лицевой щиток обезумевшему брату. «Бейся с врагами, психопат!» Услышал, Харн или нет, но он развернулся к ближайшему ультрадесантнику и выпотрошил того обоими клинками. Аргелтал продолжал сражаться. Защищая впавшего в бешенство брата, который едва понимал, где находится. Впрочем, нигде не писали, будто искупление дается легко, и его всегда можно узнать. Он успел сомкнуть когти на горле следующего противника прежде, чем Вокс разразился обильными криками. Аргелтал повернулся на восток, где у побережья показалось наследие Лекса. Он увидел, как приливная волна накатывается на длинный край города и поблагодарил богов, что боевой корабль упал медленно. Если бы он ударил как копье и вонзился в кору, могло разнести на куски половину планеты. По крайней мере, так в уже гибнущем городе просто добавится еще один слой памятных руин. Судя по Вокс сообщениям, серая морская вода обрушилась на берег с невообразимой силой. Ее уровня хватило, чтобы накрыть трех- и четырехэтажные строения. Потоп разметал их на части. И к мчащемуся по улицам беспорядочному потоку техники добавились огромные каменные блоки. Башни рушились в воду, ломаясь у основания. Один единственный удар начисто смел целый прибрежный район. И волна повлекла к западу тела обитателей Нуцерии и обломки жилых кварталов. Земля впитывала воду, отгоняя ее назад, но та продолжала пребывать. Когда она дошла до легионов, сражающихся на точках отхода, то достигала уровня пояса, остановив легкие танки и сведя на нет эффективность сопровождающих их скитариев. Аргелтал продолжал сражаться, хлюпая по соленой воде и постоянно следя за Кхарном. Кхарн же, казалось, вовсе ее не замечает. Он продвигался вперед, шагая в глубокой воде, как будто ее там не было. Корабль-саркофаг Легио Аберон был самым большим посадочным модулем, который флоту Желемана удалось провести через прорванную блокаду. Его тормозные двигатели подняли огромное облако солонцеватой пыли, которое смешалось с полным пескодымом, уже порожденным городским сражением. Термин «корабль-саркофаг» был одним из наиболее редких названий, жаргоном механикума, выраженным никодом или бинарикой. Отвратительное наименование для отвратительного корабля. На западной окраине Мехора приземлился настоящий толстобрюхий кит, луковицеобразный корпус которого покрывали опаленные полосы от входа в атмосферу. Чтобы опуститься на землю, развертывающимся рампам потребовалось целых пять минут. Шум гидравлики разносился на пол города. Приготовление любого титана к выходу представляло собой сложный формализованный ритуал. Но в случае с титаном класса император, это дело выходило далеко за рамки того, что требовалось для богомашин более низкого класса. Внутри оболочки стоял закрепленный коринфянин, которого удерживали на месте тысячи волоконных кабелей. Магниты фиксировали его между трех портальных башен-пилонов. Сооружения, необходимые для посадки в шагоход механикума и его удержания, мало чем отличались от опорных башен, которые использовались для запуска ракет к Луне в те смутные эпохи человечества, когда подобные смехотворные вещи считались достижением. Разом отключившись, связывающие кабели последовательно отцепились, затрещав будто хлысты, и титан, наконец, получил свободу. Каждая нога колоссальной машины сама по себе была бастионом, занимаемым подразделениями вооруженных киборгов-скитариев. Расставленные когтистые пальцы представляли собой широкие лестницы, которые вели к защитным башням ног. Первый шаг коринфянина сотрял землю, второй уничтожил городскую стену и три высоких строения, раздробив их в пыль. Возвещая о его появлении, прозвучал боевой горн, который сам по себе был практически акустическим оружием. Правая рука императора сравняла бы с землей целый городской район, если бы ей дали выстрелить хоть раз. Левая перемолола бы половину любой армии, вышедшей против него. Наверху, даже выше кабины в виде черепа, размеры которой больше подошли бы командной палубе, на плечах коринфянина располагалась крепость, вдоль зубчатых стен которой тянулись противовоздушные орудия и лазерные батареи. Последним звуком в какафонии ритуала приготовления стал драконий рев центрального ядра, набирающего энергию для боевой готовности. Сердце протолкнуло по венам жгучее жидкое топливо, и магнитные катушки плазменной руки начали долгий процесс зарядки. Если он выстрелит, они покойники, они все покойники. «Прекрасно!» — выдохнул Аудун, глядя, как величественное воплощение бога машины делает первые шаги на свободе. Они приближались к окраине города и уже видели коринфянина, возвышавшегося над жилыми кварталами. Наводнение плескалось у ног лап гиганта, совершенно не мешая ему. Сергала, сгорбившись, двигалась размашистым бегом. Ведя свои стаи по затопленным улицам. Они не обращали внимания на палящих снизу ультрадесантников, не намеренно затаптывая тех десятками. Вместе с ними мчались ленд-спидеры, пожиратели миров, увеличенные для перевозки пехоты. Несколько псов войны сами выступали в роли ездовых животных. Их броню покрывали целые отделения разрушителей и штурмовиков, которые держались за бегущих титанов. От поступи каждого из титанов вверх взлетали фонтаны соленой воды. Приливной вал остановился, но не желал отступать. Он пришел навсегда. Город Мехор окончит свое существование в виде затопленных и уничтоженных развалин. Он так красив, вздохнул Аудун. Не в силах отвести глаз от стального колоса. Мы должны взять его живым. Вы полагаете, что двенадцатый будет иметь это в виду? Можно лишь молиться об этом, Мадерати Бли. Секундное усилие воли активировало личный вокс-канал связи Аудуна со всеми титанами его легио. Говорит принц Сультима. Во имя Амнисии Коринфянину нельзя позволить выстрелить. Вы все знаете, что делать. Аудакс был рожден для таких битв. Братья и сестры, готовьте медвежьи когти. Начнем охоту. В кабине снова на мгновение воцарилась относительная тишина. Он непроизвольно сглотнул. «Отлично сказано, сир!» — рискнул заметить тот. «Совсем как старик!» — кивнула Кида. Аудун Лерак, повелитель сотни боевых машин и нескольких тысяч аугметических воинов, почувствовал, что у него пылают щеки. Он промямлил слова благодарности, и Мадерати сделали вид, будто не слышат, чтобы не смущать его еще больше. Из всех титулов, данных во славу или заслуженных бесчестием, Ангрон больше всего презирал обращение «Красный ангел». У Империума уже был ангел в лице Сангвиния, и Ангрон не желал подражать диковинному мутанту, командовавшему девятым легионом. Несмотря на все свои недостатки, он был самодостаточен и гордился этим превыше всего. Ларгару было известно, что Ангрон ненавидит этот титул, и все же тот входил в число наиболее подходящих брату. Когда пожиратель миров вырвался из рядов ультрадесанта, от его доспехов остались только расколотые остатки, а с обоих цепных мечей летели куски керамитовой брони и сгустки багряной крови. После часов, проведенных в свалке на передовой, Ангрона покрывала кровь павших. Он был не просто запятнан, а омыт ею. У него на груди висела перевязь с черепами из общей могилы на Дошелике. Как и Ангрон, они были в крови. Это доставляло ему удовольствие, несмотря на боль от гвоздей. Он хотел дать братьям и сестрам еще раз вкусить крови и пронес их по всей Нуцерии, чтобы пустые глаза узрели разорение городов верховых. Пожиратель миров метнулся к Желеману. Его изуродованное лицо было искажено, идеально подходя Ангелу, одержимому убийственной ненавистью. Ларгар и Рабаут одновременно развернулись. Один, чтобы встретить новую угрозу, другой, чтобы приветствовать ее. У Ларгара перехватило дыхание. Не потому, что он изнемог, хотя так и было, и не потому, что он испытал облегчение при виде выбравшегося из схватки Ангрона, хотя и это было справедливо. У него перехватило дыхание, поскольку его сердце начало биться с яростным грохотом, снова идеально попадая в такт песни Варпа. Два примарха с Ревом вступили в непрерывный поединок на том же месте, где Ларгар и Желеман прервали свой. На вершине высокого холма проблема воды стала смутной и далекой. Ларгар слышал змеиное шипение потока, но не думал о нем. Это не имело значения. Важна была только песнь. Когда она восстановилась у него в сознании, Ларгар едва смог дышать. Здесь, подумал он, сейчас, Ангрон, Желеман. Рабауту не суждено было погубить песнь. Он сам являлся частью кульминации. Двое примархов оказались перед одним. И Желеману хватило ума, чтобы попятиться и занять доступную позицию. «Вы двое!» Он обратил на них тяжелый, осуждающий взгляд. «Братья! Братья мои! Каким же жалким зрелищем вы стали! Предатели! Еретики! Ничем не лучше цивилизации изменников, которые вы сокрушали последние 200 лет! Вы ничему не научились! Ни один из вас...» «Постоянно поучаешь!» Произнес Ларгар с восхищенной улыбкой. «Мне жаль, что это было необходимо, Рабаут!» Желеман проигнорировал его, указав латной перчаткой на Ангрона. «Я уже слышал еретическое нытье Ларгара. Как ты пал столь низко, брат! Машина внутри твоего черепа все-таки превратила верность в безумие!» «Харг-х!» «Они дают мне видеть сны, дают покой. Что ты знаешь о борьбе, совершенный сын?» «М-м-м!» «Когда ты сражался с увечьем разума?» «Когда тебе приходилось заниматься чем-либо, помимо подсчета приведений к согласию и полировки доспехов?» «Ребячество!» — вздохнул Желеман, указывая на гибнущий в огне город. «Неужели и вправду дошло до такого? Сколь жалкое ребячество!» «Ребячество!» «Жители твоего мира нарекли тебя великим! Жители моего называли меня рабом!» Ангрон шагнул вперед, его цепные мечи завертелись быстрее. «Кто из нас упал в цивилизованном раю и был воспитан приемным отцом, Рабаут?» «Кто прошел обучение в залах верховых Маккрага и получил под свое начало армии? Кто унаследовал сильное и развитое царство?» Ангрон говорил, исходя пеной и брызгая кровавой слюной. «А кому пришлось восстать против царства, имея в своем распоряжении лишь орду голодных рабов? Кто в детстве стал рабом на планете чудовищ, чей мозг изрезали ножами?» Двое примархов вновь сошлись. Силовые перчатки Желемана должны были бы с легкостью отводить цепные мечи Ангрона. Однако сила пожирателя миров шаг за шагом отталкивала брата назад. Зубья оружия разлетались так же обильно, как слюна из безгубой щели рта Ангрона. «Послушай, как твои ничтожества в синем вопят об отваге и чести, отваге и чести, отваге и чести. Вам хоть известен смысл этих слов? Отвага — это сражаться с поработившим тебя царством. Пусть даже и у армии превосходят твою в отношении десять тысяч к одному. Ты ничего не знаешь об отваге. Честь — это бороться с тираном, пока все остальные причмокивают и жиреют от фальши, которой он их кормит. Ты ничего не знаешь о чести?» Желеман парировал, отступая все дальше под шквалом ударов Ангрона. «Ты все еще раб, Ангрон, порабощенный прошлым, слепой к будущему. Ты слишком переполнен ненавистью, чтобы учиться, и слишком озлоблен, чтобы преуспевать. Ультрадесантнику, наконец, удалось нанести скользящий удар, и его кулак проехался по нагруднику Ангрона. Цепь черепов до шелики лопнула, костяные обломки разлетелись по грязи. Желеман снова отступил назад, и его сапог раздавил остатки черепа в прах. Ангрон увидел это и бросился на брата. Его яростный вой был невозможен для смертного и невероятно насыщен болью. Он не знал об этом, но вопль идеально влился в великую песнь. Ларгар тоже это заметил. В то мгновение, когда нога Желемана сокрушила череп, он почувствовал, как варп забурлил по ту сторону пелены. Носитель слова запел на языке, на котором никогда еще не говорило ни одно живое существо. Его слова безупречно гармонировали с мучительным криком Ангрона. 22. Он умрет на этой планете. Когти угольных волков. Кровавый дождь. Порошедшие часы оказались немилосердны Каргелу Талу. Он ощущал вкус крови, и на сей раз кровь была его собственной. Бараню покрывали полосы порезов, погрузившихся в плоть. Один из рогов был наполовину обломан ударом силового топора. Доспех испещряли, подпаленный от струй огнемета. А выступавшие из брони костяные гребни кровоточили, хотя он не понимал причин этого и был слишком слаб, чтобы всерьез интересоваться. Он плотно прижимал крылья к спине, изо всех сил стараясь не обращать внимания на покрывавшие их свежие рубцы разрывов и порезов от клинков. Он не отставал от Кхарна, до конца двигаясь бок о бок с братом по оружию. Он был единственным среди отделений в белых доспехах, кто не сопровождал каждую забранную жизнь и занятую улицу хохотом и триумфальным воем, поскольку только у него не было примитивных имплантатов, перестраивающих работу мозга. Несколько пожирателей миров нападало на него, утратив ориентацию в бою под воздействием гвоздей. Всякий раз он отбрасывал их назад, заставляя узнать себя и получал при этом еще одну-три раны. Теперь они двигались вместе с Аудакс, стягиваясь к громадной фигуре коринфянина, который сделал два шага вперед наружу из корабля-саркофага. Аргелтал присел на крыше носорога с поврежденной гусеницей, напрягавшего двигатель в попытке пробиться через паводок. Чтобы удержаться, он садил когти в броню. Пожиратели миров заполняли корпус и висели снаружи, раскручивая готовые цепные топоры. Рядом находился Кхарн, который освободился от воздействия гвоздей и теперь выглядел не лучше брата. Все сражение было окрашено нездоровым отчаянием. Воины с обеих сторон бросали в бой все, что могли, как будто это была единственная важная война. Пожиратель миров и несущий слово сидели рядом, глядя на возвышающегося над ними императора. «Я потерял контакт с завоевателем», признался Кхарн. Аргелтал попытался установить связь. Ответом стал огонь болтеров, а также крики злобы и боли. Лотара была занята боем. «Их взяли на абордаж», произнес несущий слово. Кхарн кивнул. «Это меня не тревожит. На сей раз Делварус остался». Последовала неприятная пауза, а затем Кхарн обернулся. «Что ты делаешь?» «Сражаюсь», ответил Аргелтал. «Нет, ты сражаешься вместе с нами, а не со своими людьми. Предсказание Эриба бессмысленно. Я не умру здесь, брат. Веди своих несущих слова». Аргелтал покачал головой. «Ты хоть знаешь, как близко был от смерти этим утром? Сколько раз я отводил копья и ломал клинки?» «Уверен, что много», сказал Кхарн. «Но не больше, чем обычно. Ошибаешься. Демоническая посмертная маска, обладавшая навязчиво, безупречной красотой, исказилась в улыбке. Повреждения были даже тут. Тонкие губы рассекали трещины, похожие на следы на одной из щек. И ты глупец!» Он схватил Кхарна за предплечье, заставив пожирателя миров обратить на него внимание. «Ты один из последних воинов 12-го легиона, на которых можно положиться!» Услышав слова Аргела Тала, висевший на бортовых поручнях танка Каргас, поднял голову. «Не слишком-то лестно», заметил он. Кхарн усмехнулся. Однако Аргел Тал не обратил на апотекария ни малейшего внимания. «Остальные вырождаются быстрее», настойчиво произнес несущий слово. «Или испытывают куда большие страдания. Ты нужен легиону, Кхарну. Нужен восстанию!» «Я польщен», сказал тот. Хотя на самом деле ощутил холодок от того, как близко к угрозе прозвучала фраза. «Хватит шуток!» рыкнул Аргел Тал. «Времена меняются, брат. Для Империума и сражающихся за власть в нем легионов грядут великие перемены. Воины вроде нас с тобой, стоящие по правую руку от примархов, станут властителями новой Империи. Неважно, если нас это не манит, или же мы не хотим для себя такой роли. За нас все решат обстоятельства. Просвещаясь, мятежные легионы становятся сильнее, однако не все переживут испытания при Вознесении. Кхарн не был уверен, как все это понимать. Оно граничило с обычным для несущих слова фанатизмом, но Аргел Тал редко позволял себе подобное. «Ты проповедуешь?» поинтересовался он. На посмертной маске Аргела Тала появилось раздраженное выражение. «Я тебя предостерегаю!» Носорок дернулся, проломив временную баррикаду. Однако несущий слова не обратил на это внимание. «Чтобы победить в войне, нам нужны пожиратели миров. Вот почему Ларгар до кровавого пота старается спасти Ангрону жизнь. И вот почему ты боишься за мою. Не относись к этому несерьезно!» Вслед за раздраженным голосом брата пришло озарение. «Ты это делаешь просто, чтобы доказать неправоту Эриба», сказал Кхарн. «Не только», отозвался Аргел Тал и кивнул в направлении коринфянина, который уже навис над ними. «Готовься, будет непросто!» «Ошибаешься!» Теперь Кхарн ухмылялся. «Смотри и учись, как гончие валят медведя!» Коринфянину нельзя было дать выстрелить. Все остальное не имело значения. Первым колоссальным шагом он освободился от пух, а вторым уже достиг окраины. Внизу с грубой механической точностью поспешно приближались 30 псов войны, несущихся по улицам пылающего города. С ними двигались подразделения пожирателей миров и несущих слово, а также пехотные транспорты скитариев и скиммеры, окрашенные в темно-красный и черный цвета Легио Аудакс. Ультрадесант встретил надвигающуюся орду. Скитарии Аберон, только что высадившиеся из посадочных модулей, присоединились к своим союзникам с Маккрага. У ног Коринфянина переваливались вражеские псы войны, которые поднимали свои орудия. Однако, благодаря стараниям Лотары, на планету высадилась лишь малая доля того, на что рассчитывала армада Желемана. Ничего не зная о судьбе своего флагмана наверху, помимо периодических вокс-передач, криков и огня болтеров, пожиратели миров прорывались через тонкую линию обороны, к к кистым ступням императора. Защитные башни, служившие Титану ногами непрерывно извергали пламя вниз. Титаны Аудакс падали, давя сопровождающую их пехоту и поджигая ее, когда плазменные ядра приходили в критическое состояние посреди переполненных улиц. Все псы войны Аудакс хлестнули огнем вверх. От нагрева их болтеры вулкан засветились красным, а затем белым, продолжая вращаться и плеваться. На улице внизу с металлическим грохотом сыпался дождь стрелянных гильз. Находившиеся там воины сражались по щиколотку в дымящихся пустых оболочках снарядов. На Коринфянина обрушили такую огневую мощь, что его пустотные щиты вспыхнули, истерзанные энергетические краны залило огнем. Вспышки от попаданий всех болтерных зарядов сливались друг с другом, окутывая весь кинетический барьер оранжевым пламенем. Защищавший Коринфянина силовой кокон, подошедший бы небольшому космическому фрегату лопнул. Удар был таким мощным и раскатистым, что в радиусе пяти километров выбило все оставшиеся окна, и к шквалу падающих гильз добавился стеклянный ливень. Посреди всего этого, пока Кхарн и Аргилтал бились спиной к спине при помощи клинка и когтей, прозвучал боевой горн Сергалы. После оглушительного рева Коринфянина он казался слабым гудением, однако вопль был подхвачен другим Титаном, затем третьим. Вскоре все 18 уцелевших псов войны выли на добычу. Они доставали Титану до колена, однако вместе ревели так громко, что затмили его крик свободы. Император сделал еще один шаг вглубь города. Колоссальное движение, сопровождаемое протестом металла и напряжением сервоприводов, снесло невысокий жилой блок и раздавило кровавый молот пожирателей миров. Тем временем Каринфянин наводил свое орудие адской бури, медленно описывая им дугу. У всех воинов заныли зубы от визга накапливаемой энергии, сотрясавшего сам небосвод. Сергала сделала первый выстрел и Аудакс последовал за ней. Медвежьи когти рванулись в небо, гарпуны вонзились в руки орудия Каринфянина, сверлились в них и зафиксировались магнитами. Псы войны дали задний ход, с натугой отступая все вместе. Усиленные цепи тут же натянулись. «Они его опрокинут!» крикнул Аргилтал окружившим его пожирателем миров. Его посмертная маска была залита кровью скитария. «Они его опрокинут на нас!» Кхарн испепелил ультрадесантника мощным зарядом плазменного пистолета. «И опять неверно!» отозвался он. Срабатывало все больше гарпунов, которые с тяжелым лязгом попадали в цель, и их цепи крепко натягивались параллельно первым. Раздался звук практически божественного протеста, и массивные руки коринфянина, каждая из них была размером с жилой шпиль, начали опускаться. Вновь прозвучал боевой горн великой бога машины, но на сей раз в этом было больше ярости, чем торжества. Аргилтал сомневался, что подобная примесь однако впечатление складывалось именно такое. Он обнаружил, что смеется, пересиливая боль, проклятие и скрежет брони о броню. Колоссальные орудия опускались все ниже и ниже. Их вынуждали целиться в землю, в затопленные улицы под ногами самого Титана. Если бы он выстрелил, чтобы уничтожить ближайших псов войны, то аннигилировал бы дружественную пехоту, а также собственные ноги. И все же он продолжал сопротивляться. Несмотря на нарастающие усилия, множество мелких титанов, которые зацеплялись за него своим оружием, Коринфянин все еще пытался развернуться и навести крепостные орудия. Все понимали, что это тщетное отчаянное усилие. Он попался, они поймали Титана класса императора. В Воксе раздался голос, полный озорной самоуверенности. Все воины слышали, что женщина улыбается. Говорит Мадерати Сергалы, Кида Бли, всем силам пехоты. Все в воду, немедленно начинайте штурм-абордаж. Повторяю, штурмуйте Коринфянина, постарайтесь не забыть, что мы хотим получить его целым. Лорки сражался вместе с группой библиариев Вариаса, убивая ультрадесантников, которые бились как львы, в безнадежной попытке помочь своему примарху. Комби-болтеры почти опустили, а он из осторожности начал убивать энергетическими когтями. Это хорошо ему подходило, он точно так же дрался при жизни. А железная оболочка была создана, чтобы пробиваться сквозь вражеские подразделения. А не отступать и вести огонь издалека. Несколько раз он пытался вызвать Лотару или хотя бы коротышку Кеджика. Однако вместо слов завоевателя раздавалась пальба. Лорки пожелал капитану удачи и сконцентрировался на том, с чем мог справиться. Он восхищался планом лорда Желемана, хотя его и нарушило нежданное присутствие сверх корабля несущих слова, а так же нежелание Лотары отступать, пока не останется иного выбора. Однако для ультрадесанта это было лучшей возможностью сразить обоих мятежных примархов, пока они окончательно не покинули пределы ультрамара. Лорки не мог даже примерно угадать, какими данными руководствовался лорд Желеман в своих действиях, но командующий ультрадесанта славился на весь Империум своей тактической проницательностью, и это точно был небездумный налет. В крайнем случае удар, который оказался отчасти неудачным из-за яростного сопротивления пожирателей миров. Скорее же всего это был авангард куда более крупного флота, который вот-вот должен был ворваться в систему Нуцерии. Лорки подозревал, что владыка 500 миров собрал все корабли, уцелевшие после внезапной атаки Корфаэрона, увеличил численность за счет первого флота, пришедшего на подмогу Калту после бойни и погнался прямо за Ларгаром при помощи астропатических хоров 13-го легиона. Он был в этом уверен, поскольку именно так поступил бы сам на месте Желемана. Возможно, другие псайкеры могли слышать мифическую песнь несущих слова. Возможно, могли чувствовать искажения, вызванные шестым чувством Ларгара. Лорки ничего не знал на этот счет, и его это совершенно не заботило. Однако Желеман был здесь и вынуждал их драться. Отвага и честь. Вариас, Эска и еще несколько библиариев, сохранившихся в 12-м легионе, были ценными боевыми братьями. Они держались вместе, отдельным кругом, обмениваясь силой и безмолвными словами между связанными разумами. У них было то самое братство, которое им не давала остальная часть легиона. Он считал их псами войны, а не пожирателями миров. Положительное предубеждение в отношении тех, у кого не было гвоздей мясника. Когда позволяла схватка, Лорки переключал внимание на примархах, наблюдая за их яростным тройным поединком на вершине горы мертвых тел. Даже там Желеман держался против двоих, пока Ларгар не перестал нападать и не начал мучительно звучно петь. Ангрон и Робаут продолжали сражаться, и при каждом ударе пожирателя миров владыка ультрадесанта отступал назад. Несмотря на все отвращение, Лорки был вынужден признать, что в некотором роде уважает своего генетического прародителя. У Желемана не было шансов против Ангрона. Бывший магистр легиона сомневался, что нашелся бы кто-то, имеющий такие шансы. Несмотря на приглушенность эмоций в ходячем саркофаге с холодной амниотической жидкостью, в иссокших остатках сердца Лорки яростно пылало желание присоединиться к схватке. Несколько раз он чуть было так и не поступил. Как бы легко было вырваться из этого боя, бередящего воспоминания о ночи волка, и противопоставить свое железное тело генетической божественности сражающихся примархов. Его останавливала не расчетливость и не страх быть уничтоженным. Нет, его останавливало то, что он не был уверен, кому из двух участников поединка на самом деле поможет, сделав первый судьбоносный шаг. Ангрон всадил свой цепной меч под нагрудник лорда Желемана. Неглубокая, но показательная рана. Ультрадесантник переломил пронзивший его клинок кулаком и отшатнулся назад. Теперь действительно обливаясь кровью. Чужеродное пение Ларгара продолжалось. Несмотря на холодный рассвет, небо постепенно темнело. Что-то не так, раздался в сознании Дридноута голос Вариаса. Ларгар использует силу, невозможную для смертного. Магистр Легиона, если мы позовем, пойдете ли вы с нами? Магистр, ты так думаешь? Я бы так думал, даже если бы вновь оказался на Терре, телепатически отозвался Вариас. С топоров Эски струился психический огонь. Энергия его души воплощалась в виде пламени. Каждый удар с хрустом, попадавший в цель, воспламенял керамид, прожигая дыру через открытые раны и доводя кровь в жилах врагов до кипения. Это Ларгар! Эска с грохотом ударил очередного ультрадесантника сапогом в грудь, отшвырнув легионера на его братьев. Сила исходит от Ларгара. Вариас сражался клинком и посохом, описывая ими дуги, окутанного молниями металла. Нет, сила исходит из варпа, Ларгар ее направляет. Выпущенный сзади болт попал Лекцио примус в ногу, заставив его опуститься на одно колено. Крик боли Вариаса прозвучал на канале, как пульсирующий тихий вздох. Эска еще один кодиций. Дамаркиен пробивались к раненому господину и наставнику, защищая его и давая подняться. Эска рискнул бросить взгляд на небо. Тучи собирались в медленный вихрь, темнели и приобретали не цвета, которые можно увидеть только в варпе. Им не было места по эту сторону реальности, и они проявлялись в виде сотни невозможных оттенков черного, в каждом из которых роились бьющиеся очертания плененных вопящих душ. Что он делает? спросил Эска. Что происходит? Я не могу преодолеть барьер воли Ларгара, передал им Вариас. Его сила огромна. Эска потянулся собственными чувствами. Стоило ему приблизиться к носителю слова, как его отшвырнуло проще с мощью урагана. Единство, произнес он, мы погибнем, мысленно резко отозвался Ралакас. Тут сотни воинов нашего легиона, и ни один из них не станет защищать наши лежащие тела. Эску было не переубедить. Единство сможет пробиться, настойчиво повторил он. Постаревшее, но решительное лицо Вариаса покрылось морщинами от напряжения. Возможно, согласился он слух. В этот миг небеса разверзлись. Из грозовых туч, порожденных призраками сотни погубленных миров, на мертвый город внизу палился кровавый дождь. Ларгар поднял голову, обратив лицо к плачущему и истекающему кровью небу. Красный ливень омывал его, согревая кожу и заполняя рот. Он не переставал петь, непрерывным потоком произнося истинные имена бесчисленных нерожденных и требуя, чтобы те отдали свою энергию в его распоряжение. Так много силы. Силы, не поддающиеся описанию и пониманию. По его желанию, реальность уродовала сама себя. Управлять мощью было так же просто, как открыть глаза или поднять руку. Такова была игра четырех богов. Они использовали энергию такого масштаба каждый миг своего существования, но им не хватало физического присутствия, чтобы перенести свои замыслы в материальную вселенную. Метафизика неласкова даже к силам извне. С истерзанных небес ударил вопящий луч солнечного света, заливший пространство вокруг Ангрона и Желемана ядовитым свечением. Тени обоих воинов, всех зданий и танков удлинились и превратились в мерцающие образы корчащихся человеческих силуэтов, тянущих руки. Вопли доносились это всюду. Каждая душа тень в городе рыдала под кровавым дождем. Они плясали словно дым и пламя, ползая и пританцовывая в своем нетерпеливом желании добраться до пожирателя миров. Кульминация песни варпа, исполненная посредством инструмента с безупречной и безграничной яростью. Нет эмоций чище, чем ярость. Эти слова произнес сам Ангрон. Возможно, когда боль пройдет, он даже вновь согласится с ними. Сам же Ангрон продолжал биться с Желеманом, возвышаясь над стоящим на коленях ультрадесантником. Заметил ли он вообще кровавую бурю и льющийся с неба красный поток? От поднятых перчаток Рабаута летели искры. Он силился отвести удар за ударом. Он был побежден, повержен. Раны покрывали его палитрой гордого поражения. Даже сейчас его воины продолжали сражаться, чтобы отбить своего примарка. По рубцам на броне и ощущению боли, исходящей от сознания брата, Ларгар решил, что тому повезет, если он снова сможет ходить. Ангрон выглядел немногим лучше. Он воплощал собой изуродованное величие. На его теле виднелись огромные разрывы и порезы от сочленений перчаток Желемана. Сейчас. Это должно произойти сейчас. Ларгар сконцентрировался на торжествующей фигуре изуродованного брата, призывая нерожденных ответить. Несущий слово зафиксировал мускулы Ангрона, воспламеняя синапсы в мозгу. Он лишал пожирателя миров возможности нанести смертельный удар, тем самым распаляя его ярость еще сильнее. Раздались вопли, мелодия погубленных миров наконец-то зазвучала в материальной вселенной. История повторялась. Еще один примар отползал подальше от гнева Ангрона. Еще один брат, вступивший в права наследования, не будучи проклятым, которого не отрывали от корней и не оставляли горевать по несбывшемуся. Победа над ними не доставляла удовольствия, ярость не утихала. Она становилась только глубже, усугубляясь горечью. Вожделенный покой битвы ускользал от него, оставляя лишь пустые обещания лживого любовника. Ненависть не приносила победы, ничто не приносило. Даже те, кого он повергал и сокрушал, даже они жалели его. Прости меня, все мы пляшем под дудку варпа, даже ты, Ангрон. На сей раз Желеман, а не Рус, отползал прочь, а пожиратель миров отшатнулся назад, вцепившись в истерзанное лицо и грудь. Он рвал собственную броню и плоть, отдирая их пригоршнями и крича так, как не смогло бы ни одно живое существо. Плоти, кости, кровь и дух, все вибрировало в такт волнам варпа. Они звучали в каждом атоме, каждой субатомной частице божественного тела. Миллиарды и миллиарды вопящих душ. И вместе с их криками пришла боль. По мышцам Ангрона прошли первые разрушительные спазмы, обратившие его кровь в ртуть, а затем в лаву и, наконец, в священный огонь. Криком разочарованной ярости добавилась невообразимая мука. Его тело начало разрывать само себя, разрастаясь и поднимаясь ввысь, совершенствуясь после жизни наполненной прерывающейся болью. Ларгар наблюдал за агонией брата с виноватой радостью. Это ты всегда был проводником. Никто не ненавидит так, как ты, с такой безграничной силой. Никто другой не чувствует такой боли, терзаемой совершенными в жизни предательствами. Это должен был быть ты. Вмиг глубочайшей ярости и горя. Другого проводника и быть не могло. Желеман скрывался в стойких фалангах своих сынов, которые с достойным завистью и единством отступали по затопленным дорогам. Раненый ультрадесантник пристально смотрел на Ангрона, стоящего на вершине горы, мертвых сыновей трех родов. И Ларгар заметил на лице брата выражение благоговейного отвращения. Даже отходя тринадцатый легион продолжал стрелять. Их заряды били в обнаженную плоть мышц Ангрона, покрывая бескожее тело черными пятнами и взметая в воздух кровавые сгустки. Барабанный бой. Стрельба была лишь барабанным боем, вступавшим в кульминацию великой песни. Болты гулка ударяли в Ангрона, расшвыривая внутренние органы по пологим дугам. Эффекта не было. Пребывая во власти небесного страдания, Ангрон вышел за пределы телесной боли. В него ударила молния. Такого не ожидал даже Ларгар. Прогремел гром, сложившийся в очередной фрагмент великой песни. Из кровоточащего неба ударили новые молнии, которые воспламенили примарха пожирателей миров. Трупы у него под ногами и саму землю вокруг. Зажглось красное пламя, образованное мерцающими, корчащимися призраками. Жизни погибших в обмен на его. Кровавый ливень стал сильнее и горячее, столь жарким, что порождал туман и смывал краску с потрескавшегося керамита бесчисленных сражающихся воинов. Ларгар не переставал петь, произнося имена и взывая к ним, чтобы они повиновались, как обещали. Он дал им океаны крови и зажег миры. Теперь они были перед ним в долгу. Он обменял триллионы жизней на одну единственную. Никто теперь не скажет, будто Ларгар Аврелиант не был верным братом. Адское пламя, когда-то бывшее Ангроном из Пожирателей Миров продолжало бушевать. В этот миг Ларгар ощутил первые сомнения. Он ничего не мог разглядеть в кроваво-красном зареве. Был ли вообще Ангрон внутри пожара? Не уничтожили ли его боги в наказание за какой-то изъян великой песни. Он потянулся своим психическим чутьем, обратив его к гибельному пламени. Все, что он услышал, плач несправедливо убитых, их ярость и муку. Песня, которую он сотворил из огня и геноцида, играла во имя спасения его брата. В эту секунду он почувствовал чужое присутствие, нечто нечеловеческое, обладающее неизмеримо большей силой, чем любая душа или призрак ультрамара. Раздался голос, который было невозможно игнорировать, и на мгновение абсолютного экстаза примарх решил, что один из четырех явился, дабы благословить его страдания. Я не бог. Голос был смягчен изумлением, однако ничто не могло скрыть мощь, звучащую в замогильных интонациях. Я единство. Для Ларгара это имя ничего не значило. Помоги мне, потребовал он у сущности. Перед ответом пришло ощущение скорби. Теперь я вижу, я все вижу, ты убиваешь нашего отца. Я его спасаю, вознесение, вот как он ценен в глазах четырех. Ларгар Аврелиан произнес голос, мы этого не допустим. И точно так же, как покинули свои тела, они вытянули Ларгара из его собственного. Он падал. Падал в волны по ту сторону пелены, внутрь самой песни. По эту сторону реальности мелодия звучала гораздо более резко и едко. Она накатывалась на его плоть, бурля и обжигая, затекая в рот и наполняя легкие. Он воспротивился вторжению, направив свою концентрацию на отталкивание. Эффекта не последовало. Если уж на то пошло, от этого огонь-вода стала сжечь тело только еще сильнее. Ларгар провел руками по нецветам варпа, придавая смысл бессмысленному. Образ изменился, став доступным для восприятия разумом существа из плоти и крови, царствия нереального. Он не падал, его тянуло вниз, глубже самых черных волн. Он тонул, сжимая в руках Крозиус, а затем сияние. Следом нырнуло нечто, пылающее собственным внутренним светом, которое преследовало его. Пожиратель миров. Нет, пес войны. Его доспех был безмятежного, бледно-синего цвета с белыми отметками. На его плечах располагался вставший на задние лапы красный боевой пес. Старый забытый символ, отправленный в памятные архивы. Даже без ореола жгучего сияния пес войны был одного падая вместе. Топор против булавы. От звука столкновения психического железа по волнам нереальности пошла рябь. Ты эхо, сказал ларгар призрачному воителю. Привидение, ничто. Воин развернулся в кружащейся черноте. Я единство. Их оружие встречалось снова и снова, раз за разом сотрясая море душ. При каждом их столкновении сам варп вопил в ответ. Огонь вода сливалась в лица, издававшие крики, а затем вновь тонувшие в первоматерии, из которой появились. Шлем Пса Войны был старой конструкцией и напоминал о тех простых и невинных временах, когда невежество Империума позволяло его обитателям ощущать себя в безопасности. Это зрелище вызвало у ларгара смех. Ты пережиток прошлого, сказал он воину. Наш легион пострадал более всех остальных ларгар Аврелиант. В низком голосе рыцаря была холодная и оправданная угроза. Довольно, довольно, ты не погубишь нашего повелителя. Я спасаю его, произнес ларгар сквозь зубы. Он слабел в волнах, продолжая падать и сознавая, что его тело неподвижно лежит на Нуцерии. Он мог представить, как броня и кожа темнеют от кровавой бури. Их битва была состоянием воли, насколько это мог охватить разум смертного. Оружие вновь сшиблось. Пес войны напирал, однако силы покидали их обоих. Из бурлящей воды потянулись когтистые руки. Ларгар зарычал и оттолкнул их психическим импульсом. Они набросились на пса войны, который полностью сконцентрировался на Ларгаре. Из ран, оставшихся на старинном доспехе единства, начала струиться дымящаяся белая кровь. Ты пытался утопить меня в варпе. На лице Ларгара появилась улыбка. Но я здесь ничуть не слабее. Я первосвященник этих сил, маленький призрак. Пес войны пригнулся, налегая плечами на вступившееся оружие. Слабее, слабее. Из его горла донеслось рычание. А затем, опережая даже восприятие примарха, на части, растаивая в черных водах. Булава Ларгара рассекла волны, не встретив сопротивления. Пес войны вновь возник за иллюминариумом, сомкнув руки на горле несущего слова. Психическое воплощение Крозиуса выскользнуло из рук и исчезло, как только потеряло контакт с пальцами. Ларгар обхватил шею пса войны собственными руками, силиясь вдохнуть, хотя в этом месте никто из них в этом не нуждался, от инстинктов непросто избавиться. Пока они падали, сцепившись в смертельном объятии и летя сквозь волны, Ларгар посмотрел в глазные линзы пса войны и разглядел, с чем сражаются. По ту сторону шлема находился не один призрак, это была общность душ. Его губы скривились в очередной улыбке, которая была скорее гримасой, а не ухмылкой. Дерзко прошипел Ларгар весьма умно. Он разжал пальцы и вогнал руку в нагрудник пса войны. Та прошла насквозь и погрузилась в психическую плоть. Воин напрягся, замер, его хватка ослабла, но не разжалась. Ларгар сжал кулак, внутри тела воина что-то лопнуло. Кто это был? выкрикнул Ларгар, заглушая рев моря. Орел света, окружавший пса войны помер и уже не разгонял мрак с такой силой. Ты Эско Ралакас? Нет, я все еще чувствую вас обоих. Ларгар всадил воину в грудь второй кулак. Он раздавил еще одну сферу жгучей жидкости и ореол потускнел еще сильнее. Лорки слабо затрепыхался пес войны, которого уже почти разорвало течением. В него вцеплялось все больше рук. Лорки Ларгар открыл глаза, оказавшись под блестящим ливнем, и поднялся на ноги. Адское пламя продолжало полыхать. Прошло ли хоть какое-то время? И в его кипящем центре все еще было не разглядеть брата. Казалось, что слабость последовала за ним из варпа, просочившись вплоть и закрепившись там. Он устал, как никогда в жизни. В его сознании умирало единство. Примарх ощутил, как оно буквально распадается на части, подвергаясь неосязаемому психическому уменьшению. А затем ему на смену пришел огонь болтеров. Раздался скрижащущий рык могучих железных сочленений. И на его доспех обрушились отрывистые удары снарядов. Что-то заслонило с собой столб призрачного света солнца. Что-то превосходящее Примарха ростом и при этом вдвое шире. Мой легион достаточно настрадался. Прогремел механический вокс-голос. Громадная лапа ударила по нагруднику ларгара, сбив того с ног. Теперь мы должны еще и подвергнуться порче. Неужто проклятие безумия оказалось мало? Двадцать три. Длань судьбы. Из огня. Кровь кровавому богу. Харн сражался под кровавым дождем, расправляясь со скитариями на зубчатых стенах. Крепость на спине Коринфянина уже затопила ливнем. Кровь стекала из пастей горгулий и водостоков, падая на город внизу. При взгляде через край были видны каскады кровавых водопадов, а также стаи псов войны Аудакс, которые покидали место засады. После гибели экипажа мостика и императора, Каргас поклялся, что сохранит череп принцепса в качестве трофея для своего послужного списка. Осталось только зачистить замок скитариев на плечах бога машины. Эта крепость сопротивлялась ожесточеннее всех, кроме ног башен и грубо подавленных числом защитников командной палубы. Обороняющиеся собрались из казарм на последний бой, невзирая на то, что уже проиграли битву за своего Титана. Кибернетика скитариев могла широко варьироваться по контекстуальной функциональности и смертоносности. Кузнецы плоти и механики Легио Аберон имели тенденцию усиливать руки своих боевых рабов тяжелыми роторными пушками, которые трещали и окутывались вспышками дульного пламени, распространяя пороховую вонь цифилина. Харн прорубался сквозь них. На ретинальном дисплее вспыхивали предупреждения о повреждениях и руны, указывавшие, что левый коленный сустав приблизился к нестабильному состоянию. Заметные следы от попаданий, покрывавшие большую часть брони, дымились. Роторным пушкам не хватало пробивающей способности. Однако они наверстывали это объемом огневой мощи. Стены были широкими и больше напоминали железные мосты и переходы, а не какую-то крепость с феодального мира. Из-за кровавого ливня металлические платформы стали скользкими и опасными. Прикончив последнего из скитариев, пожиратели миров прошлись по съежившимся слугам и безмозглым сервиторам, оставшимся в жилых помещениях. Связанные клятвой прислужники Легио сопровождали расправу мольбами и криками, а рабы-тиборги просто таращились, безразлично приоткрыв рты. Когда врагов больше не осталось, пожиратели миров высыпали на стены, воздевая топоры и триумфально вопя в кроваво-красное небо. Цвет неба был единственным, на чем мог сосредоточиться Аргилтал. Красное, не серое. Воля Ларгара осуществлялась по всему городу, и Эреб оказался неправ. Кхарн умрет на восходе, на планете с серыми небесами. Во всех будущих, что я видел, он умирает, когда небо озаряется рассветом, и умирает с клинком в спине. Однако, Кхарн выжил. Он не погиб во время бесконечного рассвета Нуцерии, и небо перестало быть серым. Не было никакого клинка в спине. Броня Аргилтала была такой же потрепанной и бесполезной, как у пожирателей миров, которых он сопровождал. Однако, их доспехи требовали обслуживания и ремонта, а его уже исцелялся, медленно регенерируя и покрываясь трупьями. Раум затир, как только последний из рабов с хрипом испустил предсмертный вздох. Демону стало некого убивать, и он раздраженно свернулся передохнуть. Он медленно, обливаясь кровью, поднялся на стены, где Кхарн обозревал город. Кровавая буря заливала затопленные улицы, окрашивая незваную воду в красный цвет. Казалось, что весь мехор утопает в крови. Приближаются десантные корабли, произнес Центурион. Кхарн снял шлем, превратившийся в потрескавшиеся останки, и моргал под кровавым ливнем. Бледное лицо было покрыто кровоподтеками всех возможных цветов. Что происходит, спросил он, что это за шторм? Ларгар, ответил Аргелтал, это гибельный шторм, который наконец выпущен на волю. Ужасно, я такого не ожидал. Несущий слово пожал плечами, приподняв наплечник, а я ожидал именно этого. Кхарн вытер лицо и надел шлем, скрывшись за решетчатой пастью и раскосыми глазными линзами, которые уже начинали наводить ужас на Империум. Эрри пошибался, заметил пожиратель миров, и я спас тебя семь раз, пока мы лезли на эту прекрасную боевую машину. Всего семь, ты еще жив только потому, что я тебя спас по меньшей мере дюжину раз. Братья улыбнулись, незаметно друг для друга и стукнулись наручами. Над крепостью опускались некогда белые, а теперь покрасневшие от бури десантно-штурмовые корабли, которые полыхали двигателями, паря над стенами. Из открытых люков падали пассажирские тросы, и пожиратели миров покидали свой громадный трофей, направляясь наручился, чтобы двинуться вместе с Кхарном. Но Раум зашевелился, утомленно скользнув внутрь. Обманщик идет. Он нас не обманывал, отозвался несущий слово. Он просто ошибся. Я хочу его убить, хочу его крови. Он вернул Кирену. Он предупредил меня насчет Кхарна. Я перед ним в долгу. Мы задолжали ему только боль. Кирена мертва. ее второй вдох растрачен впустую. А теперь обманщик идет рассказывать новую ложь и изображать чувства, которых на самом деле не испытывает. Убей его, брат. Я не могу убивать всех в галактике только потому, что ты их ненавидишь. Так никого не останется. Кхарн наклонил голову, пристально глядя сквозь глазные линзы. Ты говоришь с демоном, да? Да. Я практически это слышу. У меня десны ноют. Кхарн потряс головой, словно избавляясь от неприятной мысли. Гвозди жалят, я не могу здесь оставаться. Аргелтал расправил изодранные кровоточащие крылья нетопыря, покрытые толстыми венами. Они высоко поднялись над лопатками, треща под дождем. Ступай, сказал он, я вернусь к своему легиону и встречусь с тобой на сборах. Так тому и быть доброй охоты, брат. Центурион спрыгнул со стены, ухватившись за болтающийся пассажирский трос и забравшись в последний из кораблей. Двигатели полыхнули, унося машину прочь. Аргелтал снова прижал крылья к плечам. Он услышал шаги, о приближении которых уже знал. Выглядишь ослабевшим, сын мой, раздался позади голос Эриба. Аргелтал оперся на зубчатый парапет. Кровавый ливень омывал его доспех. Я и чувствую себя слабым. Я провел на передовой несколько часов, пытаясь опровергнуть твое предсказание. Меня кололи, резали и расстреливали. Убей его или отдай мне контроль над нашим телом, чтобы я смог его убить. Нет, я должен послушать. Эриб вышел из башни на стену, присоединившись к бывшему ученику. Его Крозиус, равно как и доспех, был девственно чистым, без единого следа крови. Аргелтал заметил это, с отвращением покачал головой и снова перевел взгляд на охваченный сражением город, который уже начинал утопать в крови. Харн жив, произнес Эриб. Это хорошо, мальчик мой, он должен жить. Знаешь, силы возлагают на восьмого капитана такие большие надежды. Убей его, Аргелтал, убей сейчас. Умолкни, Раум. Что ты имеешь в виду, спросил Аргелтал вслух. Эриб встретился со вторым несущим словом взглядом, и его столь суровое и строгое умное лицо на мгновение смягчилось. Харн избран. Богами? Ну разумеется, ответствовал Эриб. Кем же еще? Он вздохнул, оттолкнулся от парапета и прошелся по стене. Пока Эриб удалялся, крылья Аргелтал зудели и подергивались. Он смотрел, как легионы сражаются в городе внизу, отбрасывая ультрадесантников и тесняя их по улицам обратно к местам высадки. Аргелтал, тихо сказал Эриб. Его интонация была странной. Капеллан произносил имя, но казалось, что при этом он не обращается ко второму воину. Что? Убей его! Он заставил нас сражаться за жизнь убийцы, чтобы мы были слабы все. Ритуальный кинжал мягко, будто любовная ласка вошел в позвоночник Аргелтала. Яростный вопль Раума отдалился, стих, и от него не осталось даже эхо. Первые несколько секунд ничего не происходило. Когда же от раны разлилась боль, казалось, будто внутри разворачивается что-то холодное, обвивающее кости. Он пошатнулся, лапы заскребли по металлическим зубцам, полностью лишившись сил. Лапы, руки, парапет царапали его руки, руки легионера, слабость легионера. Раум, Раум, Раума не было, шок от отсутствия демона приносил многократно больше боли, чем нож. Шлем Аргела Тала соскользнул с головы, и под дождем оказалось его чересчур человеческое лицо. Он ощутил вкус крови бесчисленных невинных, убитых за время теневого крестового похода. От нее щипало глаза, а у него не было сил вытереть лицо. Нож резко вышел из раны с хрустом терзаемого мяса. Вместе с ним ушла боль, по мышцам развилось отвратительно приятное онемение. Эрик терпеливо стоял, наблюдая за падением Аргела Тала. У него в руках был покрытый выгравированными колхидскими рунами кинжал длиной с предплечья, с рукоятью и с костью. «Везде ты», произнес капеллан, «во всех десяти тысячах будущих твоя сумасбродная, переполненная эмоциями глупость ведет нас к поражению в войне. У тебя был единственный шанс избежать такой судьбы, просто пережить смерть этой никчемной шлюхи жрицы, но нет. Ты попросил меня вернуть ее и тем самым показал, что так же никчемен, как и она. На тебя нельзя положиться, тебе нельзя подходящего слова, тебя нельзя контролировать, а нам нужен контроль, если мы собираемся выиграть эту войну, мальчик мой. Аргелтал закашлялся, сплевывая кровь, и протянул дрожащую руку, чтобы подползти к убийце. Не сопротивляйся, покачал головой Эрик. Признаюсь, я поражен, что ты вообще в состоянии двигаться. Никто другой не мог пошевелиться после смертоносного удара. Как печально осознавать, что ты сильнее, чем я полагал. Аргелтал подполз еще на метр ближе. Эрик улыбнулся, поставив сапог на руку вакраджал. Керамид затрещал и начал трескаться, но боли все так же не было. Кхарн избран, сказал капеллан. И во всех будущих, что я видел, его участь менял только ты. Ты бы спас его, мальчик мой. Я длань судьбы, Аргелтал. Ты хоть можешь понять мою роль и ответственность? Ты бы перешел мне дорогу и изменил судьбу Кхарна. Я не могу этого допустить. Пусть он прокладывает свой путь без братства с тобой. Так его ждет бессмертие. Аргелтал приподнял голову. Я умру, выдохнул он сквозь сжатые зубы. В тени громадных крыльев. Не здесь. Не здесь. Эрик сделал шаг в сторону. Позади него, на башне крепости, располагалась имперская аквила, покрытая полосами крови от дьявольского шторма. Двухголовый орел неотрывно глядел на дождь, широко и горделиво раскинув крылья. Все верно, согласился Эрик. Капеллан отвернулся. Прощай, сын мой. Контемптор упорно рвался к нему, протягивая когти и тесняя его назад. Ларгар парировал все удары иллюминариумом, и каждый лязг, напоминающий звон храмового колокола вливался в великую песнь. Мускулы болели из-за коварного нападения единства. После их мелкой и скучной засады ныли даже кости. Сама идея о том, чтобы сосредоточиться, была смехотворной. За Ларгар следовала группа библиариев, по крайней мере, тех из них, кто остался в живых, с поднятыми болтерами и занесенным силовым оружием. Он чувствовал их слабость, ошеломление, после того, как единство оказалось столь жестоко разорвано на части. И все же они приближались. Пламя и молнии, которые окутывали их клинки, поднялись вперед яростной смесью стихий. Ларгар сотворил защитный барьер, однако его концентрация сбилась. Вместе с ней рухнула и преграда, и он оказался открыт огню. Однако тот оказался слаб. Примарх ощущал себя слабым, но они были еще слабее. Льющееся на него пламя побледнело и рассеялось, втянувшись в красное инферно на том месте, где находился Ангрон. Молния также изменила направление движения. С треском бича унеслась в сторону и влилась в пожар. На броню Ларгара обрушились лишь жалкие остатки их ярости, которые подожгли плащ, опалили плоть и встретились с ответной телепатической волной. Ларгар вложил в нее все свои истощенные силы и буквально снес Библиария в с ног воплем. Иллюминариум взметнулся вверх, отражая очередной размашистый удар Лорки. Жалкий ковен Вариаса вложение. Они с трудом поднялись и снова открыли огонь. Несколько болтов угодили в Лорки. Контемптор этого даже не заметил. Один попал примарху несущих слова в бедро, пробив броню до кости. Он пошатнулся, поднял Крозиус, но когти Дредноута тут же вышибли оружие у него из рук. Он не заметил, куда оно улетело. Видел лишь, что оно вертясь пронеслось над лежащими вокруг телами и безнадежно пропало. Ларгар воздел руку, чтобы метнуть собственное тайное пламя. Однако кисть разорвала детонации заряда болта, и она разлетелась на куски мяса и костей. Он еще не успел ощутить боль, а уже вогнал другой кулак в панцирь Лорки, пробиваясь к трупу пилоту внутри. Дредноут взвыл и отшатнулся. В единственной уцелевшей руке Ларгара осталось пригоршня железа и проводов. Он увидел Эску, Вариаса и прочих. Хаскал умер в тот же миг, когда Ларгар взглянул на воина. Выдирая душу библиария из тела, примарх почувствовал, что это Хаскал выпустил болт, оторвавший ему руку. Остальные продолжали приближаться. Они метали пламя, молнии, ветер. Ларгар отбивал все в сторону. Он гибельный шторм, Ангрон, Великая Песнь, Единство, Дредноут и Ковен. Он так устал, что был готов просто лечь и умереть. За всю историю жизни ни одно существо не пропускало через себя столько психической мощи. Погиб еще один библиарий, горло которого пронзил упавший меч. Ларгар телекинетически поднял оружие изуродованной рукой и швырнул его точно в цель. Он вновь пошатнулся и на сей раз упал на колени. Над ним раздавался воющий виз десантно-штурмовых кораблей, борющихся с порывами шторма. Но они опоздали, слишком опоздали. Он не мог отбиваться от лорки и Ковена, пока отражал их высвобожденные силы. Спасение пришло с самой нежданной стороны. Брат мой! Примарх расправился с еще одним наступающим библиарием, оттолкнув пламя воина и заставив его окатить самого пса войны. Ангрон с ревом пришел ему на помощь и, несмотря ни на что, Ларгар захохотал. Харн коснулся земли уже на бегу. Их десантно-штурмовому кораблю было негде приземлиться в дьявольском пламени, бушующем на вершине холма. И он завис у подножия, дав пожирателям миров возможность спрыгнуть на залитую кровью улицу. Он понятия не имел, что здесь происходит, и все же оно притягивало его, заставляя гвозди грызаться глубже и превращая текущие в мозгу химикаты в кислоту. Каждый шаг вперед немного ослаблял боль. Каждый метр приближал к спокойствию. Чтобы прогнать эту муку и обрести покой, он бы убил кого угодно, даже собственного примарха. Каргас был рядом, он не отставал. Пока они наполовину бежали, наполовину ползли вверх по оскверненному холму. Легионеры со всего города стягивались ближе и карабкались на гору в поисках того же самого обещанного избавления. Примарх звал, хотя они и не знали, каким образом. Важно было лишь собраться возле него в окружении красного пламени и кровавого дождя. Они увидели окровавленного ларгара, отступающего назад. Увидели последних живых членов позабытого библиариума, которые вместе с Лорки окружали израненного примарха. Увидели огонь, наполненный тенями мертвых, и они увидели ангрона. Все пожиратели миров застыли перед огнем. На их глазных линзах плясало отражение сына божьего, поднимающегося из пламени ада, в отсутствие которого клялся император. Даже Лорки обернулся к своему генетическому предку. «Брат мой!» снова взревел ангрон. «Хрргх!» «Предатели!» «Предатели!» «Хотят крови моего брата!» «Сир!» прогрохотала была боевая машина. Но слова полностью утратили смысл, когда дредноут увидел, во что превращается ангрон. Изменение еще не завершилось. Плоть примарха продолжала пылать красным пламенем. Когда оно где-то опадало, то с ревом взметывалось ввысь в другом месте истерзанного тела. При каждом движении с него летела кровь. По ту сторону огня Лорки увидел фрагмент грядущего. Покрытая рубцами плоть примарха приобрела нечеловеческий оттенок обнаженного мяса и покрылась броней из кости, сплавленной с почерневшей бронзой. Видны были только образы, колоссальное раскаленное существо, воплощение вулканического гнева, плоть исходит паром под бурным ливнем, кровавые лужи на земле кипят от прикосновения когтистых ног. Он все еще продолжал разрастаться и подниматься ввысь. Все его тело трепетало в такт музыки варпа. Великая песня была не просто созвучием, меняющим форму пустоты, а мелодией, которой было уготовано переписать генокод примарха, испепелив саму его душу. Сквозь пламя в материальную вселенную должно было войти нечто более чистое, нечто бессмертное, полностью состоящее из ярости, не подверженной боли и беспощадным уколом гвоздей мясника. Ларгар сотворил из варпа совершенства. Лорки так и не увидел окончания преображения. Лапа, обрушившаяся на железное тело, разорвало оболочку контемптора на части, раскидав обломки по земле. Белесы от амниотической жидкости, биологические останки самого Лорки, искалеченные ссохшиеся труб, рухнули на неровную почву, волоча за собой кабели системы жизнеобеспечения. Он сделал вдох, внезапно и резко втянув воздух и больше не шевелился. Кровь заполнила его открытый рот и залила широко раскрытые глаза. Примарх-зверь развернулся к библиариям, к созданиям, которые мучили его на протяжении десятков лет, воинам, которые самим фактом своего присутствия поблизости заставляли гвозди петь, а мозг кровоточить. И вот теперь они напали на его брата, бросаясь своей мерзостью в израненного Ларгара, который опустился на колени, лишившись одной руки. «Предатели!» выдохнула тварь. Ее пасть хрустела и вытягивалась, железные зубы удлинялись, превращаясь в ржавые сабельные клыки. Гвозди мясника стали болтающиеся гривой косичек, которые шипели и гудели под дождем. Все они погибли по-разному. Варяас, старейший из них, ослеп, когда его глаза лопнули в глазницы. Он умер в странном спокойствии, не слыша своего генетического прародителя, да и вообще ничего не слыша, кроме торжествующего пения Ларгара. Ему показалось, что повелитель несущих слова смеется, и в этом он, безусловно, оказался прав. Несколько прочих умерли от эмболии и кровоизлияний в мозг, а череп Ралакаса взорвался, как будто в него угодил заряд болтара, окатив последних живых братьев дождем осколков костей и окровавленной серой слизи. Те, кто попытался спастись бегством, натолкнулись на непоколебимые фигуры, закованных в броню сородичей, которые стояли на страже по ту сторону пламени. Хеян влетел головой в Центуриона и поднял взгляд кровоточащих глаз на лицо офицера. Кхарм! В горло, запястья, наплечники бегущего библиария вцепились руки. Каргас и остальные швырнули его обратно через визжащий огонь. Он рухнул на груду трупов, оказавшись во власти примарха. На него, словно грозовая туча, надвигалась тень Ангрона. Однако, последним, что увидел Хеян, было то, как Харн безмолвно смотрит сквозь пламя. Последним погиб Эска. Он не знал, кто из братьев бросил его назад через огонь, но поднялся на ноги, вскинув сломанный топор. Над ним возвышался Ангрон. Ангрон, пожиравший труп Хеяна. Закованный в броню торс и одна рука с грохотом провалились в чудовищную глотку примарха. Библиарий даже расслышал приглушенное шипение пищеварительной кислоты, что-то разъедающее глубоко внутри тела громадного существа. Его сбил с ног рев. Глаза Ангрона полыхнули в глазницах деформирующегося черепа и раздался рев, от которого содрогнулось небо. Эска рухнул обратно на землю, лишившись оружия и ощущая боль в таком количестве разорванных мышц, что ретинальный дисплей даже не мог указать их все на одном экране. Эска снова приподнялся, оказавшись на коленях и посмотрел в лицо Ларгару Аврелиану, владыке 17-го легиона. Безмятежные несущего слова были омыты густой кровью. «Тебя следует меня поблагодарить», сказал Ларгар, «всему вашему легиону следует». Лишившись дара речи, Эска зарычал на примарха. Сзади на него упала тень Ангрон, или то, чем он становился, приближался. «Кровь кровавому богу», произнес Ларгар, занося Крозиус. Они бегут. В былые времена фейда Халертана обвиняли в высокомерии, и он гордился своей внешностью. Посмотрев в осколок стекла, который держал в руках, он был вынужден признать, что уже не будет красивым, во всяком случае без обширной реконструкции лица. Он выронил стеклянный нож, разбившийся о палубу, и уставился на гололит уцелевшим глазом. «Они бегут», повторил он, а затем осознал, что вокруг нет вышестоящих офицеров. На мостике завоевателя остались в живых только слуги, рабочие и сервиторы. Тело Лераллы висело на кабелях аугметических соединений, похожих на волосы медузы. Тобин был в аналогичном состоянии. Его проткнуло упавшей потолочной балкой, которая прошла прямо через грудную клетку, пригвоздив его к полу. Палуба была покрыта трупами ультраздесантников. Рядом с ними на полу лежали мертвые пожиратели миров, а также члены экипажа, которых Фейду было почти страшно считать. Тут и там бродило несколько пожирателей миров, цепные топоры которых работали вхолостую. Казалось, они сбиты с толку, но шлемы не давали Фейду возможности удостовериться в этом. Он узнал одного из них, увенчанного капитанским гребнем и вымазанного вражеской кровью. «Делварус!» окликнул он. «Где тело капитана?» Делварус пригнулся, отодвинул обломки и протянул руку вниз. Фейд увидел, как Лотара схватилась за перчатку и огромный легионер вздернул ее на ноги. Ее лицо было покрыто копотью. Сбоку засохла темная корка крови. «Спасибо, Делл!» сказала она. «Беру назад все, что про тебя когда-либо говорила». Триарий улыбнулся. Она не увидела этого из-за шлема. Капитан нерешительно протянула руку к трещине в черепе. Окружающие рану волосы свалялись и испачкались. «Голова болит!» произнесла она. «Фейд, ужасно выглядишь!» Фейд ответил виноватой детской улыбкой. «Они бегут, капитан!» Лотара подковыляла гололитическому столу. «Ультрадесантники никогда не бегут. Они совершают фактические отходы. И в данном случае они совершенно правильно делают и то, и другое». Она указала на руну Тресогеона, которая все еще пульсировала полной жизненной силой. «Мне неприятно благодарить несущих слова, но этот корабль просто убийца». Она перевела взгляд на удаляющиеся руны остатков ультрадесанта. «Впрочем, они нас почти что поимели. Двигатели!» «Не работают, мэм!» «Орудия!» «Нет!» Лотара фыркнула. «Стало быть, нам повезло, что они бегут!» «Согласен, мэм!» Она развернулась к Окулусу, испорченному несколькими чудовищными дымящимися дырами от болтов, напоминающими кратеры на усиленном стекле. Изображение Нуцерии колебалось из-за визуального искажения. Однако красная буря над Мехором была все равно видна с орбиты. «На что я смотрю?» поинтересовалась «Понятия не имею, мэм!» отозвался Фейт. Лотара продолжала пристально вглядываться и, наконец, прокашлялась. Она заговорила спокойным и отчетливым голосом, как будто за последнее время, да и раньше, не происходило ничего неожиданного. «Кто-нибудь свяжите меня с поверхностью!» произнесла она. «Мне нужно поговорить с Ангроном!» Эпилог 1 «Что вы сделали?» «Как бы мягко, Кхарн не задал вопрос, им все равно двигала злость. Впрочем, это была холодная злость, а не жаркая ярость. Причина крылась не в гвоздях, она была куда более личной. Новая келья для размышлений Ларгара на борту Трисагиона была скромным помещением из голого железа и неприкрытой стали. В нем еще не было налета домашнего уюта. Кхарн знал, что со временем она превратится в очередной храм-библиотеку, хранилище свитков и томов, которым посвятит себя примарх. Из-за нынешней своей пустоты она казалась менее привлекательной, однако и странным образом легче переносимой. В комнате не было окон, никаких порталов в арт. Кхарн не мог сказать, насколько существенно эта перемена. Из-за непостоянства примарха, понять его настроение и поступки было настоящей проблемой даже в лучшие времена. Как и всегда вне боя, Ларгар был облачен в рясу. Он трудился за письменным столом, поскрипывание пера сливалось в непрерывный шепот. Я сделал то, что было необходимо сделать Кхарн. Бывший советник сделал шаг вперед. В трюме завоевателя демон. Ларгар так и не поднимал глаз. Это Ангрон, не более и не менее. Не более. Ошеломление придало ему дерзости. Пока вы его не связали, оно расправилось с сотнями моих людей. Оно всего лишь рвет во тьме внизу, сотрясая корабль. Лотара хочет выбросить его в космос. Несколько палуб вокруг него обратились в человеческую плоть, лорд Авриллиан. Стены начали кричать на нас живыми ртами. После переработки наши запасы воды становятся кровью. Что бы там ни было, это не Ангрон и не более того. Что вы сделали? Спустись туда. Ларгар продолжал писать, шурша пером. Взгляни сам. Что вы сделали? Ответьте мне. Ларгар с угрожающей неторопливостью поднял голову. В его глазах сверкал свет варпа. Смотреть в них было все равно, что вглядываться в само море душ. Я его спас, Кхарн. Это был единственный способ. Только я пытался спасти его от гвоздей, которые постепенно его убивали. Только я искал способы избавить его от существования во власти несравнимой ни с чем муки. И только я действовал во имя его спасения. Но яростный взгляд Ларгара заставил его умолкнуть. Спустись туда и взгляни сам. Ангрон это будущее, наше будущее, будущее человечества, бессмертная мощь и целая вечность на постижение тайной метафизики вселенной. Он не умер, Кхарн, он вознесся, но он связан. Ради нашей общей безопасности, согласился Ларгар. Ультрамар поражен гибельным штормом и отрезан от Империума. Но мне известен обратный путь через пламя. Мы соберем наши флотилии, разбросанные по пятистам мирам, а затем вновь примкнем к гору. Велхеридар закончил ковать клинок. Да. Все, как я просил, спокойно спросил Ларгар. Клинок черного цвета, на нем пылают руны богов. Принеси его мне, Кхарн, я передам его Ангрону и освобожу его, когда настанет время. И когда это произойдет? Неужели ты не можешь догадаться? Когда мы доберемся до следующего мира, который должен истечь кровью, как никогда раньше? Он улыбнулся, хотя это и выглядело печально. Разве это чем-то отличается от того, как Ангрон жил в последние десятилетия? Когда его призывали только для резни? Кхарн не нашелся, что ответить. Бессмысленно спорить с правдой. Ему больно? Да, примарх снова вернулся к своим записям. Но это ничто по сравнению со страданием, которое терзало его с момента, когда его родильная камера рухнула на Нуцерию, и жители Дэша вбили ему в голову гвозди. В воздухе между ними вновь повисло молчание. Кхарн нарушил его, поклонившись. При движении сочленения доспеха издали рычание. В таком случае я взгляну собственными глазами. Он развернулся, чтобы удалиться, однако замер, когда Ларгар еще раз произнес его имя. Кхарн. Капитан оглянулся, ожидая, что Ларгар все так же погружен в свой пергамент. Однако во взгляде примарха были жесткость и боль, выраженные возвышенной сдержанной яростью. Господин, хочешь узнать, кто убил Аргела Тала? Тихо поинтересовался Ларгар. Эрип поклонился толпе. Ему ответили глухие удары кулаков по голой груди. Отключенный Крозиус у него в руке был забрызган кровью, первой кровью. Со своим обычным, исполненным достоинством, победительным видом, Эрип протянул руку, помогая Скане подняться с палубы. Сержант принял помощь, сжав кисть своей новой аугметической конечностью. Славный бой, сказал первый капеллан. Механизмы гортани пожирателя миров еще не починили, и тот не мог говорить, однако вместо слов он ухмыльнулся, кивнул и вернулся в толпу. Вперед шагнул Делварус, то же самое сделал Кхарн. Толпа уже была начавшая подбадривать первого воина, смолкла при виде второго. Капитан сказал Центуриону Триария всего два слова, позволь мне. Делварус ацалютовал и отступил назад. До первой крови, спросил Эрик. В руках у Кхарна был топор, дитя крови с зубами с людяных драконов, когда-то брошенный примархом. Он приковал оружие цепью к обнаженному запястью, подражая гладиаторам Нуцерии, чьи кости видел и почтил всего несколько дней назад на хребте Дошелика. Как и все присутствующие воины, капитан был раздет по пояс. «Сангвис экстремис», произнес Кхарн. Кто-то в толпе изумленно вздохнул, проявив свое ошеломление совсем как люди, которыми они когда-то были. Остальные засмеялись и разразились воплями. Раздалось еще больше ударов кулаков по груди. Эрик оглядел Кхарна холодным, сосредоточенным взглядом. Несколько секунд прошли в тишине, а затем губы несущего слова скривились в мягкой снисходительной улыбке. «Герзко, Кхарн, ты се!» Дитя крови завертелось впервые с момента перерождения, вгрызаясь в воздух с гортанным рычанием высшего хищника. Больше Кхарн ничего не ответил. Эрик тоже поднял Крозеус. «Ну, тогда давай!» Три удара. Первый. Кхарн отбил булаву в сторону плоской стороной своего нового топора. Второй. Он сокрушительно ударил Эриба головой в нос, с влажным хрустом переломив хрящ. Третий. Дитя крови отведало первой крови, разодрав капеллану грудь и оставив глубокую прорезь на плотной субдермальной броне имплантированного в торс воина черного панциря. Все это произошло, пока Эриб успел только моргнуть. Никто бы не смог двигаться так быстро, как Кхарн. Никто из людей и никто из смертных. Капеллан метнулся назад, скинув Крозеус в оборонительную позицию. Кхарн двинулся вперед, вдавив активатор дитя крови. Толпа безмолвствовала. Такого Кхарна они еще не видели, даже на поле боя. Булава Эриба слязгом заскользила по палубе. Он получил удар кулаком в горло и сапогом в живот, которые отбросили его назад с такой силой, что он рухнул на окровавленную железную решетку. Лежа на полу он взглянул на Кхарна и увидел в глазах пожирателя миров свою смерть. Он никогда не видел такого ни в одном из путей вероятности. Этого не могло происходить, не могло этим кончиться, он же длань судьбы. Харн смотрел на него сверху вниз, явно давая капеллану время подобрать Крозиус. Вставай! Эри поднялся, вновь сжимая в руках булаву. На сей раз он атаковал, демонстрируя скорость и мастерство, которые позволяли ему выстоять против Люция из Дитей Императора и Локена из бывших лунных волков. Крозиус оставлял за собой след смертоносных разрядов, с яростным гудением снова и снова рассекая пустоту. Кхарн уклонялся от каждого удара менее чем за мгновение ока. Он был быстрее, чем это вообще могли бы позволить мускулы. Оружие столкнулось, Кхарн парировал последний удар. Эри пожидал увидеть в глазах пожирателя миров обвинение и уж точно злость. Там не было ни того ни другого. Хуже того, он заметил скучающую снисходительность. Капитан даже вздохнул. Еще три удара. Эри оказался на полу прежде, чем понял, как это произошло. В груди вспыхнула жаркая и резкая боль. Под стать тошнотворной пульсацией в разбитом лице. Он потянулся к ране рукой, которой больше не было. Его рука, она лежала на палубе в нескольких метрах от него. Из перемолотых вен отсеченной конечности сочилась кровь. Переведя невидящий взгляд вниз, он обнаружил, что предплечье кончается около запястья. Понадобится угметика, раздался из толпы голос Каргаса. Несколько воинов засмеялись, однако мало кто с подлинным удовольствием. Они были слишком заворожены происходящим. Эреб снова поднял взгляд на Кхарна. Тот просто ждал. Вставай! Капеллан поднялся. Кхарн больше не выжидал. Его удары марева визжащих моторов и рвущих зубьев. По телу Эреба разлилась боль, и он снова упал лицом на пол, еще даже не успев выпрямиться после прошлого раза. Хотя у Эреба не было обезболивающих систем доспеха и химических стимуляторов, он подавил боль. Нараспев зашептав священную мандалу, Харн оборвал его. Вставай! Эреб попятился, но замер, ощутив у своего хребта зубья дитя крови. Работающий в холостую цепной клинок урчал, испуская выхлоп прометивого топлива. Неподвижные зубья топора касались позвонков Эреба. Он никогда не предвидел этого поединка, даже в самых обрывочных видениях. Этим не могло кончиться, он не мог умереть здесь. Еще так много требовалось сделать. Сигнус Прайм, сама Тера, во всех Эреб видел, как сражается в долгой войне до самого ее конца. В тот миг, когда Эреб потянулся к висящему на поясе ритуальному ножу, к Харну вдавил активатор топора. Должен был раздаться вопль, все этого ждали. Все присутствующие воины ожидали, что первый капеллан несущих слова закричит, когда дитя крови вгрызается в его плоть. Но последовал только виск вращающегося клинка Казалось, что колдовство несущего слова никого не удивило, и уж тем более не удивила трусость. Харн отвернулся от крови на палубе и вышел из круга, не произнеся ни слова. Три. Спустя час, облачившись в доспех и вооружившись, Харн вновь был готов. Ты не должен этого делать. Харн посмотрел на Каргаса, который стоял у консоли. Должен. Я уже так поступал, открывай. Апотекарий нажал на клавиши управления, и двери беззвучно распахнулись наружу. За ними в тень уходили костяные ступени, липкие от засыхающей крови. Во мраке разнесся очередной бессвязный низкий рев. Харн двинулся вперед. Каргас закрыл за ним двери, и его окутала тьма. Первым, что он услышал, стал шепот мертвецов в темноте, в следующем дыхание чудовища. Даже генетически усовершенствованные глаза не могли ничего разобрать при полном отсутствии света. Он медленно шагал, не обнажая оружие, невзирая на соблазн это сделать, и слушал, как демон дышит в черноте. Харн произнесло нечто незримое, находящееся повсюду и нигде. Что бы это ни было, от него пахло свежими могилами и погребальными кострами, а его зубы были увлажнены. Господин! Ответом стал медленный гром. Нет, хохот, смешок. Я никому не господин, никогда им не был, а теперь и того меньше. Харн сглотнул, продолжая пробираться во мраке. Ему было слышно, как тварь, некогда бывшая его генетическим прародителем, облизывает пасть. Мне кое-что от тебя нужно, Харн. Скажите, что? Хыр-гхыр! Возьми топор, возьми своих братьев, убейте триста человек на рабских палубах. Харн уставился в ту сторону, где, по его мнению, покоилось чудовище. Зачем, сир? Чего ради? Три сотни, соберите их черепа. Харн услышал, как тварь улыбается, как влажная плоть отслаивается с клыкастой пасти, кривящейся в ухмылке. Нечто громадное, крылатое и окутанное дымом мертвых душ попыталась приблизиться и уперлась в удерживающие его цепи, покрытые вытравленными рунами. Он увидел, как во мраке вспыхнули глаза, сферы тлеющего пламени цвета кипящей крови. «Возьми их черепа, Харн сделай мне трон». Возьми Продолжение следует...